братья опыт давайте начинаем работать система будет такая что наш оппонент чистки стороны записи ставим будет говорить и мы будем отвечать на вопросах не на вопросах а на диспут ответе чисто на мои то чтобы я буду говорить на это из 80 минут и добавим его записи там не знаю сколько успеем это будет дополнительно то есть полчаса я не должен бог говорит больше 80 минут предупреждайте меня если что братья а удастся на шейтан прожим вибра спорта у меня на жалый вибрая на химии убеги на стакане у хвобби на осьр и выборы аллаху засламу алла сейдрами air во внесалин или аллех développен алтагвин алтаглин и мамзумин политом даема талагинyi мген Магими повален аллаху а ДАИ хорошо мазий – а я киатур юм – долг на д compensатин Уважаемый доктор Абу Шрейб Высказал свой ответ На наши доводы И также любезно согласился Ответить на наши вопросы И даже более того Так как его первый ответ был очень затянут Мы к сожалению не смогли его прослушать И он был настолько добр Что согласился ответить второй раз Более лаконично Так как уважаемый доктор Так как у нас по регламенту Всего полчаса Но все же уважаемый доктор Также любезно дал разрешение На то чтобы мы говорили больше И поэтому я с вашего позволения Спешить не буду Буду говорить не спеша Чтобы можно было разобрать Каждое слово которое я говорю И каждое утверждение Которое я буду произносить Но при этом я буду стараться быть Предельно лаконичным Так как я хочу чтобы меня слушали А если речь затянута Как правило ленивые И некоторые люди Которых очень много дел И которые не хотят тратить время На ненужные им вещи То как правило такие люди Не слушают такую речь Именно поэтому я также рекомендую Уважаемому доктору Стараться быть лаконичным Это очень важно Очень важно Так как в противном случае Большинство людей Просто вас не слушают Итак начнем Но прежде чем приступить Непосредственно к нашей теме Затронем тему методов Которыми пользуется доктор Уважаемый доктор Абушей Вы сами сказали Что у вас нет опыта в дискуссиях И просили меня тренировать вас Я покорно подчиняюсь вашей просьбе И хочу заметить Что в дискуссиях Неприемлемо приписывать Оппоненту тезисы И доводы Которых он не озвучивал Например Вы сказали Что я использовал хадис О 12 халифах Чтобы доказать Что халифов будет только 12 Но вы сами прекрасно знаете И мы чуть позже убедимся в этом Что на протяжении всего своего выступления Я доказывал одну Единственную идею Более того Только одну идею Халифа назначает только Аллах Но я не стал спешить с выводами И задал вам вопрос Где я использовал это предание Чтобы доказать Что халифов будет только 12 А вы ответили следующее 14 вопрос На 56 минуте 41 секунде Вы сказали Что я использовал хадис О 12 имамах Чтобы доказать Что имамов только Имамов только 12 Скажите пожалуйста На какой минуте Его выступления Я это сказал Где я в своем выступлении Я доказывал Что халифов будет только 12 Я не говорю Что это вы говорите Дальше Теперь давайте послушаем Что вы сказали На 56 минуте 36 секунде Своего выступления Наш оппонент сказал Что это хадис Довод на то Что 12 имамов у нас На самом деле Это не относится Сегодняшний тема Но он поднял вопрос Я хорошо отвечу Что ни в коем случае Не является Этот довод для вас первый Аналогичная ситуация Стоит с моими 27 И 37 Вопросами Вы приписываете нам Доводы И тезисы Которых у нас нет Мы не считаем Что халифат является целью Мы не считаем Что никакие дела Не принимаются Если нет халифата Мы не считаем Что потомки Фатима Лучше всех Потому что Только потому Что они потомки пророка Мы не считаем Что цель ислама В том Чтобы дети Фатимы Получили власть Наши уважаемые оппонент Если так строго Относится к словам Которые То есть В моем В моем То что В моем речи Есть то Что он не говорил Тогда сегодня Посмотрим Дальше Что он будет говорить Которые я никогда не говорил Тем более Насчет 12 имамов Я не сказал Что вы и хотите Сказать 12 Я говорю Этот халиф Который он привел Доказывает Этому Что есть 12 имамов Я не говорю Что 12 имамов Это для вы Доказываете Для этого То есть Получается Что общее Тем более По-моему Не надо тратить время На то Что кто как Говорил Абушуаеб Говорил Или кто-то Истину Надо искать Довольство Аллаха Аззава Аззава Аззалла Главное Для нас Дальше Теперь давайте послушаем Что вы сказали На 56 минуте 36 секунды Мы не считаем Что цель В том Чтобы Я все это говорю Не для того Чтобы обвинить вас Во лжи И порицать вас А для того Чтобы дать вам Понять Что научная дискуссия Требует Чтобы человек Опровергал Тезисы И доводы Оппонента А не каждый Тезис И довод С которым Он сталкивался На протяжении Всей своей жизни Это неприемлемо В научной дискуссии Научность дискуссии В том числе Заключается в том Чтобы вы говорили По теме И опровергали Озвученные Оппонентам Тезисы И доводы А не в том Чтобы вы говорили Очень долго Затянуто И обо всем Что придет в голову Это во-первых Во-вторых Уважаемый доктор Научитесь Обосновывать Все Что вы говорите Этого Также требует Научность Дискуссии Нельзя в подобных Вопросах А что вы ответили На мой вопрос Двадцать восьмой вопрос На тридцать первой минуте Вы сказали Что в Иране Убивают Если ты скажешь Ла-Илла-Ла Назовите одно имя Хотя бы одно имя Кого убили Из-за этих слов В Иране Но когда мы уже все Объяснили Потом мы жаловались На то Что вы почему Включаете там Иран И так далее Слово Иран Я вам Как пример Межнаучно Разговариваем А научный разговор Это должен Обосноваться На практике На анализах Поэтому Мы сравниваем Что есть люди Которые правители И стран Себе называют Исламским А есть стран Которые не называют Себе исламским Хотя те Которые не называют Себе исламской страны Там жить по исламу Лучше Чем те Которые называют Себе по исламу И пример Привел Например Иран На основе Факторов И доводов И доказательств Я сказал Что в Иране Даже Уничтожать Мазаджидах Аль-Усунна В Москве Так не делают В Иране Запрещают Зарегистрировать Третьего ребенка А в Москве Так не делают В Иране В Иране Очень плохо В Иране Очень плохо Тем кто Живет Это значит Когда он говорит Что нет Достоин поклонению Кроме Аллаха То есть Когда он Никому не поклоняется Кроме Аллаха То есть Когда он Не говорит я не модель или я рассудала модель илья хусейн я фатима или или что-то другой когда он только у аллаха дуа просит только в аллах уповая только в аллах боится и не подчиняет и не делает наравне с аллахом какие-то имаме или какие-то другие люди вот такого человека убивают в иране я вас попросил назвать хотя бы одно имя а вы мне рассказали о том для чего вы это привели в своей речи какое-то имеет отношение к заданному вопросу вы не назвали ни одного имени что должно расцениваться нами как безосновательность в утверждениях так как вы даже элементарные условия обоснованности не соблюдаете не говоря уже обо всех его условиях и таких примеров когда вы говорите что-то от себя огромное множество не хватит времени чтобы все перечислить обратите внимание на протяжении 70 минут вы сослались на меньшее количество аятов и хадисов чем я на протяжении всего лишь 35 минут это ярко свидетельствует об избранном вами методе уважаемый доктор поэтому я настоятельно рекомендую вам в треть как можно усерднее избегать подобных без доказательных заявлений это что касается избранных вами методов а теперь ближе к сути как сказал сам доктор темой нашего обсуждения является первый пункт нашего убеждения согласно которым только аллах назначает халифа и наместника также доктор говорил о том что он будет говорить именно на эту тему и сегодня мы будем сегодня мы будем разговаривать то только на первом пункте на первый элемент то что аллах заводил назначает халиф мы доказывали что только аллах назначает халифа и привели четыре довода для этого но уважаемый доктор абу шейб не удивило именно этому вопросу даже минуты своего 70 минутного выступления даже одной минуты он говорил на разные темы вот основные темы которым затронул свои речи первая власть не является целью ислама а целью ислама являются права аллаха и права людей халифами второе халифами могут быть не только ахлал бейд третье наместников то есть халифов пророка саллаллах валихи ва алихи ва саллаллах будет не двенадцать а больше четвертое он засмеивал идею с открытым имами сравнивая его с санта-клаусом и другие не имеющие прямого отношения к обсуждаемой теме вопрос Ни одной минуты своего выступления он не посвятил непосредственно обсуждаемому вопросу. Можно было бы подумать, что доктор не понял, какой вопрос мы обсуждаем. Но нет, мы видим, что в начале своей речи он ясно и недвусмысленно дал понять, что прекрасно знает, о чем идет речь. Так почему же он не посвятил ни одной минуты своего выступления о провяжении доводов, которые мы доказывали, что только Аллах назначает халифа? Я с помощью Аллаха постараюсь разобрать его выступление и разложить его по полочкам, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что в речи доктора царит просто блестящая путаница и некомпетентность. И мы увидим, что понимание, которое имеется у доктора о данном вопросе, является бессвязным и отрывочным. Его понимание данного вопроса похоже на дом, который был построен из плохо совместимых и взаимоисключающих материалов, на болоте и без фундамента. Абсолютно негармоничное, непрочное и бесполезное сооружение, которое может удивлять, но не притягивать. Вы можете даже восхищаться автором данного чудо-сооружения, но жить в нем вы никогда не захотите, покуда разум вас не оставил. В первую очередь, о чем мы говорили и на что были направлены приведенные мной доводы? Мы говорили о наместнике пророка, саллаллаху алейхи ва римхи салям. Я доказывал, что Всевышний, согласно Корану, обязал себя указать на того человека, которым он хочет, чтобы люди подчинялись, указать и назвать того, у кого он хочет, чтобы люди брали свою религию после послания к Аллаху, саллаллаху алейхи ва римхи ва салям. А уважаемый доктор ушел от данной темы и настолько сильно расширил круг людей, которых он называет халифами, то есть наметниками, пророка, саллаллаху алейхи ва римхи ва салям, что под это понятие стали подпадать фараон, ленин и другие, которым, как он сам признался, отвечая на мой 25-й вопрос, Аллах не хочет и не хотел, чтобы люди подчинялись. Дело в том, что надо знать правильно Коран. У власть в Раан был власть, а у власть Ибрахима, алейхи салам, был в маанави власть. Хиси власть от маанави, чем отличается, это вы должны знать. У Ибрахима, алейхи салам, не было какое-то правительство. Он был имамом маанави, и у власть был в него маанави. Имеется ввиду не в него, а в его потомстве. То есть получается так, что в этом разница есть. Аллах хотел, чтобы люди не подчиняли Тираону, и Аллах хотел, чтобы люди подчинялись Ибрахиму. То есть совершенно очевидно, что речь в обсуждаемой теме идет о ма'нави власти, как выразился сам уважаемый доктор. А не хиси власти. Другими словами, речь в обсуждаемой теме идет о легитимной с точки зрения ислама власти. О власти, которой Аллах хочет, чтобы люди подчинялись. А не о хиси власти, которая может быть как легитимной, то есть той, которой Аллах хочет, чтобы люди подчинялись. Например, как власть посланника Аллаха, Сулеймана или Давуда. А может быть и нелегитимной, то есть той, которой Аллах не хочет, чтобы люди подчинялись. как, например, власть фараона или Ленина. Поэтому имам и халиф, то есть тот, кто обладает Майанави властью, другими словами, тот, кому Аллах хочет, чтобы люди подчинялись и за кем следовали, может и не обладать государством, как Адам или Ибрахим, алейхимусалам. Сам доктор неоднократно говорил, что ни один из них не руководил государством. Но в священном Коране Адам, алейхимусалам, назван халифом, Адам айбрахим, алейхисалам. Все, уже дальше, дальше уже вижу, что более-менее что-то по религии. Первые 10 минут никакой связь не имеет его разговор с религией. Просто хочет доказывать, что Абушуаева есть ошибки, недостатки, некомпетентность и так далее. Первые 10 минут. Но это же не является цель нашей. Я с этим согласен. Никаких, наоборот, могу сказать спасибо. И хочу сказать, что наш оппонент, который видит у нас, у меня недостатки и проблемы, и ошибки, это на самом деле он увидит всего лишь часть моих недостаток, ошибки и так далее. Их у меня очень много, которые он даже не видит. Дальше. Сам доктор неоднократно говорил, что ни один из них не руководил государством. Но в священном Коране Адам, алейхисалам, назван халифом, а Ибрагим, алейхисалам, имамом. Другими словами, Исси власть никак не влияет на статус имама и халифа перед Аллахом. Если люди выберут его своим правителем, то он будет обладать Исси властью. А если не выберут, то не будет обладать. Но от того, что люди его не выберут своим правителем, он не перестает быть имамом и халифом. Как, например, в случае с Ибрагимом, алейхисалам, который был имамом людей. Но люди выбрали другого своим правителем, не его. Так как Ибрагим, алейхисалам, не был правителем, как признал сам доктор. А что касается тех, кто обладает Исси властью, то не каждый из них является халифом и имамом. То есть не каждый из них обладает в Майанавии властью, как фараон или Ленин. Сам доктор это все прекрасно понимает и принимает. Но он смешал все это в одно, чтобы запутать следы наших доводов. Как намеренно, по своей хитрости или неосознанно, по своему невежеству, это уже не важно. Поэтому я призываю доктора вернуться к обсуждаемой теме, а не касаться всех вопросов подряд, пытаясь избирать ответственности перед нашими доводами. Таким образом, имеется Майанавии власть, которой Аллах хочет и даже обязывает людей подчиняться. Очень интересно он говорит. Перед нашими доводами, пока никакого довода я от него не услышал, касающегося того, что Аллах избирает правителя. Ни одного довода не услышал перед нашими доводами. Все шиити говорят, что вот наши доводы, перед этим никто не может стоять. Но я их не вижу что-то. Или может быть ее брать и скажете, что какой-то довод он говорил, что Аллах выбирает правителя. Что касается хиси и Майанавии, то он вообще не знает, что такое хиси и Майанавии. Я прошу прощения, это слова я обратно беру. Потому что я не хочу оскорблять кого-то или что-то. Дело в том, что хиси и Майанавии не так переводится. И не так понимается. Хиси и Майанавии это термин тавсира, шарха и так далее. Это физически и не физически означает. Майанавии это выше, чем хиси. Майанавии власть это значит отсутствие власть. Ибрахима алейхиссалама Аллах аззава азиаталла назвал имамом. Не потому что у него власть был. А потому что он руководитель был, путоводитель был. Имама абу халифа мы называем имамом. Не потому что у него власть есть. То есть, имам и халифа это разные вещи. Они могут быть одинаковые, могут быть разные. Они могут использоваться для кафира, можно использоваться для мусульмана. Например, какой-то имам в масджиде, он может быть имамом, но он не может быть халиф. То есть, это лишь то, что хиси это значит ферауна и так далее, и так далее. Ну и что? Это вообще неправильно. Хиси это везде у каждого человека, который физически власть, это хиси. То есть, у Абу Бакара, Умара, Усмана и Али, ради Аллаха, у всех было хиси власть, но ни у кого из них не было маанавии власть. То есть, маанавии это отсутствие власть. То есть, получается, что Али, ради Аллаха, у какой власть? Маанавии нет, конечно. Маанавии это когда нету. То есть, это очень глубокая тема, это мы и начинаем с Урату Бакаре, вначале объясняем подробно с доводами. Совсем не так. Дальше. Таким образом, имеется маанавии власть, которой Аллах хочет и даже обязывает людей подчиняться. И хиси власть, которая может совпадать с маанавией властью, как в случае с теми пророками, у которых была хиси власть. А может и не совпадать, как в случае с Ибрахимом, алейсаламом, которым Аллах хотел, чтобы люди подчинялись, как признал сам доктор. Но люди выбрали своим правителем других людей, не Ибрахима. Поэтому не каждому, кто является правителем, Аллах хочет, чтобы люди подчинялись. Со всем этим согласен сам доктор. Это его убеждение. Я ему в данном случае ничего не навязываю. Это то, что он сам признал и то, что я вывел из его речи. Но удивительно то, что, отвечая на 15 вопрос, уважаемый доктор сказал следующее. Он неправильно говорит, Аллах хочет, чтобы, Аллах не хочет, чтобы люди подчинялись фирауну и так далее. Не хочет, хочет. Это что? Это ирада. Их тоже бывают два вида. Таквини, ташири. Аллах, аззава джелла, ташири не хочет. То есть Аллах, аззава джелла, запрещает и не приказывает, чтобы подчинились фирауну. Но он хочет в таквине, для этого и он дал власть. Все то, что происходит, это Аллах хочет. Это надо уже знать, потому что проблема в том, что надо знать правильно, чем отличается таквин от ташири. То есть, Аллах, например, ты убил человека. Аллах хотел, чтобы ты его убил. Например, какой-то Абдул-Рахман убивает Ахмада. Аллах хотел, чтобы ты Ахмада убил. Если ты скажешь, что нет, Аллах не хочет, чтобы ты убил. То неправильно, без охоты Аллаха ничего не происходит. Но это надо разделить. Что ташири Аллах не хочет, он запретил убивать человека. А таквине без его воли ничего не происходит. Так что поэтому, когда человек скажет, Аллах хотел или не хотел, чтобы люди подчинялись фирауну. Аллах хотел в таквине, а не хотел в ташири. Это такие вещи, которые вообще даже... То есть, по-моему, он специально такое вещи говорит, чтобы людям воздействовать на простые люди, которые его не понимают. Он глубоко ошибается в понимании ислама. Это вообще даже... Дальше что? То есть, как мы видим, несмотря на все вышесказанное, доктор утверждает, что Абу-Бакр является халифом, потому что он обладал хисси властью. Хотя, уважаемый доктор, согласен с тем, что среди тех, кто обладает хисси властью, есть такие, как фараон или Ленин, которым Аллах не хочет, чтобы люди подчинялись и за которым следовали. И у меня вопрос, уважаемый доктор, где гарантия, что Абу-Бакр не был из числа этих людей? О, как раз он снял свою настоящую маску с лица. Видите, что он говорит? Где гарантия, что Абу-Бакр не такой правитель, как Ленин и Фараон? Человек, которому Аллах, Аззава Джалла, доверит Кур'ан, даже посланник не делал то, что Абу-Бакр, алейхиссалам, делал. Посланник даже не собрал мусхов и Кур'ан, как Абу-Бакр, Умар и Усман, алейхиссалам, делали эти дела. Тогда не читайте, пусть наш мусхов. Мусхов Абу-Бакр и Умар и Усмана, они пусть даже не трогают и посмотрят в себе какой-то... Так и делали некоторые шииты. Они сказали, ну да, наш настоящий Кур'ан, это 17 тысяч аятов, кафикули не пишут. И много придерживают такое. Они даже не считают это настоящим, потому что это Кур'ан Абу-Бакр и Умар, это временный Кур'ан у них. Представляете, человек, который Кур'ан собирает в одном мусхове, объединяет умы и делает то, что пророк не делал, саллаллаху алейхиссалам, это вам надо благодарить Аллаху, что Ислам пришел во время Усмана в Азербайджан, Ислам пришел во время и так далее, и так далее. Вы бы кафирами были, если бы они не были. Ты их сравниваешь с Лениным и Фераоном, которых Аллах, аз-за-вачал, не доверил. Аллах в Кур'ане говорит, алиф лам мим, залика л китабу ла раиб. Залика л китабу ал китаб, это книга, которую ты открыл, это является книгой. Она не была книгом во время пророка. Стала книга в Абу-Бакар, во время Абу-Бакар Сиддика, радия Аллаху анху. То есть Аллах выполнил то, что обещал в Кур'ане, что она превратится в книги. Это через Абу-Бакар он делал. Этого человека сравнивать с Лениным и Фераоном. Инна алиллахуа, инна аилейхи, раджу'ун. Но у нас тема, он сам прыгает в другое место. Это у нас отдельно будет тема про Абу-Бакар, если хочет, могу доказать. Тема у нас какая? Обязательно ли? То есть у нас сегодня тема какая? Обязательно ли? То есть получается так, что можно ли выбрать своего правителя, самому людям? Или только Аллах назначает? Вот это наша тема. Какой связи с этой темой, чтобы я сейчас дальше говорил и время тратил? Про Абу-Бакар инша Аллах ми адвина, скажем дальше. Также признание уважаемого доктора является очевидным доказательством того, что люди не предают никакой легитимности власти. Легитимность власти предает только Аллах. То есть если люди выбрали кого-то своим правителем, то это вовсе не значит, что Аллах хочет, чтобы ему подчинялись. Другими словами, если Аллах хочет, чтобы люди подчинялись правителю, то его власть легитимна с точки зрения Бога и религии. А если не хочет, то нелегитимна. А то, что человек обладает хисси властью, то есть является правителем... Абсолютно запутался. Легитимна, нелегитимна не от Аллаха. Легитимна, нелегитимна это слово, которое латинское слово. То есть легитимна, нелегитимна это вообще буквально 400 лет назад было придумано. То есть оттуда везали и распространяли на разных языках. Тем более это никак не относится к шариату. Что Аллах делал какую-то власть легитимна и нелегитимна. То есть когда Аллах хочет, чтобы ему подчинялись, то это будет легитимно. И когда Аллах не хочет, то это не будет легитимно. Я еще раз говорю. Не происходят такие действия, где Аллах не хочет. Где Аллах не хочет, чтобы это происходило. Никогда бы не стал Абу Бакар правителем, если бы Аллах это не хотел. А если кто-то скажет, что нет, все равно бы происходило, он кафир. Потому что он рабубия отрицает. Но это уже надо научиться, что такое рабубия. Кроме этого, что касается любого правителя, то там не написано, какой правитель. Потому что даже хоть какой бы ни был правитель, даже если он кафир, даже если он христианин. Даже, например, ты должен подчиняться, чтобы не был фасад и зулам. В России, в Москве, если сегодня человек находится, несмотря на то, что в Москве правитель является христианин, ты должен подчиняться тех вопросов, где фасад и зулам, чтобы не был. Например, на красный останавливаешься, на зелёный проедешь. Это правитель, это конституция, это система, это закон кафира. Ты должен придерживать, то есть не должен фасад делать и так далее. То есть каждому правителю надо в чём-то подчиняться. И каждому, даже Абубакар, алейхиссалам, первый, когда первое наступление, он какая была, если я буду говорить вам что-то недозволено, то, что Аллах его посланник запретил, то не подчиняйтесь меня. То есть получается, что если защищать себя от фасада и зульма, и не противоречить этому шариату, ты должен подчиняться даже христианину. А если это будет противоречить Курану и Сунна, то ты не должен подчиняться даже Абубакару, алейхиссаламу. Это не зависит от того, легативная власть, нелегативная власть. Это не зависит от того, что Аллах хочет подчиняться, не хочет. Это какая философия? Каждому правителю ты должен подчиняться, когда его слова не совпадают. То есть противоречить Аллаху и посланнику, то не подчиняться. 100 хадисей, больше 100 хадисей из посланника Аллах сказали, подчиняйтесь правителю, даже если он будет тиран. Подчиняйтесь правителю, что он будет нарушать ваши права. Подчиняйтесь правителю, что он даже будет хабаш. Подчиняйтесь правителю, потому что если вы выйдете из джамаата, то это все, есть хадисы. Причем тут легативно. Это свое придумал он, философия Когда Аллах назначал кого-то Значит Аллах хочет, чтобы ему подчинялись Нету такой вообще ложь, говорить на Аллах и его посланника Дальше Со всем этим, я повторюсь, согласен сам доктор По крайней мере, должен быть согласен Если он верен своим ответом и своим утверждением Поэтому весьма абсурдным выглядит его утверждение о том Что люди выбирают себя правителем по своему урфу То есть по своим обычаям Как выбор людей может быть фактором легитимности власти С точки зрения Бога и Ислама Если люди не всегда выбирают себя правителем тех У кого имеется ма'нави власть То есть не всегда выбирают тех людей Которым Аллах хочет, чтобы люди подчинялись И за которыми Аллах хочет, чтобы люди следовали Ма'нави власть значит Аллах хочет, чтобы им подчинялись А где такое вообще? Ма'нави это когда отсутствует Например, вам говорит Аллах, в начале сурата Аль-Бакаре Аллах, в лицемерах Аллах поставил печат на их сердца Это печат является ма'нави печать То есть на их сердце печата нету Это ма'нави на самом деле печат не существует Но это образно сказано Имеется ввиду, что у них лицемерие есть Охватили их грехи и так далее Например, человек говорит другому Ты разбил меня сердце Вот это слово разбил, это ма'нави То есть на самом деле он не разбил ему сердце Это образно сказано А ма'нави власть это отсутствие власть А то как там дальше Аллах хочет, чтобы ему подчинялись То получается так, что надо Коран знать хотя бы сурату Аль-Бакара Чтобы человек знал, чем отличаться хиси от ма'нави дальше Так, каким образом выбор людей может быть фактором легитимности, уважаемый доктор? Это абсолютно не соотносится с вашими утверждениями, с вашими ответами и с вашими убеждениями И еще другими словами Единственная причина легитимности власти, согласно исламу, это желание Аллаха Если он хочет, чтобы люди подчинялись кому-то То власть этого человека легитимна с точки зрения религии И он является имамом людей и халифом, наместником Аллаха на земле А если Всевышний не хочет этого То власть этого человека нелегитимна С точки зрения религии А как мы можем узнать о желании Аллаха? Можем ли мы это понять потому, что тот или иной человек стал правителем людей? Можем ли мы узнать о желании Аллаха только по тому признаку, что тот или иной человек обладает Хесси властью? Как, например, Абубакр Можем ли мы сказать, что его власть легитимна только потому, что он стал правителем? Я и говорю, нету, это не надо знать Аллах же тебе не сказал, что ты будешь знать, кому подчиняться и кому не подчиняться Ясно сказано в хадисе, это уже отдельная тема, он уходит от темы вообще В хадисе четко сказано, подчиняйтесь своим правителям, пока он вам не скажет Когда какой-то правитель, его слова противоречат в Куране и Сунне, то не подчиняешься А если не противоречит, подчиняется Это общее правило в Исламе, в Куране и в Сунне Аллах, аззаваджал, говорит Подчиняйтесь Аллаху и Посланнику и Амр правителям Когда у вас будут споры и разногласия с правителем каких-то вещей Верните это Аллаху и Посланнику То есть в Куране и Сунне вернитесь Все ясно, четко Это какая философия, это же противоречит этой философии Курана Что надо теперь знать, какой хиси, какой манави Или надо знать, про кого Аллах сказал или не сказал Здесь планета Планета вообще, на этом планете есть 200 правителей Завтра, если где-то там, где-то в Африке, ислам мусульманский правитель будет Или где-то в другое место Мы будем уточнять это хиси или не хиси Может быть на этом планете скоро будет 100 халиф Будем проверять, кто из них, про кого Аллах хочет или не хочет Что за философия Четко ясная религия, они хотят перемещать там что-то грязь Четко же написано Подчиняйтесь, когда он вам не скажет против Курана и Сунна Больше 100 долларов есть на это Это отдельная тема, давайте тогда поговорим Сегодня же не эта тема, дальше Так как не каждый, кто становится правителем, является тем, кому Аллах хочет, чтобы люди подчинялись То есть не каждый, кто обладает хиси властью, является настоящим имамом и халифом Например, фараон, сам доктор Абушей признал, что фараон обладал хиси властью, но Всевышний не хотел, чтобы ему подчинялись Поэтому как мы можем узнать о желании Аллаха? Как мы можем узнать о том, что власть того или иного человека легитимна Если легитимность власти передает только желание Аллаха Только сам Аллах передает легитимность власти того или иного человека Поэтому единственным критерием легитимности является назначение самого Аллаха через своего посланника Поэтому, чтобы доказать, что тот или иной человек является имамом и халифом необходимо иметь довод и прямое назначение из хораны или же из сунны то есть об этом должен быть или аят или же хадис поэтому выбор людей его не играть в ноги на этом долгие то что вы сказали философия это ложное это противоречит сама сама это то что мы слушали эту суп противоречит хоране сумме общее правило где ясно сияет как солнце посланник аллах оставили сказать подчиняться где они подчиняться на основе это ложный философ и теперь мы должны правило построить что про кого именно лавка и опыль служит все конечно так хорошо неправильно абсолютно неправильно дальше с критерием особенности с учетом того что выбор и желание людей в большинстве случаев противоречит воле бога в коране всевышний неоднократно говорит о положении большинства людей вот некоторые из этих аят валяки на актере населяешь но большинство людей неблагодарны или же в другом я хорошо кораня лаза уже легали большинство людей неблагодарные что где я вам говорю что делайте то что большинство людей делает или я вас призываю к тому что вы демократические выборы били вы поняли что такое уровень по урфу тест абу бакар алейхиссалама или омар алейхиссалама или и так далее не смотрели на на большинство а по урфу решали это вопрос по урфу тем более если такой момент будет когда никакой другой выход нету что тогда ты должен людям рассказать достоинство ислама и доказать что ислам является именно успокоение и счастье и ислам вас спасает и так так тщательно стараться чтобы повлиять это это все и на практике показывать хорошо чтобы они поняли что ислам является единственный выбор это ваша обязанность для этого и мусульмане поэтому вы должны доказать пока это вы не доказали вы не имеете право то есть у вас это том случае когда только единственный случай остался в урфе выборы больше ничего то вы должны стараться доказывать ислам и давать делать и так далее причем тут это слово то что большинство я же не призываю к большинстве где я сказал что делайте то что большинство делает тем более то все аяты где сказано большинство невирующие большинство ширпят большинство неблагодарны большинство большинство это не относится к этому моменту тем более надо знать что ислам не говорит о в большинстве. Ислам говорит о Аш-Шуре. Аш-Шура. Аш-Шура это не большинство. Аш-Шура это именно каунсель, это именно совет, который будет вести власть. Совсем другой. Урф это не большинство. Надо знать, что такое Урф. Это уже отдельный вопрос. Как выбирают халиф? Как выбирают правитель? Как выбирают президент? Президент, император, секретарь, халиф и так далее. Это одно и то же. Я еще раз говорю. Это Амиру аль-Муаминин, халифату аль-Мусульмин и так далее. Это одно и то же. Кто-то из них, если право Аллаха и права людей соблюдает, то он ближе к Аллаху и правильно. И то, что Аллах хочет. Потому что тогда будут выполнены те обещания, которые Аллах в Коране говорит, что Аллах даст вам власть. То есть, дает халифат вам. А когда они нарушают права Аллаха и права людей, то это не является то, что написано в Коране. То есть, является власть халифа, может быть, например, заблудший. Имам. Мы же в Коране говорим аимма тул куфр. Аллах аз. ау-джелла говорит аимма это множество число имам. Сражаетесь с имамами, кафирами, значит, у кафиров тоже свой имам. Правитель, например, который сражается с исламом, это тоже является имамом. В Коране написано, это же как мы можем отрицать Коран? Получается так, что я не призываю к большинству. Значит, человек не понял, что такое... Да, написано в Коране большинство. Тем более, это не относится к тому моменту, когда ты будешь давать людям. Тем более, в мусульмане есть очень много количества. Например, каждый пятый человек на планете себя называют мусульман. Если даже ты мусульманам объяснишь правильно, их объединишь, что мусульмане получат, даже если через демократии или через большинство судит, то мусульмане получат такую власть, которую никогда до судного дня не потеряем. Даже если судит на большинство даже. На простое большинство на сегодняшний день. Надо просто правильно понимание Корана и Сунна в понимании сподвижников, чтобы людям доказать, что есть нам истинная религия, и они, чтобы пошли. А так с разногласия, вот ты такой, ты такой, такой, конечно будет, тогда и два головы нельзя объединить. В таком случае, если у нас не будет стандарта. А у нас есть стандарт Коран и Сунна в понимании сподвижников. И к этому стандарту, если прийти, если мусульмане придут, то все, единогласие будет. И никаких проблем не будет. Ведь и большинство, это каждый пятый человек на планете, если хочет или голосует за кого-то, то все уже. У вас будет до конца света. Я еще раз говорю, что тем более большинство, меньшинство, это урф. Это вообще не относится. Аяты, которые в Коране есть, это не говорит о том, что большинство нельзя выбор. Выбор, это к выбору вообще не относится. Это относится Аяты к тому, что, например, я еще раз говорю, что может быть христиане в вашем стране, эти христиане должны, например, голосовать за вас. Я даже знаю кафиры, у Аллахи, я с вами глазами вижу кафиры, которые голосуют за братьев мусульманов. Я не говорю о братьев мусульманах, которые девские. Я говорю о мусульмане, которые в общем в другом месте я говорю. Они активно участвуют. Кафир, который идолам поклоняется, буддист. Он активно участвует и хочет, чтобы этот брат пришел в власти, потому что он видит в нем справедливость. Это совсем другая тема. Тоже не относится к сегодняшней теме. Дальше. Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они всего лишь следуют своим предположениям и только лишь измышляют. То есть большинство людей на земле следуют своим предположениям и измышлениям. И в другом аяте сказано Но большинство людей не знают. Большинство людей не веруют. Думаю, большинство из них не рассуждают, не размышляют. Все это говорит о том, что выбор людей, выбор большинства людей является ошибочным. Так как этот выбор может влиять на легитимность власти того или иного человека с точки зрения религии и Бога? Помимо этого, как так получилось, что Абубакра выбрали сами люди, а всего лишь через два года Умара назначил сам Абубакр по завещанию. Неужели урф арабов так сильно изменился всего лишь за два года? И в каком народе имеется такой урф, согласно которому правителям может выбрать... Урф ничего не изменился. Это был урф. Это одно и то же урф был. Одно и то же урф был. Ничего не изменился, но мы после не поняли, что такое урф. Это значит, любой метит выбор. Запомните, это общее правило. Не написано нигде в Коране или не в хадисе, что Аллах сам назначает, или не написано, как выбрать. Потому что это не исламский вопрос, это не религиозный вопрос, это вообще не религия. А это что? Это урф. Это дуния значит. Аллах в Коране говорит, сражайтесь. Какой-то, например, правитель сражается. Как сражаться танками или самолётами, или другими, это урф. Как хочет сражаться по урфу в то время. Когда-то был в мече, а сегодня другой урф. Также по урфу распространяете. Например, сегодня урф является интернет. Это уже отдельный вопрос. Иншаллах, на следующем занятии, как раз мы скажем подробно, это очень важный момент. В Коране, Аллах, аз-за-уджалла, около 20 в Коране сунни собрали, то 20 раз Аллах приказывает насчёт урфа. Урф это что? Урф это объяснение. Те методы, которые в Коране сунни не объясняют, по урфу ты должен приобрести эти методы. Выбор правителя по урфу не написано в Коране сунни. То, что Абубакр делал, это не религия. Не довод для нас. То, что Абубакр, алейхиссалам, делал, значит, стала религией. Нет. То, что Умар, алейхиссалам, делал, это не довод. Это не стала религией. То, что делает Усман, ради Аллаху Анху, или Али, ради Аллаху Анху, или другой сподвижник, это не довод, это не религия. Это не стало для нас законом метод. Это урф в то время. Любой метод. Не меняется ОРФ, а в этом же ОРФе через два дни можно по-другому делать, как меняется за два года. Что за вопрос? Вы не поняли, что значит по ОРФу? По ОРФу это значит любой метод, который в то время будет людям известен, и в этом никакой фасад не будет, и никаких проблем других не будет, то можно выбрать своего правителя по этому методу. В Африке может по-другому выбирать, в России может по-другому выбирать, и там в других местах, в Индии может по-другому выбирать. Это у каждого своего ОРФ есть. Все. Не написано в Кулане Суни, как выбирать, и не написано, чтобы Аллах назначал. Все. Это я хочу сказать, а не то, что там меняются ОРФы, и в арабах почему как за два года так поменяться. Ну что за вопрос? Это вообще значит человек не понял, что я хочу сказать дальше. Изучите завещание обучения Умара Абинал-Хаттавы и скажите, что это за ОРФ такой? Я уже не говорю о том, что Умара Абинал-Хаттавы не соответствует словам Умара Абинал-Хаттавы из Сахих Бухари, который сказал, что присяга Абу-Бакру была неожиданностью, и каждый, кто придет к власти таким образом, должен быть убит. И в том числе должен быть убит тот, кто присягнет этому человеку. Вот это предание. До меня дошло, что некоторые из вас говорят, клянусь Аллахом, когда умрет Умар, мы приседнем такому-то. Пусть не обманывают вас словами, что присяг Абу-Бакру была неожиданностью и закончилась. Да, она на самом деле была таковой. То есть неожиданностью фальта. Субханаллах. Это разве так написано в Сахих Бухари? Ну, брат, уважаемый Курбан, разве так написано? Это вы специально так говорите? Или это надо говорить так, как написано? Умар Абинал-Хаттавы объясняет, что люди, мы в экстренном порядке выбрали Абу-Бакру, алейхиссалам, потому что полный регистратор. В этом же Сахих Бухари написано, когда Умар и Абу-Бакр в дом Айши, разъяллаху анха, организовали процесс похорон пророка. Тут же пришел человек и крикнул, и сказал, что там ансары уже выбирают правителя, а вы тут хороняете пророка. Чтобы, потому что пророк, салаллаху алейхиссалам, сам достоверно в хадисе сказал, что правитель следующий будет из Курешев. Чтобы выполнили этот приказ пророка, салаллаху алейхиссалам, побежали Абу-Бакр и Умар, чтобы выбрать халифа из Курешитов. И поэтому они ушли и оставили пророка, салаллаху алейхиссалам, другие сподвижники это делали, потому что джаназа читать тяжело было. Много народ собрались, и по одному, по два, три джаназа читали, поэтому процесс долгий был. Они ушли туда, и когда увидели, что там уже фитнес собирается, там уже ансары, уже почти выбрали своего правителя. Чтобы этого не было, сразу же они начали выбрать. Абу-Бакр говорит, что давай, Умар, ты будешь правителем, что давай, мы даем тебе биат. Саяль-Бухари передает, Абу-Бакр говорит, нет, у меня лучше смерть, я лучше умру, чем буду халиф, такой народ, в котором Абу-Бакр живет. То есть перед Абу-Бакром, как я могу стоять? И он сразу руку Абу-Бакра взял, люди, это мой правитель, и биат делал ему, и все люди делали ему биат. Все. И ансары тоже присоединились, и другие тоже присоединились. Это была чрезвычайная ситуация. Это же не противоречит ничему. То есть получается, что пусть, потом Абу-Бакр, то есть Абу-Бакр, то есть Абу-Бакр объясняет, что эти ситуации, которые мы в экстренном порядке выбрали халиф, выбрали халиф, такой экстренной ситуации сегодня нету. Мы не должны делать так, как мы там делали. Потому что это не экстренно, а то экстренно было. Тот, кто пристегнет, кому-то без совета с мусульами. Субханаллах. Я говорю, Курбан, вы почему не переводите то, что вы только прочитали на арабском языке из Ай-Аль-Бухари? Вам что, неприятно? Он прочитал, а не переводит. Он переводит то, что ему интересно. Умар, алейхиссалам, дальше говорит, что люди, Абу-Бакр не сравниваются с кем-то. У Абу-Бакра было очень сильная ситуация перед Аллахом, поэтому, несмотря на то, что мы его экстренно выбрали, никакой шар и беда не было. Аллах нас спас от этих экстренной, то есть получается так, что несмотря на то, что мы выбрали его экстренно, никакой фитнес не произошло, потому что у Абу-Бакра был такой иман. И говорит, кто из вас есть такой, кто из вас есть такой, для которого сдалека люди приезжают, то есть люди вернутся к нему, это значит приезжают сдалека. То есть как далека приходили встречаться с пророком, точно так же люди приходили к Абу-Бакру, алейхиссалам, со всем миром. Весь мир приезжал к Абу-Бакру, алейхиссаламу, и совет брали, как к пророку приходили. Говорит, Кто из вас такой, что вырублюды направляются к нему, вырублюды направляются к нему, что весь мир к нему выезжает, совет просит, потому что у него има не таква, вы же не такие, вы будете так выбирать, то у вас будет проблема, а у него не было проблемы, потому что Аллах спас. Но он это не хочет объяснить людям, что весь мир приезжал к Абу-Бакру, алейхиссаламу присягу давал, подчинялся, совет просил, весь мир подчинялся мусульманским мир ему, это он пропустил и дальше говорит. Дальше что? Тот, кто присягнет кому-то без совета с мусульманами, то пусть он не присягает, ибо он и тот, кому он присягнет, будут убиты. То есть, это Саи Бухари, книга Зав... Все, вот это и есть Аллаху Акбар, это и есть наше убеждение. Вот это то, что я объясняю, вот понимание сподвижников. Менгайр Машвард Муслимин, во, все, это и есть исламская политика, это и есть в основе демократии. То, что парламент придумали, совет придумали, Ашура придумали, это в Куране, кафиры придумали, а в Куране написано раньше. Но чтобы это объяснить Ашура как совет, это есть Машвард Муслимин, Аллаху Акбар. То есть, как Куран из подвижников, Умар, разу и Аллаху, объясняет, что у мусульманов должен быть совет. А именно этот совет, это Ашура будет, что для присягут давать правителю. То есть, основной власть принадлежит кому? Ашура. Ашура ведет система, а Хариф всего лишь подписывает последнее, то, что Ашура скажет. Машвард Муслимин, ключевое слово, это и есть наше убеждение. Это идеально. По этой системе, смотрите, по этой системе сегодня то, что Умар, алейхиссалам, сказал, сегодня живет Америка. У них основную роль играет Конгресс. Президент всего лишь подписывает. Американцы поняли, систему Умара, разу и Аллаху, взяли, это не Умар, разу и Аллаху, это всего лишь шарха для аятов, который в Куране есть. Что президент не главный в стране, или правитель не главный, а главный кто? Главный является совет Ашура, Машвардан Муслимин. Умар, алейхиссалам, так строго говорит, что правитель без совет, без Ашура никак не может, нельзя ему присягаться, беат нельзя давать. Беат это что? Беат это не выбор. Беат чем отличается? Смотрите, я вам просто хочу сказать, выбор это индиха, выбор какого-то правителя это другой, а беат это после выбора дается. Присяга дается, когда правителя уже выбрали. Курбан путается, чем выбор? Выбор это не ислам. Выбор это любой метод. А после выбора, когда пришел уже правитель, ему дают беат, это уже ислам. В Куране написано. Шарха дает. Великий, великий имам это умми, Умар, алейхиссалам, про который Расул Аллах, салалаллах, сказал, что Если после меня был бы пророк, то он был бы дальше. А где Умар, так сказали, на Аллах? Умар, разве так сказал, что присяга Абу-Бакра была, присяга Абу-Бакра была без Шура? Это то, что вы прочитали, это такой смысл имит? Обратите внимание, я еще раз говорю, Когда выбирают, выбирают и поднимают руку и говорят, это мой правитель. Это тоже можно назвать беат, это уже другой выбор. Такой Умар, алейхиссалам, здесь объясняет, Что мы выбрали Абу-Бакра, алейхиссалама, То есть в экстренном порядке, Когда Шура не было. Действительно не было Шура. Не было Шура. Но когда умер пророк, где Шура была? Не было. Шура же образовалась после пророка, салаллаху алейхиссалам. Потому что пророк, салаллаху алейхиссалам, что? Пророк, салаллаху алейхиссалам, от Кирвини. Обратите внимание, это общее правило политики, Когда пророк жив, он от Кирвини получает. Он правляет по от Кирвини, Но когда надо, когда надо, Он должен советоваться в Коране приказе, Если Аллах Аззава Джалла говорит, О посланник, ты советовывайся с людьми. То есть получается, такой совет у пророка должен быть. Есть официальный Шура, который должен ввести страна, Это после пророка. Потому что когда пророк жил, пророк ведет в систему. А когда пророк умирает, Шура будет, А эта Шура будет до судного дня. У мусульман. Шура, основная система, в которой ведет вся Шура, Завключается в Аш-Шура. Аш-Шура образовалась при Абу-Бакру. Все ясно, что у людей во время Абу-Бакра, Алейхиссалам, Аш-Шура не образовалась еще. А сегодня его есть. В этом же Шуре кто был? Усман был, Абдурахман был, Али, и другие. Это есть Шура? Аш-Шура было, это есть. То есть получается так, что я просто удивлен. Как издевательство будем читать тексты Саги Аль-Бухари, Либо сам не понял, Либо специально людям объясняют, Чтобы у людей отвращение было. Что Аумар сказал, То, что мы выбрали Абу-Бакру, это не было по Исламу, И все, такого сегодня нельзя убирать, А если кто-то такой выберет, то мы убьем. Это только может, Только может такие люди, У которых действительно болит Невестью Абу-Бакра и Умара, Правильно объяснили это слово, То, что во время Абу-Бакра, Али-Иссаляма, Аш-Шура не было, А сегодня есть. Поэтому разные вещи. Все правильно написано? В этом какие разные гласы есть? Дальше. Он хочет сказать, То, что Абу-Бакра объясняет, Это все противоритет того, Что я объясняю. Это и есть. 100% мое убеждение И мое понимание Насчет правительства в Исламе И правительство в Исламе Это 100% такая же, Как у Умара, Али-Иссаляма. Давай выберем отдельные занятия, Буду доказывать, Что я говорю, Никак не противоречит то, Что мы у сподвижников И берем понимание Корана. Поэтому выбор, Как происходил, Так как по Урфу, Это не религия, Можно сегодня по-другому, Может быть, Скоро в ближайшее время Будет такое, Что смс-ку будешь отправлять И выбор будет происходить. Или какой-то другой момент. Выбираешь, И потом, например, Представитель, Этим представителям Ты должен доказывать, Что Ислам истинная И идеальная система, И потом они будут, Это все система есть. Это по Урфу. Это никакие отношения К Исламу не имеет. Что такое Ислам? Ислам это то, Что пришло с неба. Все. Если ты хочешь сказать, Что выбор тоже относится К Исламу, То покажи, Где написано. Если ты хочешь, Что Аллах должен назначать, То покажи, Где написано. Мы же, Это, Всю жизнь я изучаю Этот Хоран. Покажи мне, Где это написано вообще. Мы может пропустили. Получается, Что нету. Выбор, Выбор правителя, Это по Урфу, А потом ему присягу давать, Это, И ввести система. То, Что в Откровении написано, Это будет соответствовать Откровению. То, Что не написано, Вся система Будет вести Аш-Шура. Аш-Шура, Опять же, Что будет думать И тогда, И тут же по Урфу. Это очень идеально, Вообще, Исламская система, Это идеально просто. То, Что мы, Нинешние демократии, Видимо, Это всего лишь, Как-то, Ну, Как-то всего лишь, Может быть, Даже процентов, Несколько взяли у них, И все, У Ислама. Мы можем, Такой, К сожалению, Умма к этому не согласны. Потому, Что ваххабите уже, Свои королы защищают, Аш-Шити, Своего имама защищают, А другие, Некогда работают людям. Поэтому, Исламская система, Вся система, Исламская система, Финансовая система, Уже убрали. Представляете, На планете, Каждый пятый человек, Если подружить друг с другом, И будет только между собой, Вести бизнес. Вы знаете, На этом планете, Как мусульмане богатые, Не может быть, Кто-то богаче, Чем мусульмане. Если они, Только между собой, Будут вести систему. А определенное, Это не значит, Ислам запрещает. Это есть, Такая специальная политика, Такая специальная, Экономическая система. Это идеальная система. На свете, Никакого голодного, Мусульманина не будет. На свете, Никакому мусульману, Плохого, Никто не может дать, Если мы, Вернемся к Урану, Исунное понимание, Сподвижников. Как они вели, Систему политику, Как они вели, Систему экономику, И как они вели, Систему остальные, Системы. И так далее. К сожалению, Людям никогда. Я прошу прощения, Потому что, У меня время уходит, И это очень интересный разговор, Но он не сего, Не сейчас, Дальше. Когда мы говорим имам, То мы имеем ввиду человека, За которым Всевышний хочет, Чтобы люди следовали. Как Ибрахим, Алейх, Салат Ва Салам. А когда говорим халиф, То мы имеем ввиду человека, Который является наместником Аллаха, И его посланника на земле. А что это значит, Быть наместником Аллаха, И его посланником? Это означает, Что подчиняться ему обязательно, Так же, Как и самому Аллаху, И его посланнику. Вот, Что значит имам и халиф. Ведь мы говорим о наместнике, Халифе пророка, И имаме, Который призывает в рай, А не наместнике шайтана, И имаме, Который призывает в ад. Халиф и имам, Мира правителю. Это являются хроническими терминами, А также часто фигурируют В сумме посланника Аллаха, Поэтому эти понятия имеются в исламском учении. И как всякое другое понятие в исламе, Они имеют ясное и определенное значение. И поэтому, Мне крайне непонятно ваше утверждение о том, Что нет такого понятия. Вам крайне непонятно, И то, что вы сказали, Это все четко противоречит Корану. Потому что в Коране написано, А имматаль куфр. Это что? Имам и кафиров. Поэтому, согласно этого аэта, И Ленин, и Фераун, Иису являются имамом. Ну, имам и кафиров. Их имам. Все. Так что в Коране этот термин тоже есть. Дальше. Обсуждаемого вопроса. Я окончательно запутался В своих убеждениях. Или же он таким образом хотел запутать Своих неискушенных слушателей, Говоря о том, Что халифом и имамом Является любой правитель, Даже Ленин. То, что доктор запутался, Подтверждает также тем, Что он в одном месте говорит, Что любой правитель является халифом, Даже Ленин был халифом. А в другом месте говорит, Что халиф иногда будет, А иногда не будет. Если халиф – это любой правитель, То он не должен утверждать, Что халиф иногда будет, А иногда не будет. Потому что правители бывают всегда. Поэтому мы смело можем утверждать, Что или доктор запутался, Или хотел запутать Нас и своих слушателей. Имеются и другие подтверждения, Что уважаемый доктор путается И смешивает с собой разные вопросы. Было бы хорошо, Если он вернулся к обсуждаемому вопросу, А именно к вопросу о наместничестве Аллаха, Его посланника. И то, и другое понятие Имеются в исламском учении. Вы уважаемые доктора. Очень интересно. Это я у вас хочу просить, Чтобы вы вернулись к этому вопросу. А то, что я запутался, Я не запутался. Я сказал в одном утверждении, Что халифа иногда будет, Иногда не будет. Я и сейчас говорю. А в другом я говорю, Каждый правитель является халифом. Я и сейчас говорю, И только что сегодня сказал. Я еще раз говорю, Любой правитель, Президент, император, Король, Халифа, имам и так далее, Или Амир аль-Муминей, Халиф аль-Мусульмин и так далее, И так далее, Это все являются правители. Из них, когда люди, Из них, когда какой-нибудь человек Выполняет права Аллаха, Права Людиды, Называют его халиф. То халиф, Которые в Коране написаны, То есть правильный халиф. Это А когда они нарушают Права Аллаха и права Людиды, То это и халиф, Это и имам, Это и мазал куфр, Может быть, И туда входят все. Но это не является то, Что написано в Коране, Халиф. Именно в Коране, То есть Аллах, Аз. В Коране обещает, Аллах даст вам власть, У мусульман. Эту власть, Именно это, Когда такой, Который выполняет Права Аллаха и права Людиды. Ты смотрите, Умар бин Абдулазиз, Рахматуллахи, Вы знаете, Что Вы можете быть не согласны, Но остальные люди, В Исмир согласны, Что он был халиф. Хотя до него были, И после него были правители. Чем отличается? Отличается только тем, Что один выполняет Права Аллаха и права Людиды, А другие были залины, Тираны и так далее. Все. Мы не можем сказать, Что он только, То, что ученые говорят, Что он является халиф, Правильно это есть халиф, Потому что он выполнял. Остальные тоже халифы, Тоже правильные, Но они не были те халифы, Которые требовали Ислам. Смотрите, Мы говорим, Вот этот человек мусульманин, А этот не мусульманин. А обе называют себя мусульманами. Из них кто? Человек, который знает Ислам и действует по Исламу, Он будет мусульманин. А другой, который так не делает, Он будет не мусульманин. Но называйте того и того мусульманин. Сегодня на свете Есть каждый пятый человек Называет себя мусульманин. Но из них есть такие, Которые, И знают Ислам и действуют по Исламу, Они являются мусульманами, На самом деле. А те, которые, Есть такие, которые не верят в суд не один даже они являются мусульманами точно также халифа правитель президент и так далее поэтому где-то может быть есть халиф а где-то нету когда-то есть а когда-то нету это имеется ввиду именно то что аллах азарху обещал про этого халифа когда ты говоришь а когда про правитель и власть говорит что везде есть власть что я здесь запутался или кого хотел запутать это надо знать понимать хотя бы понимать просто куран сначала что в куране есть два видов а мама а и мотал куфр это кафери это и лейнан и фераун и другие все туда уходит а есть обещание аллаха именно другую власть это уже так как да право аллах и права людей выполняется очень ясно я говорил даже таких вопросов не надо было повторять дальше уважаемый доктор во первых наместники только у тех кто умер этот смысл слове наместник абсолютно не заложен во вторых послушайте себя сами баракалла уфикум это же хадис сверст я буду суннан абудаву этот хадис передавут и говорит кала инканали ла халифа если будет для аллаха халифа на земле и получается что получается что вы уважаемый доктор вообще не следите за своими словами будьте внимательнее к тому что вы говорите люди слушают вас и получают от познания о религии теперь давайте разберем возражение уважаемого доктора на приземные доводы как я уже прекрасно то есть получается что вы то есть я не слежу за свои слова потому что сказал в одном месте что наместника нельзя говорить о другой месте сказал что халиф от аллаха субханаллах это я не слежу за своей речь и потом и потому что сначала поймите сурату бакара когда мы объясняем и там говорим что слово халифа не переводится на мясник это не первая история-то не первый раз я запрещаю не халифу слова хлеб от аллаха это их из определён и доказано я запретил вам и сейчас запрещаю слово нам ними снег я не слежу вы мне по нему поняли что я хочу сказать слово наместник и так и для вас сказал что это человек наместник аллаха это есть широке у слова нам местник аллаха это значит человек который пришел на месте аллах наместник или наиб для аллаха не будет не должен быть на ир не должен быть то есть получается что то что я запрещаю это я что запрещаю это я говорю слово наместник говорит или слово наиб говорит ничего я не запутался а то что разрешаю это халифа халифа это не означает наместник халифа не означает наместник халифа это всего лишь смотрите халифа что означает? В Коране Аллах на Адам и на человека сказал халифа, это значит человек, который должен жить по откровению. Почему Аллах назвал, Аллах говорит ангелам, я хочу создать на земле халиф. То есть каждый человек является халиф. Хорошо, потому что халиф, он не должен по своей воле жить, он должен жить по откровению. Это тоже халиф. Это есть халиф, халифатуллах. А второй, халифатуллах, это человек, который будет вести систему, по методу пророка, что Аллах сам будет выполнять права Аллаха и права людей. Если сегодня какой-то правитель, который будет выполнять права Аллаха и права людей, то он является халифатуллах. То есть он халиф является не потому, что он наместник Аллаха, а потому что он выполняет права Аллаха и права. То есть Аллах дали ему власть, такой власть, где он выполняет права Аллаха и права людей. Все, халифатуллах. Я говорю, можно говорить халифатуллах, это доказано из хадиса, я сам говорю. Я говорю, слово наместник нельзя говорить. Наместник нельзя говорить, я не запрещаю халифа, а вы поставили, смотрите, я где запрещаю, наместник нельзя говорить, а потом я говорю, халифатуллах, вот сами запутались, не говорите, и мне говорит, посмотрите, у вас люди слушают, у вас же люди слушают, вы же можете, то есть он нашел такой катастрофический, это что, все путается. Наместник и халифа это разные вещи, наместник, смотрите, я хочу сказать просто, это научно, я даже смысл не вижу в этом научно, я не вижу это научно, научно было бы, если бы вы действительно хотели знания, если бы мы с вами хотели знания, то взяли бы очень большую пользу друг друга. Но я здесь не вижу, потому что вы совсем в этом, в этом записи, вы совсем по-другому себя ведете. Я вам хочу сказать, что наместник, если смотреть Коран и Сунна, то наместник, слово наместник на русском языке, которое слово наместник, которое я запрещаю и сейчас, что у Аллаха нет наместника, наместник слово подходит только на человека, который пришел после Расулу Аллаха, а это был единственный человек, это был Абу Бакар, алейхиссалям. Все. Наместник на свете был всего лишь один, а это был Абу Бакар, алейхиссалям, потому что он был халифатур-расуль, наместник пророка. Тогда мы используем слово халифа, наместник, но в таком случае, а не в таком случае, когда Адам пришел, или когда каждый человек, или когда правитель и так далее, не таком, это не наместничество Аллаха, так нельзя говорить. Расулу Аллах, алейхиссалям, умер, на его месте пришел кто? На его месте, на мембар Расулу Аллах, алейхиссалям, худба, которую Расулу Аллах, алейхиссалям, читал, это кто продолжил? Намаз, который Расулу Аллах, алейхиссалям, это кто продолжил? Подпись, которую вел Расулу Аллах, делегации, которые приходили к Расулу Аллах, это к кому пришли, начали приходить? Аллаху Аквар, очевидно, это Абу Бакару, алейхиссаляму, поэтому он был наместник, поэтому его называли халифатур-расуль. Все, наместник на свете всего лишь был один. Но это все, это у нас никогда, вы видите, нам ограничили время, и никогда просто это все объяснят. Я еще раз говорю, если бы у нас искренне сбили, мы бы много что-то взяли. Но просто засыпляться за слова, я вижу, это все то, что вы хотите доказывать, что Абушуай путается, и он ничего не знает, ничего не понимает, ничего страшного, я за личности не говорю. Я еще раз говорю, что мои недостатки, ошибки, которые вы даже не знаете, их я очень много знаю. Проблема не в этом, но проблема в том, что я ничего научного не вижу здесь, потому что никто не хочет, чтобы он понял, что-то везет в пол, и дальше. ...против них. Но его возражения были абсолютно не к месту, что я сейчас постараюсь доказать. Четырьмя приведенными доводами было посажено дерево, ствол которого не был кормят доктором, доктором Абушаевым. Но он покусился на некоторые его ветви. Предположим, что он обрубил все ветви этого дерева. Значит ли это, что само дерево также было уничтожено? Нет. От того, что вы обрубили все ветви дерева, само дерево перестает существовать. Например, первый довод, который, если быть очень лаконичным, звучал следующим образом. Обязал себя милостью и наставлением. Это первое. Это мы доказывали из аятов Священного Корана. Указание на самого достойного, самого лучшего правителя является наставлением и милостью. Вывод. Значит, Аллах обязал себя указать на самого лучшего и достойного на пост правителя, лидера и учителя. Другими словами, обязал себя назначить халифа, правителя, имама и уали. Таким образом, мы видим, что имеются все причины, которым никого не препятствуют. Что может быть препятствием в данном случае? Препятствием может быть или то, что Аллах не знает, кто лучше подходит для этой роли, или не хочет наставить людей на лучшее, или же не может этого сделать. А Всевышний причист от всего перечисленного. Доктор согласился с этим додом. Каким образом? А вот каким. Он не может отрицать аяты Корана, которые гласят, что Аллах обязал себя милостью, что Аллах добр к своим рабам, и, наконец, что Аллах взял на себя обязательство наставлять людей. Он мог отрицать только то, что халиф является милостью, добром и наставлением. Но он не только не отрицал это, более того, согласился с нами, что халиф и имам добром, милостью, наставлением и средством, инструментом достижения цели ислама и религии. Вот, послушайте его сами. Барак Аллаху фикум, вы говорите, правильно говорите. Правильно говорите, что халафат является что? Является милостью Аллаха. Вы, следующее, сказали, что халафат является худа, руководством. Руководство, которое Аллах сказал инна аллейна ла л-худа. И указывает на то, что инна аллейна, над нами, именно над нами стоит, чтобы мы руководили. Правильно? Если халафат является руководством, правильно что халафат является способом руководства. Надо знать, Аллах говорит, инна аллейна ла л-худа. По истинно, над нами руководит людинь. Как вы слышите, доктор не только не опроверг наш Довут, а более того, согласился с ним. Он согласился со всеми предпосылками нашего довода, хоть и не признал его очевидные выводы. У меня был один случай много лет назад, довольно-таки забавный случай, и идеально... Вот видите, доводы, то, что он читает из Корана, общие аяты, это считают свои доводы. Но вывод, с выводом не согласился, вывод он делает ложь. То, что они читают из Корана, это аят из Корана, где везде написано, что Аллах дает власть. Но они это приводят на то, что Аллах выбирает правительства, это куфор уже. Это минимум куфор, я сейчас буду доказывать, иншаллах. Большая разница, это большая разница. Когда они аят из Корана читают, что халяват это руководство, халяват это милость, халяват это Аллах дает, кому Аллах пожелает, дает власть и так далее, то все правильно. Но где здесь написано, что Аллах выбирает халиф? Получается, что здесь не только, здесь 10 правил нарушает из Корана. А вот это я хочу сейчас объяснить, потому что как раз основной момент. Получается так, что мы с доводами, доводы это не являются у вас доводы. Доводы это когда вы сказали, что вот это так, а именно так. Довод вы читаете аят и вы его делаете наоборот, совсем другой. Смотрите, я вам хочу сказать, смотрите, какой-то ребенок, какой-то ребенок, у него какой-то на руках есть какое-то, например, яблоко. Ты говоришь, яблоки кто дает? Аллах или человек? Он говорит, Аллах дает яблоки людям. Он говорит, где написано в Коране, что Аллах тебе дал это яблоко? Да, это не твоя тогда. Субханаллах. Это такая детская игра вообще. То есть получается, что Аллах же в Коране сказал, что Аллах власть дает. А теперь где написано про Абу-Бакр, что дал ему власть? Значит, нет у него власть. Все. Это всего лишь детские выводы. То есть, смотрите, яблоки кто дает? Конечно, Аллах дает. Ничего такого нет у человека. Твоя голова, которая дал тебе, это тоже Аллах дал. Но докажи в Коране, что голова твоя, это Аллах дал. Если в Коране не написано про твою голову, это не говорит о том, что это не твоя. Поэтому где написано в Коране, что Аллах дает власть, Аллах дает ризак, Аллах дает знания, Аллах дает детей, Аллах дает это, это, это. Это не довод на то, что дополнительно должен Аллах назначить. Этому голова даю, этому знания даю, этому власть даю, этому это. Это же что? Это же. Это основной момент, который мы начинаем, будем на основе довода и доказательств говорить. Не успеем сегодня, то в следующий раз. Это есть основное заблуждение, вопрос номер один. Я удивительно, в конце этого видео говорит Курбан, просим закрыть эту тему. Как закрыть эту тему, если она еще не началась? Дальше. Лет назад я преподавал в соборной мечети Москвы. Однажды перед уроком я встал на молитву. Пока я молился, некий человек пошел к ребятам, которым я преподавал, и стал порицать меня за то, что я молился и совершал земной поклон на кусок блины. Ребята попросили подождать, пока я закончу молитву, и все сказать мне самому. Он так сделал. Когда я закончил молитву, мне сказали, что этот человек что-то хочет сказать мне. Тогда он подошел и стал возмущаться относительно того, что я совершал земной поклон на кусок блины. Я сказал, посмотри хорошенько на это и скажи, что это такое. Я показывал ему этот кусок глины. Он ответил, что это земля. Я сказал, хорошо. Можно ли совершать земной поклон на землю? Он ответил, да, конечно, можно. Я сказал, значит, на это можно совершать молитву? Он сказал, нет, нельзя. Все присутствующие люди стали громко хохотать. Некоторые даже подошли к нему, чтобы попытаться объяснить ему его ошибку. Так вот, уважаемый доктор, если вы принимаете все предпосылки, то у вас... Все начали хохотать вокруг, но я бы не хохотал там. Потому что большая разница. Смотрите, как прекрасно он говорит. Смотрите, он хочет свое вешать туда. В этом диспуте он свое. Каждый детал толкает, чтобы вы поняли, шиизм настоящий. А когда мы начинаем про какой-то дополнительный вешать, он говорит, нет, это же не относится к теме. Вот эта глиня относилась к теме сейчас? Нет, конечно. А почему он толкнул? Он скажет, ну, пример привел. Я и говорю, я это все в примере привожу. Мои примеры не действительно, а у него все действительно. Это хитрость, но хитрость с нами здесь не поработает. Смотрите, глиня, которая, глиня, никаких проблем нет, если ты земной поклон совершил на земле. Никаких проблем в этом нет. Вопрос следующий. Я бы там не промолчал и не хохотал бы. Я бы вам задал такой вопрос. Урван, эта земля откуда? Почему оттуда этот кусочек, а не обычная земля? Докажи мне, что оттуда должен быть. Это где написано? Если это является, намаз является религией, то докажи, что именно оттуда земля должна быть. Докажи так. Если не докажешь, и запомните, что когда у вас будет кусочек земли откуда-то, это есть уважение. А это уважение, это является таазим. А таазим камель, таазим камель, где ты специально поставишь глиню, чтобы на земле это был таазим камель, является компонент поклонения. А поклоняться кому-то, кроме Аллаха, является что? Ширк Акбар. Поэтому кусочек земли, это есть идол. Это есть ширк Акбар. Это совсем другая тема, потом будем говорить об этом. Я бы не промолчал и не хохотал бы, я бы спросил, откуда? А почему именно оттуда? Все. И тогда бы другие хохотались. Дальше. ...из них выводами. В противном случае вы можете смело делать трепанацию черепа, достать оттуда содержимое и выкинуть. Так как в таком случае содержимое черепа вам просто не нужно. Итак, доктор... Субханаллах! Сегодня Курван себя ведет по-другому. Трепанация черепа нам надо делать, чтобы выбросить в свой мозг то, что там грязь собрался и так далее. Это даже смешно. Но он это так красновидчиво говорит, что когда его слушают люди, все будет ему вот, значит, он поломал. А на самом деле мне просто смешно. Я просто даже... Ну, что к этому? Это же просто как. Я хочу сказать, что в мозг, в котором есть любовь к Али, любовь к Абу Бакру, Умару, Усману и Али, ради Аллаху ангум, этот мозг не надо трепанаться делать, а трепанаться надо делать другим. Дальше. ...это мы довода не имеем. Давайте приведем эти возражения и посмотрим, о чем они и к чему. Первое возражение. Власть не является целью. Первое, чем доктор попытался опровергнуть доводы, было то, что власть не является целью, и что шииты преувеличивают роль и значимость власти. И доказательству своего утверждения он посвятил почти половину своей речи. Что мы ответим на это возражение? А мы ответим, что мы согласны с вами, уважаемый доктор. Власть не является целью, а лишь среди инструментов. А кто сказал, что власть это цель? Как обычно, вы опровергаете собственные подозрения. Наш довод не опирается на то, что власть это цель. И как признался сам доктор, если что-то не является целью, это еще не значит, что оно не является средством. И даже более того, во время своего выступления он признался, что власть это инструмент достижения цели ислама и религии. И этого вполне достаточно, чтобы первый довод был в силе. В особенности с учетом того, что доктор неоднократно признавал, что власть это руководство милости добров. Из-за этого он сказал, что целью ислама является соблюдение прав людей. А одним из средств достижения этой цели является власть. Уважаемый доктор, как вы посмели вообще что-то возражать после того, как вы признали все предпосылки приведенного нами довода? Мы спрашиваем вас, Аллах обязал себя милостью и руководством? Вы отвечаете, да, обязал. Мы спрашиваем вас, халиф и имам являются милостью и руководством? Вы отвечаете, да, являются. Так почему же вы с нашими выводами не хотите соглашаться? Аллах обязал что? Аллах обязал значит то, что Аллах делал, это в таквине, то, что Аллах дает. Аллах, например, смотрите, как вы не понимаете религию, смотрите, когда человек прелюбодьяни делает, у него родится ребенок? Да, родится. Но он же харам делает. Но это потому, что Аллах дает дети даже через харам. То есть получается, это токвин Аллаха, аззава джаллах. Это элементарно просто. Аллах дает власть, это однозначно. И Ферауну, и Лейнину, и Сим Аллах дает власть. Это мы признаем, то, что написано в Коране, что Аллах дает власть. Но нигде в Коране не написано, еще я ни одного довода не услышал, что именно Аллах должен был выбрать или передать через своего пророка, чтобы назначить кого-то. Вот это когда мы признали, это же куфр, ложно Аллаха его посланник. Дальше. Власть является милос, но это не довод на то, что Аллах должен выбрать, или человек не может выбрать своего правителя. Какой связь с этим иметь дальше? Вы говорите, власть является светом. Как раз он здесь говорит, что власть является милостью. Я хочу спросить, смотрите, милость? Милость Аллаху каждого из нас много милости. Аллах, аззава джаллах, в Коране говорит, что Аллах дает милость? Да, говорит. Как раз вместе с властью написано, где Аллах говорит, я даю ту-ту-ту-нуль-ку-манташа, даю власть кому пожелаю, сразу следующее предложение говорит, даю уважение и честь кому пожелаю. И также Аллах говорит милость кому пожелаю. Хорошо. Получается, что и власть, и уважение, и милость Аллах дает. Хорошо. Сегодня миллион, не миллион, а сегодня много неограниченных количеств людей, у которых есть милость. Каждый должен довод показать, что это Аллах сказал про меня в откировении, что у меня власть дает. А если у него не будет довод, то значит это не Аллах дал. Это и есть довод против вас. Я вам говорю же, милость Аллаха, уважение Аллаха, то есть то, что Аллах дает уважение, то, что Аллах дает милость, это Аллах дает же. Но для этого же не нужен дополнительный довод, чтобы доказать из Курана, что раз милость Аллах дает, значит, если про кого-то будет написано в Куране, что тому Аллах даст милость, то это будет от Аллаха, а остальные не от Аллаха. Субханаллах. Это и есть. Написано, что власть Аллах дает, но это же не довод на то, что про кого будет написано, и про кого Аллах скажет, что этому я даю, то именно ему Аллах дает, а другим не дает. Как раз я и говорю, вы не понимаете то, что вы сами говорите. Власть это и есть милость. Все. Милость кто дает? Аллах дает. Власть кто дает? Аллах дает. Миллион людей, у которых сегодня милость есть. Не миллион людей, а каждый человек. Он должен доказать, что это милость от Аллаха? Нет, конечно. Каждый милость от Аллаха. Поэтому тогда, когда кто-то получил власть, то он тоже не должен доказывать, что это от Аллаха. Я еще раз говорю, на этом свете, может быть, скоро 100 халиф появится. Каждый из них будем искать в Куране? Нет, конечно. Милость Аллаха кому посчитать, тому и дает. Не надо ограничивать милость Аллаха. Аллах говорит, что это, ягоды, которые завидуют вам, пророков, что Аллах, аз-за-ву-джаллах, и про Абу-Бакр, радия Аллаху, написано, что завидуют евде, что Аллах дали ему власть. Получается, что нет, оказывается, не только евде завидуют, что Аллах дал Абу-Бакру власть, и пророку Мухаммаду, но есть другие, которые тоже завидуют Абу-Бакру, если успеем дальше, я прочитаю дальше. Спрашиваем доктора, какая власть является милостью, руководством и средством достижения цели ислама? Власть фараона или власть Сулеймана, Давуда и Мухаммада, саллаллаху алейкум алейкум ассалям? Разве ответ не очевиден? И после всего этого вы утверждаете, что Аллах оставил назначение халифа на самих людей, чтобы они по своим обычаям выбрали себе правителя. В чем вы обвиняете Бога, уважаемый доктор? В том, что он, нау-ду-биллах, не знал, кого назначить? Чтобы оказать милость своим рабам, наставить их на верный путь и достичь цели религии и ислама? Или, может, он по каким-то причинам не мог это сделать? Или вы не согласны с тем, что он добр, милостив к своим рабам и хочет наставить их на верный путь? Все. А вот это то, что, когда люди услышат, они скажут, о, что значит, астагфируллах, какие заблудчи эти суниты? Инна ли Аллаху, инна ли Хаджон. Это просто смешно даже. Это вопросы, которые он узнал, значит, вы Аллаха считаете недобрым, значит, вы Аллаха считаете слабым, значит, инна ли Аллах. Какой связи ты иметь с этим? Какой довод? Ну, докажи, я же прошу, сколько времени доводов. Обратите внимание, уважаемые брати, в шиизм, первый вопрос с шиизм, это то, что они говорят, что Аллах сам назначает халиф. Это первый вопрос. А потом, когда ты соглашаешься с тем, что Аллах сам назначает, следующий вопрос, ну, кого Аллах тогда назначил? Не написано же в Коране про Абу-Бакра? Значит, он халиф. То есть, первый тебе говорят в Коране, Аллах говорит, что Аллах сам назначает, а потом, где написано, что Абу-Бакра назначил? Все значит, у тебя не будет довод. На самом деле, это неправильно. На самом деле, неправильно в Коране не написано. в Куране что написано? в Куране то, что они говорят в Куране написано, мы читаем и изучаем и Куран это наша цель жизни и Куран это наша жизнь Куран это весь наш сердец это написано в Куране, что Аллах Аз.Д. дает халиф Аллах Аз.Д. дает власть Аллах назначил Дауду дал власть Ульталуту дал власть многому Аллах дал власть и Аллах власть дает это написано в Куране и мы абсолютно с этим согласны что Аллах, Аз-Зао-Юж creek, дает власть. Аллах, Аз-Зао-Юж � дает власть. То правильно написано? Они скажут, ну раз Аллах, Аз-Зао-Юж creek, дает власть, значит, должен быть написано про человека, у которого есть власть. Про него будет написано в Откровении, что именно тому Аллах дает власть. Нет. Вот это нигде не написано в Коране. А если написано, то пока откажите меня. То, что фиите читают общие аяты, что Аллах дает власть, это не довод на то, что именно Аллах выбирает. Нет, 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 абсолютно не довод. Это не довод на то, что Аллах должен назначить. Нет, не довод на то, что если не написано в Коране про какого-то халифа, он не будет халиф. Это не довод на то, что люди сами не могут выбрать халиф. Нет. Аллах дает власть. Аллах дает детей, например. Дети кто дает? Аллах дает же детей. Хорошо, Аллах дает детей, но для этого надо Азбаб предвести, да, надо, то есть, совокупляться, надо жить вместе и потом ребенка. Аллах дал же, Аллах дал, но Азбаб надо, надо, так же власть. Аллах Азбаб дает, дает, но надо Азбаб, Азбаб это урф. Выбрать надо его, другой механизм может быть, Аллах дал, но через Азбаб. Аллах дает знания, да, для этого ты должен поступать в университет, конечно. То есть, то, что Аллах дает, не то, что других способов нет, или выбор нельзя, или не написано, значит не дал. Обратите внимание, Аллах Азбаб дает. «Очевидный довод! Здесь не написано, что должен быть довод на то, что кому дал он, кому дал он власть, должен быть. Не написано. И дальше говорит, вот уизу манташау, вот уизу манташау дает, кому пожелает уважение и унижает. Если в государстве написано, что Аллах дает государству, Аллах дает власть, еще что написано? «Изза» написано «Уважение» написано. Ты говоришь про государство, что должен быть другой довод, а про «Иззз» почему не говоришь? В одном аяте написано «Изза и государство». Если ты говоришь, что Аллах говорит, что я даю власть, должен быть довод, должен быть мой выбор, я должен выбирать, тогда «Изза». Получается, что сегодня если то, что никому Аллах не дал «Изза», пока Аллах не сказал в Откровении, что тому я даю «Изза», нет, конечно. То, что в случае написано, например, в Коране, Аллах говорит «Я дай власть, я даю власть». Так же написано в Коране «Я даю риза, я дал риза». Так же написано в Коране «Я даю детей, я дал детей». Они скажут например Прабу Бакр в Откровении не написано, что Аллах дает ему халифат. Но это не то, что Аллах не дал ему халифат, потому что Аллах ему еще дал «Изза», уважение. Но другим Аллах сегодня не дает из-за уважения. В этом же айте написано. Ты должен довод принести на то, что где написано тому уважение. Вы понимаете о чем? Коран Иис, Ищетип, часто читает это айте и говорит, вот написано, что Аллах даст власть, вот написано, что Аллах обещает власть Ибрагиму алейсаламу, вот написано, что власть тому Аллах дал. Кто сомневается в этом? У нас нет никакого сомнения в этом. Мы говорим довод на то, что это айте, которые вы прочитаете, это принимается для того, чтобы не выбрать своего халифа. Где в Коране написано, что не должны выбирать свой халиф? А где написано? Покажите меня, где? Или же где написано в Коране, что Аллах должен назначать? У нас, на самом деле, смотрите, проблема здесь другая. Проблема такая, что у нас нету разногласий в том, что Аллах дает власть. А у нас разногласий в том, что где написано, что Аллах назначает власть. Дает власть, это ирта, а назначат, это интихаб. Аллах говорит в Коране, Те, которые возражают, почему Аллах дал такому. В частности, это общий аят, в частности, по Абу Бакру, алейхиссалам. Те люди, которые сегодня возражают, почему Абу Бакру был власть, Аллах, аз. 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 говорит про них же. Ам ляхум насыба миналь мульки, фаиза ляйуту на наса накира. Если у них был бы в контроле власть, то они бы не дали, никак пятно бы не дали Абу Бакру. Но Аллах, аз. аз. говорит, это в моем контроле, кому я пожелаю, тому и даю. Это не в контроле в шиитах и так далее. Илляху, аз. 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 говорит, неужели они будут завидовать? Неужели они будут завидовать то, что Аллах дал их свои благи? Благи по отношению к Мухаммаду, это откровение. По отношению к Абу Бакру, это является власть. По отношению к другому, это другая блага. По отношению к какой-то айлима, это знание. под нашу любая фазл это благо за виду вот не надо почему у него благо было не только показывается яхуди за виду не переживайте али Ибрахима вы были евреи вам Аллах даровал книги даровал мудрость и даровал им великим у вас тоже Аллах испытывал у вас тоже Аллах даровал сейчас не надо завидовать дальше тем более как Мухаммаду Расуллах является Али Ибрахим Али Ибрахим у нас доказано из этого аята поэтому возражение против власти Абубакара это возражение против Курана обратите внимание это на самом деле два важных вопроса две важные вопросы первый когда человек говорит что Аллах дает власть это и кому Аллах смотрите когда человек говорит Аллах дает власть и кому Аллах дал власть таким таким Аллах дал власть Дауду, Туалуту и так далее это абсолютно правильно в этом никакое сомнение и сомневаться в этом является куфар Акбар но номер второй вопрос когда человек говорит что Аллах выбирает правителя и правитель будет человек, которого Аллах выбрал, избрал Аллах, выбрал Аллах, и люди не имеют права выбрать своего правителя, то это является куфр-акбар. Две разные вопросы. Почему? Потому что ложный Аллах, его посланник. Человек вышел из ислама, вы скажете, а почему, если человек сказал, что не будет того человек правитель, харифа не будет, про кого он не скажет, не скажет Аллах, потому что Аллах предписал себе, что он дает власть, и пока Аллах не скажет в Куране, или в Откровении, что тому я даю его власть, он не будет власть, и не имеет права людей, чтобы они выбрали своего правителя, это почему куфр? То есть убеждение шиитов, которые вы сегодня говорите. Почему это куфр-акбар? Какой довод на это? Это потому что ложный Аллах, его посланника. Нигде не написано, нигде не говорит о том, что человек не будет, у человека, который не сказал, Аллах не выбрал, то он не будет хариф, не написано такое в Куране. Не написано, что нельзя выбрать своего харифа. Такое, они ложно говорят на Аллаха, его посланника. А ложный Аллах, его посланник, это что? Если вы скажете, что написано в Куране, или в Сунне где-то, что Аллах говорит, что не выбирайте своего правителя, то покажите нам, где это написано. Или вы скажете, что в Коране где-то написано, что Аллах выбирает правителя, то покажите нам, где написано «выбирает Аллах правитель». «Дас» и «выбират» — это другое вещь. «Отдат» — это другое, а «интихаб» — выбор — это другое. Выбрать какого-то правителя — это не написано в Коране, что именно того Аллах выберет, про кого Аллах скажет, будет официальный легитимный халиф. Не написано. Не написано. Если написано, то покажите нам, где. А это не написано, это ложно Аллаха и его посланника. И Аллах Аз. говорит, что те, которые являются кафирами, являются ложно Аллаха, сочиняют ложно Аллаха. Довод на то, что сочиняют ложно Аллаха является куфар Акбар. Аллах Аз. говорит, «Аллах Аз. говорит, кто может быть боли, 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 несправедливы, того, кто сочиняет ложно Аллаха». Сура Алян. 21. Аллах Аз. говорит, «Аллах Аз. говорит, «Воя ума лقيамати, тарал лазиена кадабу и введи штыусуддин тей, которые ложста чиняет ложно Аллаха. Ужууху мусудда, ли цейх будет черный. Аллах Аз. говорит, «Жаханна ма ссаллил мутакаббирин». Разве, длэвисы камер, длэвисы камерних людей, мистан, явлэйса. Мистан, явлэйса. Мистан, явлэйса. Явлэйса. и Аллах А.С. говорит я июханнасу кулуми мимма фил арди халалам тайеба Аллах А.С. говорит у люди кушайте ешьте то что Аллах дают вам на земле халал и чист дозволен и чист я июханнас кулуми мимма фил арди халалам тайеба вала табталю хуфуати шайтане не последовайте за шагами шайтана это являлся для вас явный враг он призывает вас к плохому к мерзостю и к тому что вы сказали то что вы не знаете если вы знаете что написано в Коране что Аллах выбирает покажите мне слово выбор что Аллах избирает или выбирает выбирает покажите слово где выбирает халиф это же вы сочиняли от себя где написано что люди не должны где Аллах делал харамам что запрещает Аллах А.С. выбирать где написано где написано это поле смотрите Аллах А.С. говорит Аллах А.С. говорит завершил вам ваша религия в суре в суре А.С. номер 3 все завершил религия в этом завершении религии что ты добавил и делал эти религии это это куфр обратите внимание сказать что выбор халифа не написано нигде в Коране в суре что выбор халифа является религия ты добавил от себя в религии стал кафером потому что почему кафером стал потому что ты придумал новые религии Аллах А.С. в Коране говорит для них есть другие объекты поклонения которые они поклоняются которые для них придумали озаконили делали устанавливали шариат то что Аллах не разрешил то что Аллах не сказал то есть оказывается в шиитов какой-то другой шариат где написано что Аллах выбирает правитель а это в Коране где написано что если какой-то другой шариат что люди не имеют права выбрать по своей урфу своего халифа. Где запрещено? То, что вы говорите, это харам, а то, что вы говорите, что Аллах выбирает, а то, что вы говорите, что про кого не написано в Коране или в Откровении он не может быть халифа, это ваша новая религия, которую для вас придумали, ваши широка. Аллах Аз.Д. говорит, ам лахум широка? Неужели для них есть широка? То есть объектами поклонения, помимо Аллаха, то есть сотоварищами с Аллахом. Шау лахум минад дин. Они придумали для них религия, который Аллах не разрешил. Это аят указывает на то, что никто, кроме Аллаха, не имеет права, чтобы что-то хоть малейшее что-то добавить в религии. Даже Мухаммаду Расулу Аллах, салаллаху алейхи ва алейхи ва салам, не имеет права добавить что-то в религии. То, что он получал в Коране и Сунне, это откровение было. Без откровения его слова не являются религией. Даже Мухаммаду Расулу Аллах, салаллаху алейхи ва алейхи ва салам, его слова, его дела обычно не являются религия как может быть чья-то другая слова и чья-то философия может религия это Ширк Акбар 21 я вам прочитал очень осторожный Ислам это очень осторожная религия это не так просто Аллах Азаджалла дети дают это Та-Квин вам надо знать чем отличается Та-Ширк Ат-Та-Квин если вы это не знаете поэтому вы не знаете Коран потому что вы не знаете Хиси от Ма'нови чем отличается Рабуби от Улюхи чем отличается Та-Квин от Таширк чем отличается это правильный же знать тогда только открыть Коран и изучать его это с учителями надо изучать не просто так, а то попадаете в заблуждение вы доказываете из Коран то, что Аллах Азаджалла не сказал Аллах Азаджалла говорит Аллах дает детей правильно кому Аллах дает Коран и написано кому Аллах дает мальчик кому Аллах дает девочка кому Аллах вообще не дает Но если ребенка рожает без никах, то это будет неправильно, харам будет. А если с никах, то это будет... Обратите внимание, человек зина делал, у него рождается ребенок. Это ребенок кто дал? Аллах дал. А вопрос такой, это же харам, почему Аллах дал? Это тэквин, потому что вы даже не знаете, что такое тэквин и что такое тэшрия. Получается, что для того, чтобы приобрести ребенка, для этого тэшрия является никах. Аллах сказал, никах делайте, потом рожайте детей. Это тэшрия, это шара. А тэквин, это просто то, что процесс, автоматический процесс, что у вас будет ребенок, даже если не будет или не будет. Аллах говорит, кушайте халал. Халал, кушайте, это тэшрия. Но если вы воровали яблоко, например, и кушали, то тоже пропадает ваш голод. Почему пропадает голод, если вы харам кушали? Потому что это тэквин, не тэшрия. Аллах тебе не разрешает воровать, но Аллах делает так способность, в это яблоко так положил, что пропадает твой голод. Аллах, аззава жалла, говорит, знания я даю. Хорошо, Аллах дает знания. Ты должен выбрать какого-то университета и так далее. Точно так же для государства ты должен выбрать и систему и так далее. Мы еще раз говорим, Аллах в Коране часто говорит, Аллах дает ризык. Ризык Аллах дает. Написано? Написано. Но этот ризык надо искать или не надо искать? Дома надо сидеть. Конечно, искать. Так же Аллах, аззава жалла, говорит, Аллах дает власть. Но это не говорит о том, что выбрать его нельзя. Инна лиллаху, а инна лилайху, раджу он. Себя не надо подчинить Ислам. Те люди, которые действительно Ахлюл-Байт подчиняются, то есть мы, поняли Ислам так, как на самом деле Ахлюл-Байт поняли, как Али, как Аиша, как Ибн Аббас, как другие-другие из подвижники поняли. Они поняли, а те, которые ложно себе предписывают к Ахлюл-Байт, они ничего не поняли из религии. Аллах, аззава жалла, ризах дает. Это значит, выбрать не надо ничего. Обратите внимание, только что это я прочитал. Неужели они будут завидовать то, что Аллах даровал кому-то благо? Благо это что? Это власть. Аллах, аззава жалла, назвал что властью? Благо. И также Аллах, аззава жалла, в суру Аль-Джумуа говорит, когда намаз заканчивается, то ищите благо. Получается, что Аллах назвал власть благо, и также говорит, ищите это благо. То есть получается, фадл это власть, а и Аллах, аззава жалла, говорит, ищите его. Довод на то, что надо искать эту власть, надо людям говорить, что люди, Ислам это истинный выбор и так далее. И не надо следить, что Аллах скажет про тебя, что у тебя будет власть. Аллах, аззава жалла, выбирает, Аллах говорит, Не выбирает Аллах аджа ваучал Аллах продает Ты не увид dancer Разве не посмотрел Разве ты не слышал от ее человека Который припирался с Ибраимом Насчет его господа Что говорит Что говорит Про кого сказано Про кафир той Пред н которой сказано Он припирался с Ибраимом Что Аллах ази ваучал Даровал ему мульк ему власть Сура 285 Где написал Атаху Аллаху мульк Капиру Про кафир Аллах говорит Аллах давал ему власть Теперь что? А нам тараил Аллазий хаджи Ибрахима Фи Раббихи Ан атаху Аллаху мульк Про кафир Аллах Аззава Джалла говорит Аллах давал ему власть Все Кафирам у кафиру Которую власть есть Это тоже Аллах дал Но это таквин Это не ташриа То есть получается так Что ташриа Выбор своего правителя Не является религией Понимаете? В каждом вопросе Есть свой таквин И свой ташриа Про никах я вам пример дал Про знания дал так же Про власть В власть есть таквин И ташриа Таквин это то что Аллах дает А ташриа Это вы должны Вести эту систему По Курану и Суна И должны Ташриа власти какой? Шарятский част Шарятский част В каком-то государстве Или в каком-то власти Какой? Права Аллаха Права людей Это Куран говорит А ташриа Часть какой? Это то что Аллах дает Таквин это каждому Ленину Аллах дал власть Это таквин Фераону дал этот таквин Каждому Али Ради Аллаху Усману Абубакру Это всем Аллах Аззава Джалла Дал власть этот таквин Дальше Ташриа какой? Ташриа Это не сказано Про индивидуала Ташриа Общий в шариате Сказано Вы выполняете Права Аллаха И права людей Но вы не знаете Разницы между Ташрией и таквин Аллах Аззава Джалла Говорит Ты Фераону дал украшения И ты Фераону дал власть И ты Фераону дал мирскую вещь Раббана Алиюдил Для того чтобы люди попали в заблуждение Ансабелик от твоей пути То есть Сура Юнас Айт номер 88 Обратите внимание Что Аллах Аззава Джалла говорит Разве для меня не власть? Властью Мисра И разве это Сура Зухаруфа Айт номер 51 Довод на то что Довод на то что Аллах власть был в кого у Фераона Это про эту власть Аллах что говорит? Муса говорит Это ты Ты дал Средства это То есть Это жалуется не на Аллаха А жалуется на Фераона Что он Ты дал ему власть Ты дал ему зина Ты дал ему имущество И так далее И он Ослушается И уводит людей в заблуждение Баракаллаху фикум Получается так что Аллах Аззава Джалла Иногда дает власть Кому кафиру Чтобы Люди поняли Поняли силу Аллаха А второе Чтобы Люди Благодарность проявили Когда у них Власть придет из кафира К ним Если Аллах Смотрите Если Аллах Аззава Джалла Дает взял ему власть То люди Народу Надо Тауба Делать Чтобы Аллах Поменял эту власть Потому что Из-за людей За то что Люди сочиняют Люди много грехи Дирают Поэтому власть Плохой придет А когда люди Хорошо себя ведут То Аллах Аззава Джалла Обещает В Коране Мы же написаны Мы же проходили Это аят И мы же говорили Аллах поменяет Власть тоже Это земля Аллах создал Аллах Аззава Джалла Как вести систему Этой земли Это Аллах Аззава Джалла Лучше знает Иногда бывает система Которая Ведет Аллах Аззава Джалла И для этого Очень много примеров Сейчас у нас Нету время примеров Просто Барак Аллаху Фикум Я хочу Предложить следующее Самое важное То что относится Сегодняшним урокам Очень Очень Относится К сегодняшним урокам А это предложение То чтобы я И все Намерения поменяли Что мы Наша цель Не должен быть Кто-то А наша цель Должен быть Довольство Аллаха Все Это очень важно Это как раз Относится к этой теме Чтобы мы Намерения делали Чтобы мы Искали Не то Чтобы доказать Свое А именно Что намерения Правильно делали Чтобы Довольство Аллаха Получать А вопрос Следующий Под получается Такой Как нам надо Довольство Аллаха Получать Из этого о Куране и Сунна, как мы можем довольство Аллаха получать? И очень простой и ясный и явный вопрос. Никакой мусульман не может противоречиться этому, потому что ответ написано в Куране. А это простой, очень идеальный ответ такой, что Аллах Аззаваджалла в Куране говорит, что были люди, которые получили довольство. Вот так будете себя вести и так будете понимать Куран и Сунна, то вы тоже получите довольство Аллаха. Тогда следующий вопрос такой, какие же это люди, которые получили довольство Аллаха? Если мы сегодня тоже так же поймем Куран и Сунна, то мы получим доволство Аллаха. Какие же это люди? Нам надо показать, срочно надо искать, потому что нам нужно и доволство Аллаха. Мы ищем доволство Аллаха, нам срочно нужно искать те, которые получили уже. Потому что когда кто-то что-то получил, и Аллах об этом объявил, то значит нет сомнений в этом. Нам надо точно так же понимать этот Куран. Оказались это с подвижниками. Про с подвижник Аллаху в Куране говорит в сурат-Тауба от номер 100, что они получили доволство Аллаха. Аллах Аззава Он говорит, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Шиити говорят, это и говорят про Али, это сказано про Али, я это не буду говорить, что они говорят, но они знают, что они говорят, я это слова не буду добавлять. Теперь смотрите, Аллах Аззава Джалла говорит, Обратите внимание, Аллаху Акбар, те, которые первые хиджра делали, Аллах им объявляет довольство, и те, которые присоединились, попозже делали. Если вы скажете, это про Али, ты мне скажите теперь, Али первый хиджра делал Абу Бакар, Али, раздавал он, уже остался в Маке, а Абу Бакар, раздавал он, первый Али хиджру совершил, и Аллах Аззава Джалла говорит, про те, которые первые совершили, говорит, в первую очередь речь идет про Абу Бакар, потому что Абу Бакар, именно вместе с пророком был. Дальше про Али речь идет? Конечно, идет. У нас нет никакой ненависти к Али, раздавал он, и те, которые последовали, потом делали хиджр после них. Ради Аллаху анхум, ва раду анхум, Аллах им доволен, Аллах объявляет свое довольство им. Аллах приготовил для них рай, а шииты сказали, но они потом стали лицемирами. Значит, рай, который Аллах приготовил, это все зря приготовил. Аллах не знал. Аллах Аззава Джалла говорит, для них Аллах готовил рай. Но когда Аллах готовил, не знал, что Абу Бакар и Умар потом кафирами становятся. Саи Аль-Бухари, хадис передает, Расул Аллах, салалаллаху алейхи والсаляму, говорит, я увидел в раю дом, но не зашел туда, мне сказали, что это дом Умара. Потому что думал, что Умар ревнюй. Умар заплакал и сказал, упаснанник Аллах, не подношен к тебе же я ревнюю. Саи Аль-Бухари, хадис передает, посланник Аллах говорит, я увидел в раю дом Умара, алейхи саляма. В Коране Аллах, Аззава Джалле, говорит, но оказывается не знал что оказывается они потом лицемирами станут и нам предлагают чтобы мы терпинаться делали это кому надо делать терпинаться чтобы выкинуть эту грязь из мозга Аллах говорит что нет сомнения в том что ты сподвижники это и ансары и мухаджиры и так далее и Аллах Аззаваджил говорит Аллах Акбар четко сказано Аллах говорит я доволен тем кто присягу дали тебе под дерево скажите мне это кто был только Али или там были больше тысяч еще сподвижники Аллах Акбар или это надо аннулировать это аят значит куфор не делайте с аятами Аллаха доволен сподвижники получали теперь если вам нужно доволен то у вас другой путь нет потому что путь только один Аллах Аззаваджил в Коране говорит что в Коране Аллах Аззаваджил говорит о том что путь у вас только единственный сират потому что он единственный путь а это путь чья кто получил доволен а это кто получил доволен сподвижники туда уходят и Али и Хасан и Хусейн и сподвижники и супруги и Фатима и все разъまず Аллаху мы когда говорим сподвижник это не значит ахлибэль мы отделяем ахлибэль это конечно туда входит не надо разделять сподвижники ахлибэль нет 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 Нет, это ложная классификация. Аль-Байд мы любим. Аль-Байд это есть как раз из подвижники. Мы вместе говорим, мы не скручиваем. Али, наш учитель, наши книги, посмотрите. Очень много аят, и мы поняли так, как Али, он понял. И передаем. Али, он говорит, Аллах, которые уверовали, если кто-то из вас стал муртадом, то Аллах приведет такой народ, они будут Аллаха любить, и Аллах их будет любить. Аллаху Акбар. Сура Аль-Майд, номер 54, 55. Обратите внимание. Стали после пророка с Аллахом? Да, стали. Стали. Кто с ними сражался? Фасауфа я ати Аллах. Кто? Обратите внимание. Те муртады, которые, в Кур'ан сказал, что ты, если кто-то стал муртад, стали, да, стали. Сахия Аль-Бухари, откройте. Люди стали муртадами после пророка с Аллаху алейхи вассалям. И Аллах, Аззава и Джалла, говорит, если вы стали муртады, то фасауфа я ати Аллаху. Аллах приведет против вас ковмин народ. А этого человека, который сражался с этим муртадом, это кто был? Абу Бакар алейхи вассалям. Бе ковмин. Ковмин это сподвижники. Юхеббу хуму, юхеббу наху. Аллах объявляет. Что объявляет? Аллах их будет любить, и они Аллаха будут любить. То есть Абу Бакар алейхи вассалям, Умар алейхи вассалям и другие сподвижники, радия Аллаху анхум. В первую очередь Абу Бакар сражался с муртадами. Аллах, Аззава и Джалла, говорит, из вас, когда кто-то стал муртад, и против них будет, кого Аллах поставил против них, они будут такие люди, которые Аллах их любит, и они любят Аллаха. Ибни Абий Хатим, посмотрите, قال Хасан, Хасан албасри говорит, «Хуо в Аллахи Аллаху Акбар». Смотрите, как религия поняли, что ученики подвижников, Хасан албасри, что говорит? Ибни Абий Хатим передает, «Аб Хасан албасри, и говорит, «Юхеббу нахуму, юхеббу наху». «Юхеббу хуму, юхеббу нах». Калил Хасан, Хасан говорит, «Хуо в Аллахи Абу Бакар». «У Асхабу». Это «В Аллахи» речь идет про Абу Бакар, потому что он сражался. У Асхабу и его сподвижники, сподвижники, кто бил Умар, бил Усман, бил Али, бил Абдурахман, бил Ауфель и другие били, радия Аллаху анум. Обратите внимание, нам надо понимать, как религия поняли Ахлы Баид. Ах, кто поняли? Ибнам Ар-Рази передает, «Тафсир дает этому аяту». Обратите внимание, Он сказал что, что Али и Аби Талиб, Али и Аби Талиб, Али и Аби Талиб, Адхаку и Абн Гурейдж, И Асан сказал, и Адхак сказал, И Абон Бакр, он Абон Бакр и его семьи, и был Абон Бакр и был в Подвижнике, потому что они были умираем. Они говорят, что Али говорит, что имам Рад передают от него. Теперь есть у нас какой-то другой путь? Нет. Аллах говорит, это единственный путь в подвижниках, надо понимать религию, так как они поняли довольство получить, иначе не получить. Аллах говорит, если они остальные так уверовали, как вы в подвижнике уверовали, как вы уверовали сегодня, обращение к кому? Те, которые жили во время пророка, Абу Бакра, Умара, Утман, Али, Ради Алллаху о.Н envидbrand, Mustps, по-анна Они не воистине, они не на путь, где довольства получить. Они в щикак. Коран говорит они в щикак. Сура Аль-Бақы 137. Расулул Аллаху салалалу алейхи васалам говорит, Абдуллах и Масуд, рази Аллаху, говорит, «Хатта Расулуллах салалалу алейхи хаттам бедихи начертил черту. Сума сказал, хаза сабилу Аллах, это путь Аллаха мустықима парамая». «Сумма хаттай мини вашиманих», потом вычеркнули другие, другие черты справа-слева, «Сумма кала хадихи субур» — это разные пути. Получается, путь сколько? Один, единственный путь. По этому пути, если будешь идти, то получишь довольство Аллаха. Это путь сподвижников, они получили довольство Аллаха. И посланник Аллаха сказал, «Валейса мин хасабил» — и нет другой, и любой путь из этих разных чертей, которые начертил по разной стороне, «Илля алейхи с шайтан» — это пути на каждого из шайтана, то есть шайтанские пути бросите. «Яд'у илейхи» — это шайтан вас призывает туда. Сумма кала потом прочитал, посланник Аллах прочитал аят, «Ва анна хаза сурати мустакиман, фаттаби'уху, вала таттабу'у субуря». Сура лан'ама, это номер 153, прочитал. Мусуль Ахмад бин хамбал 4423, сабин хидбан, хадис номер 7, суннаддарь, 222, Мусуль гааси хим 2865, хадис явалияса «сахия». «Аллах Аза و جля говорит, «Ва мон ю шаааакик Расула мин баѓд ما تбейна лау 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 лауу лау лауа, ва иаттаби гайр саби лау 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 лау. Сура Миса 115. Если ты враждой посланником Аллаха и выбрал не путь сподвижников, не путь сподвижников, Аллаху Акбар, нуваллихи ма тавалла, вануслихи джаханном васа от ма сира. Аллах Аззава Джалла говорит, Аллах его направит в заблуждение, куда он хотел, и он попадает в лави, и плохое место для пробивания. Смотрите все это в сирах. Поэтому единственный путь, если мы довольство Аллаха получим, давайте вернемся к Курану и суннаму понимания сподвижников. На сегодня все, завтра продолжим. Ауду биллахи мина шейтанирадзиим, бисмиллахи рахмани рахима. Итак, уточняющие вопросы относительно выступления уважаемого доктора. Уважаемый доктор, я только начинаю знакомиться с вашими идеями, и очень многое пока мне просто непонятно. Хотя я очень тщательно изучаю ваше выступление. Я даже скажу более того, на один час вашего выступления у меня уходит 8 часов. Я где-то 8-7 часов прослушиваю то, что вы говорите. Поэтому дело не в том, что я вас не слушаю, и дело не в том, что я невнимательно вас слушаю. Ничего подобного. Но я очень внимательно вас слушаю, очень долго вас слушаю, и все выписываю, и все у меня перед глазами. Но я все равно многого не понимаю, мне очень тяжело вас понять. Поэтому будьте так добры, уважаемый доктор, быть более терпеливым по отношению ко мне, и ответить мне на вопросы, которые мне просто непонятны. И прошу вас отвечать конкретно, потому что когда вы отходите, начинаете приводить доводы, доказательства, отвлекаетесь на другие темы, отвлекаетесь на критику, отвлекаетесь на доводы и так далее, я просто теряю ответ и не понимаю, что вы хотели сказать. Все расплывается, ответ ваш расплывается. И поэтому прошу вас ответить на мои вопросы четко и понятно, чтобы я мог получить четкое и ясное представление о ваших взглядах и о вашей позиции. Итак, первый вопрос. Уважаемый доктор, отвечая на 25 вопрос, вы сказали, что Аллах не хотел, чтобы люди подчинялись фараону. А в последней своей речи сказали, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись всем правителям, даже кафирам и залимам. Объясните, пожалуйста, мне в данном случае видится противоречие. Будьте добры объяснить, если Аллах хочет, чтобы подчинялись всем правителям, то почему Он не хотел, чтобы подчинялись фараону? Или я что-то неправильно понял? Объясните этот момент, пожалуйста. Второй вопрос. Вы сказали, что власть Ибрагима, алейхиссалам, была ма'нави властью, а не хисси. А потом сказали, что ма'нави власть выше хисси власти. Мой вопрос. Почему ма'нави власть выше и чем она выше? Третий вопрос. Вы сказали, что ма'нави власть – это вообще не власть. Мой вопрос. Почему ма'нави власть – это не власть? Четвертый вопрос. Вы сказали, маэнави власть это когда власть отсутствует. У меня, у Курбана нет власти. Значит ли это, что у меня есть маэнави власть? Пятый вопрос. Как узнать, у кого есть маэнави власть, а у кого ее нет? Шестой вопрос. Почему маэнави власть является разновидностью власти, если это отсутствие власти? Седьмой вопрос. Вы сказали, что урф это не значит, что большинство. Мы, как вы сами сказали, не поняли, что такое урф. Объясните, пожалуйста, что такое урф? Восьмой вопрос. Вы сказали, что ислам не говорит о большинстве, а ислам говорит о шуре, совете. Правильно ли я вас понял, уважаемый доктор, что по исламу правителя должна выбирать шура, совет? И если я вас неправильно понял, то что значит ислам говорит о шуре? Девятый вопрос. Обязательно ли нужно подчиняться и следовать за правителем, чтобы не было фасада? Или достаточно не поднимать восстание, не поднимать революционное волнение, достаточно не начинать общественные беспорядки, общественные волнения? Десятый вопрос. Что значит халиф пророка? Одиннадцатый вопрос. Вы сказали, что урф это объяснение. Скажите, пожалуйста, чье объяснение? Кто объясняет? Двенадцатый вопрос. Вы сказали, что пророк, саллаху алейхи ва салям, сказал, что следующий правитель будет из Курейша. Скажите, пожалуйста, это предсказание или призыв? Тринадцатый вопрос. Если бы Абу-Бакр был самым знающим, храбрым, верующим, богобоязненным и достойным на пост халифа человеком, то было бы милостью Аллаха, если Аллах сказал людям, о люди, подчиняйтесь Абу-Бакру и следуйте за ним. Четырнадцатый и последний вопрос. Была ли власть фараона милостью для него, для фараона? Ауду биллях, имена шаритовани радии, бисмиллях, рахмани, рахиме. Итак, уточняющие вопросы относительно выступления уважаемого доктора. Уважаемый доктор, я только начинаю знакомиться с вашими идеями, и очень многое пока мне просто непонятно. Хотя я очень тщательно изучаю ваше выступление, я даже скажу более того, на один час вашего выступления у меня уходит 8 часов. Я где-то 8-7 часов прослушиваю то, что вы говорите. Поэтому дело не в том, что я вас не слушаю, и дело не в том, что я невнимательно вас слушаю. Ничего подобного. Я очень внимательно вас слушаю, очень долго вас слушаю, и все выписываю, и все у меня перед глазами. Но я все равно многого не понимаю, и мне очень тяжело вас понять. Поэтому будьте так добры, уважаемый доктор, быть более терпеливым по отношению ко мне, и ответить мне на вопросы, которые мне просто непонятны. И прошу вас отвечать конкретно, потому что когда вы отходите, начинаете приводить доводы, доказательства, отвлекаетесь на другие темы, отвлекаетесь на критику, отвлекаетесь на доводы и так далее. Я просто теряю ответ и не понимаю, что вы хотели сказать. Все расплывается, ответ ваш расплывается. И поэтому прошу вас ответить на мои вопросы четко и понятно, чтобы я мог получить четко и ясное представление о ваших взглядах и о вашей позиции. Баракаллаху фейкум алейкум, са-салаху ва써-салаху ва religious lagartuhu, брати, вы видели? Вы видели ли разница между коробаном и вахаб retractам? Нрав отличается. Навучитесь нрав. Это есть нрав. Человек говорит, я слушаю ваш один час восемь часов значит у человека и стала воду у него нет высокой мере то что касается другим так недавно которые люди так фирование сели и этот и тактича хильки каферки даджалки такой такой и при этом они говорили меня никогда служит вас я там кое-что что-то послушал ну дальше терпение вот она служит если ты не слышал как ты можешь обсуждать что-то поэтому я предлагаю ким у хабистом которые недавно против противостояли и кричали научитесь у курвана сначала научитесь слушать другого и запомните что когда ты научился слушать другого то значит начало есть у тебя значит все это есть успехи когда ты знаешь когда ты узел как когда ты знаешь когда ты можешь кого-то услышать и послушать и как он говорит что вы слышали что говорит курбан а вы слушали то что говорит там другие явно видно у кого есть нрав у кого и стала у кого есть высокой мере поэтому если нас человек говорит ты даджал ты джагиль ты кафир ты ты такой 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 и говорит ну я там никогда меня слушать тебя один меня пришел и говорит мне что-то по ватсапу пишите говорит так так я говорю вы кто брат ты должен знать твои муриди должны были сказать про меня кто я такой суханаллах я хочу и почему я должен знать это в то что курван сейчас сказал это надо передать тем у хабистом который слепо следовать другим свою религию придумали ложную им надо чтобы они научились себе вести и вы научились как диспутно провести другого надо услышать сначала они то что делали они очень хорошо очень похвально я не говорю что в моем уроке что-то такой супер есть такой 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 есть который нигде больше не нельзя научить это не говорю я говорю я у вас буду учиться вы у меня что-то возьмете может если возьмете ну хотя бы слушать то надо чтобы ответить меня это очень хорошо дальше итак первый вопрос уважаемый доктор отвечая на 25 вопрос вы сказали что Аллах не хотел чтобы люди подчинялись фараону а в последней своей речи сказали что Аллах хочет чтобы люди подчинялись всем правителям даже кафирам и залимам объясните пожалуйста мне в данном случае видится противоречие будьте добры объяснить если Аллах хочет чтобы подчинялись всем правителям то почему он не хотел чтобы подчинялись фараону или я что-то неправильно понял объясните этот момент пожалуйста баракаллаху фикум вопрос ясно что в одном месте я говорю что Аллах не хотел чтобы люди подчинились фараону и в другом месте я говорю что Аллах хочет чтобы люди чтобы люди подчинялись правителям и Аллах приказывает хорошо на русском языке есть слово хочет это охота это намерение это что это и рада Аллах хочет а рада Аллах захотел например у Аллах есть такое действие и рада то есть Аллах хочет и не хочет это что значит в одном месте я говорю что Аллах не хотел а в другой месте то это это очень правильный вопрос и правильно задал вопрос для того чтобы человек это вопрос понял надо знать ему что именно и рада то есть рада Аллах то есть то что охота то что Аллах хочет или не хочет то есть хочет Аллах это слово надо понимать так что есть в своем таквине а а есть уфташрия это очень то есть мы даже уже говорили об этом и например смотрите Ахмад берет оружие и убивает допустим Умара Ахмад убил Умара то вопрос такой Аллах хотел то есть Аллах Аллах без воли Аллаха без охоты Аллаха без и рада Аллах он умер Аллах не хотел ли он умер Аллах хочет чтобы он умер или Аллах не хочет то здесь человек думает что как ответить это же сказать если что Аллах хочет сказать если Аллах хочет то получается что Аллах же запрещает в Коране чтобы люди не хотят убивали друг друга а если сказать что аллах не хотим то получается как без воли аллаха произошло что-то поэтому надо знать что и рада ладовая два вида так вы то есть в своем так вини аллах все то что вы делаете в таквине аллах и рада аллах отец охота аллах и он хочет в так и не безволья лава вы не можете делать не можете убивать кого-то не можете идет при люба дьяни не можете театр вы петь виновен вы не можете любой храм даже колдовство не может действовать без воли аллахо колдун когда колдует он бонит смог колдот колдовать если бы это не был изин аллаха без без ниллах происходит все а это is an all a это в таквине это разрешение аллаха вот так вини Теперь мы приходим, в таквине мы не вмешиваемся. В таквине даже мы не думаем, не вмешиваемся, все. То, что происходит, это все от Аллаха, без Нилла все происходит. Человек убил, тоже без Ниллах. Человек выпил войну, тоже без Ниллах. Все, это все без Ниллах, без Ниллах, с дозволения Аллаха. Аллах это хотел, так получилось. Когда мы приходим в Ташри'у, когда мы будем говорить на состарании шариата, Аллах, из-за Аллаха есть убивать человека? Нет, в Ташри'е Аллах не разрешает, запрещено. Не хочет Аллах, чтобы человек убил человека, не хочет Аллах, чтобы человек прелюбодянный делал, не хочет Аллах, чтобы человек харам делал и так далее. Получается так, что в этом первая разница. Поэтому хочет Аллах, не хочет Аллах, надо поэтому узнать. Что касается конкретно правителя, например, Ферауна или другого, или другого правителя, любого правителя, то насчет Ферауна, например. Насчет Ферауна дал Аллах Ферауну в власть? Да, дал. Потом Аллах приказал слушать Ферауну. Это значит, любой тагут, любой власть. Например, где вы живете сегодня, там же не исламский власть, например. Или даже, может быть, какой-то власть тагута, или какой-то власть просто христианина, или какой-то власть мусульмана, и разница нет. В этом власти есть кое-что, которое Аллах хочет, чтобы вы подчинились. А это кое-что-что. То, что приводит к фасаду из ульм. Если вы, например, скажете, такое написано, скорость должен не перевещать 40, а ты говоришь, да без разницы, там написано, не слушай, это тагут, все. И проехал 150, в аварии попал. На красный, красный горит, а ты не остановился. Скажет, это тагут, зачем мне их правила слушать, все, их законах подчиняться. Проехал, в аварии попался. Или в аварии не попал, но ГАИ тебя остановили, и штраф взял. За это, то, что ты заплатил ГАИ, или штраф платил, за это надо было взять тебе яблоки домой. Ты это и сразу делал, харам делал, попал в грех. Поэтому тебе надо было слушать, ты фасад делал, в аварии попал, другого убил. Ты сам, ладно, умер, потому что муссид. Но ты попал в аварии, где ребенок умер из-за тебя. Женщина умерла из-за тебя. Ты фасад делаешь, если все мусульмане так себя начнут ввести, миллион мусульман, и не будет никаких законов придерживаться, то все, фасад будет во всем планете. А ислам запрещает фасад. Поэтому, даже если ты не будешь смотреть, правитель кто? Таагут, мусульманин, христианин. Кто бы ни был, ты должен подчиняться в тех вопросах, которые приводят к фасаду и зульму. В этом вопросах подчиняться. Тем более в тех вопросах, то есть в ясный хадис, если мусульманин Ахмадьева перейдет подчинение в Мауруфе. А Мауруф это что? То, что люди это считают нормально, то это в этом подчинение. Мауруф это не только со стороны шариата. Мауруф бывает со стороны шариата и со стороны Уруфа. Мауруф от слова Уруф. То есть запрещено подчиняться только в чем? Нету подчинения Махлюка во слушании Аллаха. Все. Когда тебе какой-то правитель, даже если он является Абу Бакар, даже если он тебе скажет, делай это, а это харам, например, Аллах запрещает, ты не должен слушаться. Тем более, конечно, не может быть подчинение какого-то другого правителя во слушании Аллаха. Никак не может быть. Поэтому вот это и есть разница. Где можно подчиняться, где Аллах хочет, чтобы вы подчинялись и где Аллах хочет, чтобы вы не подчинялись. Но я это коротко, четко-коротко ответил. Потому что, по-моему, не ушел из теми. Это все то, что я при мире привожу, это как раз по теме. По-другому как отвечать. Это самый короткий ответ, то, что ответили. По-другому я не знаю, как отвечать. Поэтому со временем я даже не знаю, как успевать и так далее. Сейчас соглашаемся. Что дальше будем делать? Второй вопрос. Вы сказали, что власть Ибрагима была ма'нави властью, а не хисти. А потом сказали, что ма'нави власть выше хисти власти. Мой вопрос. Почему ма'нави власть выше и чем она выше? Ма'нави власть выше, а чем они... Смотрите, это вопрос не то, чтобы там ответить за минуту или две-три. Смотрите, ма'нави... Что такое ма'нави? Ма'нави выше в своем ма'на. Для этого без примера никак. Смотрите, Аллах, аз-за-вот-джелла, в Коране говорит, Аллах поставил печат на лицах лицемир, на сердцах лицемир. Написано в Коране, написано. Это печат, который на их сердец был. Это хиси печат был, то есть какой-то особенный печат был. Нет, это ма'нави печат. Аллах, аз-за-вот-джелла, говорит, на их глаза есть покрывало. Если бы было покрывало, они даже не слышали, не видели тогда, они же видели. Ответ, не это покрывало, ма'нави покрывало, не хиси. Не физическое покрывало, а образное покрывало. Как это выше? Почему мы говорим, что ма'нави это выше, чем хиси? Потому что надо знать. Это очень большая, это как раз научный, очень хороший вопрос, кстати, очень хороший вопрос. Почему ма'нави выше, чем хиси? Очень хороший. Братья, дело в том, что есть такое понятие, и маджаз. Люди путают маджаз, аллегория, то есть, с настоящей, хакиқа. Есть такая классификация, маджаз и хакиқа, а этой классификации нет в Коране. А в Коране есть другая классификация, ма'нави и хиси. Это есть в Коране. Чем отличается? Чем отличается? Когда мы говорим, хакиқа и маджаз, то есть, мы говорим, настоящий и аллегория, значит, аллегория, это меньше, чем настоящий. Но когда мы говорим, хиси и ма'нави, то ма'нави выше, чем хиси. Как? Смотрите, Аллах, аз-за ау-джалла, говорит, на лицемерах, на их, на их глаза есть покривало. Если какой-то слепой человек, среди сподвижников, тоже были, например, слепой, на него покривало же на глаза, да, покривало. Это покривало ему большой урит принесет? Или покривало, которое было на глазах, лицемер? Конечно, это покривало, которое на глазах, лицемер, а не потому, что это покривало, и вводит в ад. Это печат, который, Аллах, аз-за ау-джалла, про лицемер говорит, у них в сердцах есть болезнь. Допустим, какой-то человек, у которого хиси болезнь есть, физический болезнь, он болит, например, стенокардия в сердце, у него болит, или какой-то другой порог сердца есть. Это человек, у которого порог сердца есть, физический. Это человек более в опасности, или лицемеру, которая есть болезнь. М ранами, физическую у него, как их пороги нету, но ранами порог блесен, Аллах, аз-за ау-джалла, фигулюб Danimaro, у них в сердцах есть болезнь. Это какой болезнь? Физический болезн страшный или ранами? Конечно, манави страшнее. Манави поэтому выше. Манави выше, чем хисси. Поэтому, когда мы говорим, что это выше является манави, то он никак не может быть маджаз. Маджаз – это ниже, это меньше. Маджаз – это меньше, чем хакиқа. А манави – это выше, чем хисси. Поэтому, получается, в Коране манави есть. Манави есть, потому что манави – это связано с твоим ахирак, связано с твоей религией, поэтому оно выше, чем хисси. То есть, это два примера, если, например, вы поняли, такие есть в Коране много примеров, можно часами разговаривать на этой теме. Наверное, теперь вы поняли, почему манави выше, чем хисси. Браты, вы поняли или они так объяснили? Третий вопрос. Вы сказали, что манави – это вообще не власть. Мой вопрос. Почему манави – это не власть? Третий вопрос такой, что манави – власть вообще не власть. Почему это тогда не власть? Ответ такой, что манави не является хисси. Например, смотрите, Аллах говорит, на сирсах лицемеров есть печат. Аллах поставил печат на их сердце. А на глазах лицемеров есть покрывало. На ушах есть печат. На этих ушах и глазах нет физических печат. Отсутствует никаких покрывалей нет. Это покрывало имеется в виду манави покрывало. То есть они истину не слушают, они истину не видят, они истину не принимают. Почему Аллах говорит про лицемеров? – они глухи, слепи, неми. Почему? Не потому что они на самом деле глухи, слепи и неми. Физически нет. Они не неми. Они разговаривают лучше, чем обычный человек. Они не слепи. Они видят лучше, чем обычный человек. Они не глухи, они слушают лучше, чем обычный человек. Но почему в Куране сказано «глухи, слепи, не ми» и так далее? Это потому что истину, они не слушают истину, они не увидят истину, они не говорят истину, они не принимают. То есть получается, мы говорим, в лицемир на глаза есть покрывало? Нет. А ма'нави покрывало есть? Да, есть. Поэтому, когда у человека есть власть, у Ибраима, например, власть ба'нави, он является имамом для нас на сегодняшний день. Но он же не президент сегодняшнего дня, не халифа сегодняшнего дня. Смотрите, сегодня Ибраим является нашим имамом или нет? Является. А сегодня получается, что если есть один власть, тогда зачем мы выбираем своего правителя? Как в присутствии другого правителя же нельзя выбрать другого? Получается, нам надо правителя не выбирать, потому что Ибраима, алейхиссалам, есть. Получается так, что нет, Ибраима, алейхиссалам, есть хиси правитель. Наоборот, ма'нави правитель. Имам до судного дня. Правитель имеется в виду имам, не правитель, а имам. Он ма'нави имам до судного дня. Получается так, что ма'нави правитель до судного дня. Получается так, что манави у него, то есть это выше, чем обычный власть. Почему? Потому что он для нас путоводитель. Как он пришел к тагуту, разговаривал, истину поднимал, все, например, истину, и таухид, и так далее. Аллах Аззаводжилля говорит, в Ибрахиме для вас Усвай Хасана есть, хороший пример есть. То есть он для нас до судного дня хороший пример, поэтому он наш имам. Получается так, что когда я говорю, что манави у власть, это не власть, значит манави, оно не существует физически. Его нету просто. Но в своем образе и в своем уджуде, в своем битье он присутствует. Например, смотрите, болезнь у лицемера есть в сердцах? Да, есть. Их сердца есть болезнь. Если человек скажет, нет лицемеров в сердце никакой болезни нет, то он противоречит Курану. Ты должен говорить, что в лицемерах есть болезнь. Но в этой сердце, в которой сердце, про это речь идет? Нет, не про это. Покрывало на глазах есть у лицемеров? Да, есть. Но про это, как говорится, которое ты видишь, он лучше тебя видит. Он же не слепой. Не про это. То есть получается, что на физических глазах в лицемерах нет покрывала, а в манави глазах в лицемерах есть покрывало. Поэтому, когда манави болезнь, или манави печат, или манави покрывало, или манави власть, или манави... и так далее, это на самом деле не существует в физике. Его нету. Он присутствует в своем битье, в своем уджуде понимаете? То есть, братья, вы поняли? Ну, я боюсь, чтобы... Я могу это объяснить. Чуть-чуть, часик нужен, чтобы объяснить. Братья, вы поняли? Четвертый вопрос. Вы сказали, манави власть, это когда власть отсутствует. У меня, у Курбана, нет власти. Значит ли это, что у меня есть манави власть? Четвертый вопрос такое, что манави власть, это когда нету власть. А потом брат Курбан говорит, что у меня в Курбана нет власти. Значит, есть у меня манави власть? Нет, нет. Манави это выше, чем хесси, я еще раз говорю. Манави это выше, чем хесси. Поэтому у вас нету власть. Ни хесси и ни манави. Как это может быть у человека простого власть? Манави, это же совсем другое. Манави власть, это вы, наверное, не поняли, как привести. Смотрите, например, на сегодняшний день имам, например, имам Албани Рахматуллахи Алли. Имам Албани Рахматуллахи Алли последнее время для религии очень много сделал. А у него и также имама Алусеймин Рахматуллахи Алли. Для каждого человека мусульманина есть любовь к имам Албани. А как-то он его любит. А как-то он ему это сердце как-то подчинил. Вот это сердце подчинение является власть. маанави. То есть маанави власть. Смотрите, у нас даже на образе говорят, что вот, например, это ты можешь на нас властвовать физическим. Наше тело под твоим контролем, потому что ты наш президент. А сердце нас под контролем такого-то, например, говорит же, вот как раз это есть маанави имамом и будет подчиняться вам в ваших вопросах, которые вы им помогли и так далее, в таком уровне для определенных людей у вас будет маанави власть. Но вы, наверное, поняли. Маанави власть это когда сердце подчинились. Например, власть Ибрахима почему есть? Потому что все евреи и евдеи все говорят, что Ибрахим путоводитель их. Все христиане предписывают себе к Ибрахиму и говорят, мы религия Ибрахима. Все мусульмане предписывают к Ибрахиму и говорят, мы религия Ибрахима. Это есть власть. Дальше. Пятый вопрос. Как узнать, у кого есть маанави власть, а у кого ее нет? Как узнать, у кого есть маанави власть и у кого нету, это же мы не узнаем из чего-то. Например, я только что пример привел. Имам Абу Ханиф Рахмадуллах В этом уме очень несколько миллионов людей есть, которые любят и подчиняются и как-то он считает его корол в своей сердце. У него есть определенные маанави власть над людьми. Также у других определенных людей. То есть этот человек узнает как-то человек для себя считает кого-то своим руководителем или своим властелином или своим таким образно не физически. Физически властелин это президент и император и король и так далее. Это понятно. А маанави вот этим отличается. Вы поняли, что я уже предыдущий вопрос ответил, наверное, здесь ясно. Нету Хорану сунни, чтобы сказать вот это у него есть маанави а это на хиси. Дальше. Шестой вопрос. Почему маанави власть является разновидностью власти, если это отсутствие власти? Уже был ответ на этот вопрос. Уже был почему является власть если относится к классификации власти это если его нету. Его в своем физике нету. Физически его нет, а маанави существует, маанави то есть. Я еще раз говорю, Ибрахим алейхиссалам, его власть на нашем сердце есть, есть, а физически он давно умер. Его власть есть, его нету. Физически его нету, мы другого выбираем. А власть то есть до судного дня, он является нашим имамом. поэтому и относится к этой классификации. Следующий вопрос. Седьмой вопрос. Вы сказали, что УРФ это не значит, что большинство. Мы, как вы сами сказали, не поняли, что такое УРФ. Объясните, пожалуйста, что такое УРФ? Смотрите, обратите внимание на уважаемого брата Курбана, когда говорит, мы не поняли, что такое УРФ. Это указывает на его искренность, указывает на его товарду, а указывает на то, что он может многим научиться в будущем, если он будет себя вести так. Но другой бы, который недавно люди были, они бы так не сказали, что мы это не поняли. Он бы сначала сказал, ты неправильно понимаешь, джал, джал, так не объясняем, ну тогда объясни как-то. Вот бы так сказали они. Стиль другой. Человек не обязательно, чтобы знал что-то. Это не относится к тому, чтобы человек знал этот вопрос или знал этот момент и так далее. Но когда человек говорит, я не понял, объясни, что это, то это значит очень похвально. вопрос такой, что это надо минимум один час, чтобы объяснить, что такое урф. Смотрите, ну как это объяснить уже минут один или два. Смотрите, Аллах Аз. Сура Аля Арафи говорит прикажи их, чтобы они по урфу жили. Как это? Хорошо. Аллах Аз. Аз. В Коране говорит живите с своим женам по урфу. Человек говорит, например, человек живет например в Баку Азербайджане например и он своей супруге говорит я за свет не буду платить и я за газ платить не буду потому что Али не платил Фатима жила дочь пророка она жила в доме где не были такие удобства газ свет она готовила дрова и так далее ты тоже так делай я это я построю такой дом как у него было как Али с Фатимой так же будешь жить он прав? нет он не прав почему? потому потому что Кур'ан не говорит что живите так как Фатима или как Али или как другой кто-то жил а живите по урфу со своим супругом а урф будет меняться получается так что как обычные средние люди в этом Баку в Баку Азербайджане средние люди как живет со своим супругом ты должен жить так со своей супругой ты должен стараться работать платить за свет платить за газ платить за все чтобы обеспечить ей такой средней жизни это будет по Кур'ану живите как по урфу сейчас урф другой сейчас люди так не может жить как раньше жили тем более урф разные например дома которые были в Макке в Мадине во время например в каком доме живет если в таком доме если ты построишь Москву от холода умираешь в Москве другой урф в Арабии был другой урф в Америке другой урф также например если например человек развелся с супруги во время Идда он будет обеспечить свою супругу в Америке по-другому надо платить больше надо платить в России по-другому платить в Африке по-другому в Индии по-другому по-каждому в каждый урф по-другому где-то больше надо платить где-то меньше надо платить. В Америке, например, ты дал талак своей супруге, то минимум там 2-3 тысячи долларов надо, чтобы она жила там месяц. Но если ты в Африке дашь развод, то 10 долларов хватит, чтобы ты давал ей, чтобы она жила средним, как средний поворот у людей живет. Восьмой вопрос. Вы сказали, что ислам не говорит о большинстве, а ислам говорит о Шуре, в Совете. Правильно ли я вас понял, уважаемый доктор, что по исламу правительство должна выбирать Шура, Совет? И если я вас неправильно понял, то что значит ислам говорит о Шуре? Это очень-очень грамотный вопрос, и очень много людей ошибаются в этом вопросе. Из числоте, которые, например, общие люди, даже мусульмане, я говорю про мусульмана, что не христиане, они другие, а именно все люди ошибаются, много людей. Потому что люди думают, что Шура выбирает, а на самом деле выбирает не Шура. Это надо отличие знать, что выбор это другой механизм, а бай-а. Надо знать, что выбрать надо по урфу. Выбор по урфу. Выбор есть, назначение есть. Сказали, это Курбан будет правителем. Все. Этому правителю Курбану Ашура будет делать что? Присяга. Пока Ашура присягу не даст, он не будет действительным. Выбор его кто выбрал? Урф выбрал. Как хотите, вы выбрали. Без разницы, потому что ислам не говорит, как надо выбрать. Абу Бакра по-другому выбирали, Умара по-другому выбирали, Абусулмана по-другому выбирали, Али по-другому выбирали, Муавия по-другому выбирали. Это все, ради Аллаху ангум, по-другому, по-разному выбирали. это это не ислам не говорит с каждой дозорой наметить может быть каждый дозор наметить может быть получается так что дозор это то что не запрещено например ислам запрещает когда например ты захватил пришел и убил например какая-то страна и ты пришел и убил там несколько миллионов и власть захватил это по урфу Нет, это не Бель-Ма'руф. Это харам? Да, это харам. Потому что это зулам, фасад. А зулам, фасад, харам. А Ма'руф по Урфу, это то, что нету зулам там и не фасад там. Даже если, не даже, а точно это не будет в Коране Сунни. Урф это то, что нет в Коране Сунни. Если что-то есть в Коране Сунни, то все. Эту вещь, то, что Вахи объясняет Урф, недействительно там. Но нет в Коране или в Сунни, как назначать или как выбирать и так далее. Поэтому все, вопрос, много есть таких вопросов. Смотрите, у вас, например, кто-то спросит, а можно кушать буйвол? Буйвол не сказано ни в Коране, ни в Сунни. Вы скажете, да, можно кушать, потому что основе, что халал. Основе халал. Потому что Аллах говорит, что все халал, кроме того, что Аллах запретил. Ты мне покажи, если где-то написано, что буйвол харам, я не буду кушать. Если не написано, то буду кушать. Все, ясно. И к этому подтверждение, то, что, например, Ибн Абишайба хадис передает, когда спросили, Али, радия Аллаху, говорит, Амиру аминин, у нас здесь закат, когда собрали, то есть коровы, они в арабе же не были буйвол тавруемы. У нас здесь буйвол в людей, буйвол в людей. Что делать с ними? Али, радия Аллаху, он сказал, что буйвол – это как корова. И оказался очень правильно. Оказывается, буйвол это относится… То есть это даже, смотрите, это потому что это уже получается так, что понимание сподвижников, радия Аллаху ануху, есть в этом. Али, радия Аллаху, подтверждает то, что, например, это так. То есть это другой совсем вопрос, наверное, я начал. Но я вернусь к основному вопросу, то, что, например, я даже основной вопрос забыл. Какой был основной вопрос, братья? Да, основной очень грамотный вопрос был. Выбирает выбор правителя Ашура выбирает. А почему мы Урфу начали? А, ну, да. Выбор – это другой, а Ашура – это другая. Смотрите, выбор проходит правителя, выбор выбрали правителя. Потом Ашура – это постоянно Ашура будет в этой умме. Это постоянно Ашура, она не меняется, когда меняется правитель. Это постоянно Ашура приходит не на основе чего-то. Там есть много требований. Должны быть дополнительные требования, чтобы это было как постоянно за умми отвечало. То есть, смотрите, Куран нам говорит, что в этом умме, в мусульман. Среди мусульман должна быть Ашура. В Куране, Аллах Азава Джалла говорит, «Амрухум, шура байнахум». Должна быть Ашура, Ашура-каунсель. Там может быть несколько тысяч членов этой Шуры. Участники этой Шуры, может быть. Эта Шура все будет решать. Воевать, не воевать. Ашура строит, не строит, что делать и так далее, будет решать, кто это Шура. Потом эта Шура же подтверждает какого-то правителя. Правитель должен быть на самом деле из этой Шуры, например, на самом деле. Кто-нибудь, не из другой, потому что он воспитался в этом среде. Знает, как и так далее. А Шура, они простые люди. Там у них есть специалистов. Кто-то знает ислам, кто-то знает медицина, кто-то знает война, воевать. Кто-то знает, там и генераля есть, и там и другие специалисты есть и так далее. Они знают, что как и так далее, какой подход делать. И среди Шура будет ответственность. Например, это министр по безопасности, это министр по образованию, это министр по здравоохранению, это министр такой-такой. Это система ислам. Первое начало такое мас-уль называется. Мас-уль – это ответственный. Ответственный должен быть за каждого. В этом Шура, например, у Шура внутри ответственный есть, отвечает за медицину все, министр по здравоохранению. То есть получается так, что это Ашура должны подчинять. Например, смотрите, у Ашура, например, находится, это очень важный момент, обратите внимание, в Шуре, например, есть 100 тысяч человек, это когда вся масштабная Шура. Может быть, я облегчу, чтобы понятно было. В Шуре, допустим, тысяч человек. Из них, если 500 согласны, что Курбан будет правителем, то Курбан будет правителем. Но если меньше, 50% согласны, а больше 50% не согласны, то нет, Курбан не будет правителем. Это что? Пришел Курбан к тому, чтобы назначили его, или он сам завели, не дал назначать, потом подтверждение. То есть Шура подтверждает. И, обратите внимание, очень просто, например, хадис, который все хадисы и книги передают. Али, сначала отказался, три раза он отказался властью, после смерти Усмана. Потом он сказал, ладно, масштабы посмотрим. Когда он согласился, на мембаре поднял, значит, его выбрали, он уже согласен, чтобы стал халиф. И после этого люди присягаются к нему. Присяга, а присяга Шура будет первой. Поэтому и были разногласия, когда Шура отсутствовала в этот момент. Поэтому, с самого начала, 10 групп уже отделились от Али, и сказали, что Шура-то нет. Вас же назначили другие люди. Я не говорю, что они правы были или не правы были, но так факт, что было так. Я даже не говорю, что это для нас шариат. Мы теперь должны делать так, как выбрали Абу-Бакр, или Умара, или Усмана, или Али, или Хасана, или другие. Нет, это не религия, потому что. Выбор не объясняет Ислам, как. Шура объясняет. А механизм Шуры, как должен происходить, тот же Ислам не объясняет. Ислам просто говорит, амрухум шур, абайнахум. Все. В этом Шура должны, сколько человек сидеть, какие специалисты стоят в этом должны, какой возраст, какое количество, и так далее, это все по Урфу. То есть власть, основной часть власти, это вахи Урф. То, что вахи есть в Откровении, это Откровение, а то, что нет Урфу. Наверное, вы поняли, Илья, они так объясняли. Поэтому выбор – это другое, Шура – это другое, присяга – это другая. Присяга – это тоже не такая, как, например, недавно объявили Исламское государство Ирак и Шам. И каждый приходит и говорит, я присяга даю Амиру аль-Муаминину, такая-то, такая-то. Это вообще нет. Присяга дает только несколько человек, и все, в начало. А потом остальные, присяга – это что? Байа – это что? Байа – это тоже по Урфу. В то время было такое, что я даю присягу. Это даже, даже эта присяга не по Исламу, а до Ислама была. Расуллах в Макке, когда присягу принимали, в женщинах и у мужчин, мужчинам сказал, люди уже знали Урфу своей. Присяга – это Урф. Пришли, говорят, посланник Аллах, даю тебе руку, байа – даю о том, что я принимаю Ислам. Посланник Аллах дает руку на… Потом женщины начали протянуть руку, посланник Аллах говорит, нет, женщинами я байа – так на расстоянии возьму, руку не буду давать. То есть получается так, что это традиция. А то время, это не Ислам сказал, что байа – надо так давать. Это Урф бил. А что только байа – где в хадисе написано, что байа – давать, без байа – если умерете, то значит, умерли в джахилии. Это что значит? Это значит подчинение. То есть, когда ты признал, что Курбан – мой правитель, все это байа – не обязательно, чтобы ты прошел к Курбану и сказал, я убайу-ка, я Курбан и так далее. Нет. Или я присягу даю тебе, и такой нет. Признал, что присяга. Например, Абу Бакар, разъя Аллаху, выбрали, выбрали. Несколько человек дали присягу. Достаточно. В Макке, например, никто не пришел к Абу Бакару и не признал, что вот мы даем тебе присягу. Также не пришли к Умару, не пришли к Осману, не пришли к Али, разъя Аллаху ангу. Также из Африки никто. Но зато все признали, что он наш правитель. Макканские люди его ждали увидеть. Люди приезжали со всем мире, приходили люди к Абу Бакару, разъя Аллаху ангу, и увидеться и так далее. Не давали присягу, руку не давали такой, потому что не надо. Если бы это было обязательно, то один человек пришел в Макке, сказали бы, люди, Амиру аль-Мумирин меня отправили, что да, это моя рука, моя рука вместо рук Амиру аль-Мумирина, а вы дайте мне присягу, скажите все, что я присягу даю. Такой нет. Это тем более, это урф. Поэтому вести, я не говорю, что это на уведение, но сказать, как недавно было сказано, что каждый должен таким образом биат давать, как это было в Дауле исламе, это неправильно. Нету такой вообще, чтобы каждый человек в отсутствии даже Амиру аль-Мумирин другому биат давал, что вместо тебя такой нету. Признал, что достаточно. Биат дает первое начало порции некоторых людей, все достаточно. Не обязательно, чтобы каждый человек давал биат. В этом люди, в этом народе будет тысячи, миллионы, может быть, таких, миллион людей будет, таких, которые не согласны, не дали присяги Амиру. Да, может быть. Ислам же не говорит, что каждый человек должен дать присягу. Ислам даже не говорит, что участник Ашуры все должны дать присягу. Нет. Значит, общее, то есть по урфу, большинство из, когда мы говорим большинство, то большинство из Ашуры. Вот это момент другой. Ашуры это уже не народ, который к этому не относится уже, наверное. Но это тоже очень большой вопрос. И получается так, что за граничное время невозможно здесь отвечать. Я хочу сказать, что назначает по урфу, шура должна быть, шура подтверждает этого правителя, шура дает присяга, присяга это значит признать, что он наш правитель, все начинает действовать. Назначает правителя, шура не признает, не правитель. Потому что в Куране Аллах говорит, амрухум шура байнахум. Амар должен проходить. Амар, тем более, назначать правителя, это какой же еще амар, это великий амар, должен проходить через шура. Но это и другие доводы есть, и это же не такой вопрос. Вы задаете такой вопрос, который нужно несколько дней объяснять. Наверное, вы поняли. Это последний вопрос, Бель, да? Девятый вопрос. Обязательно ли нужно подчиняться и следовать за правителем, чтобы не было хасада? Или достаточно не поднимать восстание, не поднимать революционное волнение, достаточно не начинать общественные беспорядки, общественные волнения? Субханаллах, это такой большой вопрос, это надо несколько часами говорить. Я же и даже несколько вещей и сказал из этой, то, что... Дело в том, что надо подчиняться в тех вопросах, чтобы фасаде и золем не было. А довод какой? То, что в Коране написано, не делайте фасаде и золем. Восстание тоже харам поднят, противостоят тоже харам и так далее. То есть получается так, что если, например, ты увидишь, что правитель, ты увидишь, что правитель права Аллаха и права... Смотрите, любой правитель, ты не будешь смотреть на то, что он права Аллаха и права людей выполняет или нет, он паахут или кафир или кто. Где фасаде и золем, ты будешь подчиняться. Любое, что бы ни было. Потому что первый фасаде и золем, ислам запрещает, все. Потом, потом, когда он выполняет права Аллаха и права людей, то ты будешь как бы отдавать. Боя это признать его, что он мой правитель. Именно тот правитель, про который ислам говорит, что Аллах дал нам такое благо. Это разница. Какая здесь разница, это не маленький вопрос, большой вопрос. И даже, может быть, вредны некоторые моменты, потому что к этому еще ученики не готовят. Кстати, это не точно к вопросам в уроках, но есть в этом разница. Наверное, я ответил дальше. Десятый вопрос. Что значит халиф пророка? Халиф пророка, это значит заместитель пророка. Это наместник пророка. Халиф, это уже как раз мы говорили, что это единственное правильное, то, что приводится здесь смысл наместник. Наместник, то есть пришел на месте пророка. Пророк умер, пришел кто? Вот кто пришел на этом месте? На этом мембаре кто съел? На этом месте кто провел джумуа? И кто провел намаз? А кто провел суд? Кто уже решает? Кто отправляет все войска? Кому делегации приходят? Это есть наместник. А это был Абу Бакар, разу и Аллаху Анна. Это есть халифа, тот руссуль. Дальше. Одиннадцатый вопрос. Вы сказали, урф, это объяснение. Скажите, пожалуйста, чье объяснение? Кто объясняет? Да, брат. Да. Это тоже я говорил, что урф, это объяснение. И я говорю, что вы очень внимательно слушали, что этот вопрос подняли. Да. У нас есть объяснение к вахе. Вахе это религия, пришла с неба. И к этому вахе есть объяснение. Кур'ан, сунна и разные объяснения есть. Одно из объяснений это урф. Как это значит, объяснение? Аллах Аззаву Аджалу в Кур'ане говорит, у ашру хунна бель ма'руф. Живите с супругом по урфу. То есть теперь смотри, для тебя объяснение этого вопроса что? Урф? Например, жена обращается и говорит, мой муж отказывается платить за свет. и говорит, что Фатима радия Аллаху на хау светом не пользовалась. Он прав? А вы скажете, нет, не прав. Потому что в Кур'ане написано у ашру хунна бель ма'руф. А раз написано, значит, типа урф. По вашему урф, люди, женщины, пользуются светом? Да, пользуются. Значит, все. То есть урф является здесь объяснением. И сотни вопросов есть. Потому что у нас общее такое правило, когда откровение, само откровение объясняет, сам себе объясняет, то все. А если не объясняет, то урф, все. Все вопросы по урфу. Кроме того, что объясняет откровение. Потому что специально откровение оставляет. Смотрите, откровение в Кур'ане, если бы написано, что когда вы разводитесь с супругом, то платите динар каждый месяц. То люди бы сегодня смеялись на этой религии, что такая неграмотная религия, динар, не хватит на сегодняшний день, чтобы месяц жить. А это было в то время. Это уже надо Коран поменять. Это уже неправильно то все. Но Аллах, аз-за-ваджелла, знал, что урф меняется. Чтобы такого не было, Аллах не сказал, платите динар разведенным женщинам. А сказал, будете обеспечить их двенадцать раз Аллах в Кур'ане говорит. وعشرهن بالمعروف. بالمعروف. Амр بالمعروف. Делайте к معروفу. Также, например, например, супруга Абу Суфьяна пришла к хинду, пришла к пророку, салаллаху алейхи вассаламу, и сказала, о посланник Аллах, мой муж жадный, он не плотит. Исахия аль-Бухари этот хадис передает. Он не плотит. Кстати, в этом хадисе вначале такой интересный момент, когда хинд зашла и сказала, о посланник Аллах, был такой момент, когда я не навидел вас больше всего на свете. А сегодня есть такой момент, когда я вас люблю больше, чем я свою семью или кого-то люблю. Я вашу семью люблю больше, чем сам я свою семью люблю. И после этого вопроса сказал у посланника Аллаха, муж Абу Суфьян является жадным. Он не плотит нам. Там слово «жадный» прямо есть, поэтому это другой совсем. И поэтому он, что можно без его разрешения, из его умышленства потратить на свои детей. Посланник Аллах сказал, что потрачи его имущество без его разрешения был ма'руф по урфу. Ибн Хаджар ибн Абн-Навави. И все, все ученые говорят. В этом хадисе есть довод что то, что Вахи не объясняет, будем искать объяснение в урфе. То есть это как практиковать. Смотрите, Ислам говорит, в хадисе сказано, Али, радия Аллаху, говорит, я увидел посланника, салаллаху алейхи вассалам, что он брал масха на хафин и масха на алейхи. То есть получается так, что у него что-то было на ноге и маса брал. Саяль Бухари, Мусуль Ахмад и другие передают хадис. Получается так, что теперь, что такое носки, а что такое обуви, а что такое, это по урфу надо смотреть. Может быть, кто-то скажет, например, Ханафити скажет, но имеется в виду те носки, которые слишком толстые, когда ты километр проходишь и там не прорывается. Это не такие носки, это такие. Не надо говорить, все. Все, не надо это говорить. По урфу надо смотреть. Урф, то, что называют носка, все. Урф, то, что называют, это я просто пример сказал, такие много есть моментов. Такие очень много моментов есть, которые не знают, есть объяснение. То есть урф объяснение дает, шарха дает в Куране и Сунне. Это в тех моментах, когда в Куране и Сунне сам себя не объяснит. Также, например, посланник Аллах сказал, посланник Аллах что сказал? Посланник Аллах сказал, что отращивайте борода и постригайте уси, чтобы вы противоречите Ягуде Насара. Хорошо. Теперь, что такое борода? Кто-то говорит, его можно укорачивать, кто-то говорит, надо длина оставлять, кто-то что говорит, кто-то что и так далее. Разногласия в этом вопросе есть. Теперь мы в первую очередь обращаемся к пониманию сподвижников. А сподвижники как поняли этот вопрос? Ибн Умар передает, что Ибн Умар постригал борода, все люди смотрели на него, в Хаджи Умри. Никто не порицал. Получается так, что сподвижники поняли этот вопрос так, что постригать борода не запрещено. Хорошо. А как? Сколько постригать, а сколько не постригать? Нет. Это Урф. То, что Урф говорит, что это борода, все достаточно. Урф говорит, это человек бородатый, все достаточно. Не обязательно, чтобы ты его отращивал до конца или полностью, или там обязательно четыре пальцы или шесть пальцев и так далее. По Урфу. Поэтому, когда откровение сам себе не объясняет, это глубокий вещь, это очень такой раздел, который, кстати, недавно, иншаллах, скоро мы будем, и даже мы недавно говорили об этом, но еще скоро мы будем об этом, отдельный вопрос будет. Иншаллах. Дальше. Двенадцатый вопрос. Вы сказали, что пророк, саллаху алейхи и алейхи вассалям, сказал, что следующий правитель будет из Курейша. Скажите, пожалуйста, это предсказание или призыв? Субхана Аллаху. Я думал, всем вопросам. Там еще вопрос есть? Вопрос был такой, что посланник Аллах сказал, что следующий правитель будет из числа Курейша. Это приказ, чтобы так было или это предсказание? Смотрите, это как раз по Урфу было. Достоверно, хадис Сахиха Аль-Бухари передает, и посланник Аллах сказал, посланник Аллах посмотрел на Урф и сказал, люди, а нас там написано, люди смотрят, подчиняются этому вопросу Курейшам. Посланник Аллах так сказал. Он сказал, как, по откровению нет, это не религия, это Урф. Посланник Аллах, когда умирал, он просто посмотрел, что будет с этой Умми дальше. Посмотрел на людей, увидел, что люди больше любят Курейшов. и посланник Аллах сказал, в этом Амри, то есть в этом процессе правительства люди будут смотреть, то есть люди смотрят сейчас на Курейшов. Сейчас другой, например, в Москве, если ты выбираешь правителя, и тогда, то там люди на Курейшов не смотрят. Другой Урф совсем. А в Мадине, когда этот хадис посланник Аллах говорил, то Урф был другой. Люди действительно смотрели на Курейш. То есть получается так, что это, обратите внимание, не забывайте, это очень другой глубокий вопрос, тогда получается, что если пророк сказал не по Откиревине и по Урфу, тогда почему мы считаем, что надо подчиняться этому вопросу? Очень просто. Посланник Аллах для сподвижников, мы недавно проходили этот вопрос, что для нас посланник Аллах, как посланник Аллах. Но, к сожалению, у нас его сегодня нет, чтобы ставить его как правителем, потому что он умер. Если бы он был, то вопросы решены были. Но он не был нашим правителем. Правитель сподвижников был до определенного времени и умер. Сейчас будут другие правители, которые сегодня есть. Но для сподвижников он не только был пророком, но еще он был Амир. В Коране Аллах говорит, Амир как раз пророк сам был, поэтому надо было подчиняться ему в этом вопросе тоже. В то время в этом вопросе тоже. Чтобы следующий правитель надо было выбрать из Курешитов. Вопрос такой это если не объявление, а это Урф, тогда почему это обязательно? Потому что пророк был сам Амир и приказ давал как Амир, поэтому пророк сказал, значит, должно было так, и должно было бы так, чтобы правитель был из Курешев. Это первое. А второе, то, что посланник Аллах сказал, что будет после меня правителей числя Куреша, это это предсказание. Так случится. Посланник Аллах сказал 12, посланник Аллах сказал, что будет из Курешев правителей молодых, то есть имам Аль-Бухари это хадис передает, они будут портить религия. Это все предсказание. Получается так, что посланник Аллах у вас хвалил, 12 из них из Курешев 12 хорошие, а правителей их не ограничено. Из них плохие посланник Аллах также про Курешев говорил, что молодые правители появятся и они будут все портить. Говорили, говорили. Это уже было или будет и так далее. уже другое. То, что предсказал посланник Аллах, это не надо нам четко указывать на кого-то. Да, некоторые указывают, это правильно. Они правильно делают, и мы правильно делаем, что не указывают. Посланник Аллах 200 хадисов из-за того, что Шами и Фалестин сегодня где есть Израиль. Про эти миссии посланник Аллах очень много дуа делал и очень много блага Аллах положил туда. Мы видим, там сегодня война. Будет убеждение в том, что будет такой момент, когда Израиль не будет, там будут мусульмане, там придет Иса Али 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 Прямо написано в хадисе в дом Акса, где сегодня Израиль. В группа такая, такая, такая. Указывает на то, что будет такое время, когда не будет например эта ситуация, которая там есть возле Акса сегодня. Это посланник Аллах сказал, что будет такая ситуация, когда не будет такая ситуация. И там люди хорошие соберются. И благо, и когда надо туда присоединиться, и там люди спасутся, и иман, когда присоединиться к Акса Амиру и так далее. Это люди ходить берет и говорит, вот это про это, вот это про это. То есть когда например Усам бен Ладан война началась с Америки в Афганистане, некоторые знающие шейхи, знающие братья сказали, вот видите, посланник Аллах сказал, что после этого появится такой-то человек, а это есть Усам бен Ладан. Видите, к сожалению люди ошибаются. Как то также например посланник Аллах сказал, что появится рядом с Фуратом золотая гора. И это будет люди начинаются за это мой ват и это будет самое то есть Аллах унижит арабов и это будет город для арабов и это очень унизительно для арабов и так далее. люди откроют что это золотая гора это нефть. то что возле Фурата например в Ирак в Саудии это территория очень много нефти и люди все хотят это это потому что золото это дорогие вещи и это как раз арабия начнет сражаться за это любой кто туда попал в ад попадет в этом войне если кто-то участвует поэтому они говорят что не присоединиться никакой войне которая происходит сегодня на территории рядом Ирак Шам Туда не надо присоединиться это одно из чарх объяснение например люди так это предсказание было например это другая совсем ситуация предсказание это другое приказ это другой почему это то что про куреш это и предсказание и следующий будет из куреш это урф и приказ наверное вы поняли следующий 13 вопрос если бы Абубакр был самым знающим храбрым верующим богобоязненным и достойным на пост халифа человеком то было бы милостью Аллаха если Аллах сказал людям о люди подчиняйтесь Абубакру и следуйте за ним нет нет смотрите Аллах уже сказал же смотрите это очень маленький вопрос тонкий вопрос смотрите Аллах Аззавад говорит Атфиу Аллаху Атфиу Аллаху Атфиу Расулу Али Амременку все Али Амар который есть им подчинитесь все сказано сказано все это любой может быть Абубакр или Умар или Усман или Али или другие если бы Аллах сказал слово Абубакр то тогда этого не относилось к Курбану сегодня например другой может быть через миллион лет эта планета существует через миллион лет может быть другой появится правитель а люди скажут противо не сказано это относится только Абубакру это большая проблема если бы Аллах указал имя правителя или имя чья-то это идеальная система поэтому только что я объяснил что если бы Куран добавил количество или сумма или имя Куран это выше чем имена этих людей или имена видите в Куране нет слова Абубакр ни слова Умар ни слова Усман ни слова Али Раду Аллах Анхим потому что это имена Куран выше чем эти люди Куран выше чем эти люди поэтому Куран это общий говорит. В Коране не написано разведонным женщинам столько платите. В Коране написано, что жена, которой ваша супруга, надо один динар каждый месяц. Сегодня было смешно просто. Точно так же, если бы там было написано, подчинитесь Абу Бакру, люди бы сказали, о, все, это ты не Абу Бакру. Сегодняшний правитель сказал бы, что ты не Абу Бакру. Но идеальный ислам идеально говорит, чтобы относилось это до судного дня к каждому правителю. Дальше. Четырнадцатый и последний вопрос. Была ли власть фараона милостью для него, для фараона? Нет, для фараона не является милость. Смотрите, опять же, милость делится на два. Есть милость мирской, любой милость, любое благо, это есть благо, милость, неама, которую пророкам Аллах дает. Но в итоге, в своем ма'на, опять же, хиси, это было благо. Любое благо, которое здоровье, здоровье и власть, и мирской благ. Это все благо, это милость от Аллаха. Но в своем ма'на она не является милостью, потому что Аллах Азuned в Коране говорит, что Аллах дает благи кафирам, чтобы ухватить их за это. Поэтому Аллах Азuned ухватил этого фараона, тагута, кафира, в свое время который был. Этого тагута Аллах уклатил через его власть. Он провел високременный, мире и Аллах уничтожил. В Ма'нави оказался его власть гибелью для него, а Хиси, его власть был благо. Как и все, и за каждое благо будет спрос. И у него будет спрос за то, что Аллах даровал тебе это благо, власть давал, почему ты правильно себя не уверен. На этом все. Братья, наверное, смотрю, количество, сколько осталось Братья, что поняли, что не поняли. Субтитры создавал DimaTorzok Яф-Каху-Каули. Салам алейкум, рахматуллах, баракяту. Я прежде всего прошу простить, что заставил так долго ждать. Это очень непростая задача разбирать речи доктора. На это уходит очень много времени, в особенности с учетом выбранного мной метода. Дело в том, что я стараюсь толковать слова доктора наилучшим возможным образом. То есть, если я вижу противоречие или ошибку в словах доктора, то я стараюсь найти этому правильное объяснение, покуда это вообще возможно. Поэтому приходится очень долго слушать, обдумывать и разбирать его слова. Помимо этого, были и другие причины личного характера, о которых я уж не буду рассказывать, в этом нет никакой пользы. Итак, в первую очередь я хочу заметить, уважаемый доктор, что я привожу ваши слова и показываю противоречия в них не для того, чтобы цепляться за ваши слова и показать ваше невежество, а для того, чтобы показать недействительность вашей позиции. То есть, я критикую не лично вас, а вашу идеологию и позицию, потому, что в Коране сказано Они разве не размышляют над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем множество противоречий. 4 сура, 84 аят Согласно данному аяту, противоречия являются признаком ложности. Поэтому, если в ваших убеждениях имеются явные противоречия, это говорит о ложности ваших убеждений, о ложности вашей позиции. Я не обсуждаю вас как личность, я не знаю, кто вы, откуда, как на самом деле вас зовут и на самом ли деле вы являетесь доктором. И мне это абсолютно не интересно. Я обсуждаю вашу идеологию и позицию по данному вопросу. Как я говорил ранее, ваша позиция похожа на кривое и уродливое чудовище, которое абсолютно не жизнеспособно. Если бы ваша позиция материализовалась и воплотилась в живом существе, то это существо не прожило бы и одной минуты. Ваша позиция является фа-сид. И существовать эта позиция может только воспаленных многовековой пропагандой узурпаторов в мозгах. Именно это уродство и отсутствие согласованности я стараюсь показать. А противоречий в вашей позиции очень много. Вот только некоторые из самых очевидных из них, которым я не нашел никаких оправданий и объяснений. Конечно, возможно, я что-то не так понял. Возможно, сам доктор имеет логичное объяснение всем этим противоречиям. Тогда пусть он попытается разъяснить. Мы же не за спиной у него это все говорим. У него есть возможность указать нам на наши ошибки. Итак, противоречия. Первое противоречие. Доктор сказал, что нельзя говорить наместник Аллаха, что это ширк. Мы привели слова самого доктора, где он говорит халиф Аллаха. На что он ответил, что он не против слова халиф Аллаха, а против слов наместник Аллаха. Прекрасно. То есть, получается, что я не слежу за свои слова, потому что сказал в одном месте, что наместника нельзя говорить, а в другой месте сказал, что халифа Аллаха. Субхан Аллах. Это я не слежу за своей речь. Вы потому что сначала поймите, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово халифа не переводится на местник. Это не первая история, это не первый раз. Я запрещаю не халифа слово. Халифа Аллаха из хадиса доказано. Я запретил вам и сейчас запрещаю слово наместник. Это я не слежу. Вы меня поняли, что я хочу сказать? Слово наместник, это для Аллаха сказать, что этот человек наместник Аллаха, это и есть широк. Но, уважаемый доктор, мы ведь учимся у вас. И вы неоднократно говорили, что халиф переводится как наместник. Барак Аллаху фикум. На самом деле, слово халифа это наместник. Слово халифа это переводится наместник. Используется это слово для правителя тоже. Используется слово для неправителя тоже. Потому что халиф это наместник. Доктор может ответить на это и сказать, что когда речь идет о халифе пророка саллаллаху алейхи и алейхи ва салям, то это слово переводится как наместник. А когда речь идет о халифе Аллаха, то это слово не переводится как наместник. Но вы послушайте, как он толкует аят «Инни джа-илун фил арды халифа». Я устанавливаю на земле наместника аят 30-й суры Бакара. То есть халифа является человеком. Почему Аллах здесь в этом аяте назвали человека своим, то есть получается халифа, потому что халиф это также означает тот, кто будет действовать не по своему желанию, а именно будет следовать. Потому что халиф это наместник. А наместник всегда следует тому, что его оставили, что ему сказали. Как вы видите, он говорит, что халиф Аллаха это наместник Аллаха. А наместником он назван потому, что он должен подчиняться Аллаху. К этому толкованию мы еще вернемся. Но обратите внимание, как он растолковал этот аят. Он подвел все к тому, что халиф Аллаха это наместник Аллаха. Уважаемый доктор, это разве не ширк? А теперь давайте послушаем еще раз то, что вы сказали. Прекрасно. То есть получается, что вы, то есть я не слежу за свои слова, потому что сказал в одном месте, что наместника нельзя говорить, а в другом месте сказал, что халифату Аллаха. Субханаллах. Это я не слежу за своей речью. Вы потому что сначала поймите, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово халиф не переводится на местник. Это не первая история, это не первый раз. Я запрещаю не халифа слова. Халифат Аллаха это из хадиса доказано. Я запретил вам и сейчас запрещаю слово наместник. Это я не слежу. Вы меня поняли, что я хочу сказать? Слово наместник, это для Аллаха сказать, что этот человек наместник Аллаха, это и есть ширк. То есть получается, что то, что я запрещаю, это я что запрещаю? Это я говорю слово наместник говорит или слово наиб говорит. Ничего я не запутался А то, что разрешаю, это халифа. Халифа это не означает наместник. Халифа не означает наместник. Халифа это всего лишь... То есть, смотрите, халифа что означает? Разные Кораны. Аллах Аззаву Джалла на Адам и на человека сказал халифа. Это значит человек, который должен быть по откровению. Давайте еще раз повторим и послушаем его речи из двух разных выступлений. В одной из речей он говорит, что в суре Бакара слово халиф не переводится как наместник. В суре Бакара, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово халифа не переводится как наместник. Это не первая история, это не первый раз. А в другой речи он доказывает свое толкование и объяснение слова халиф тем, что в суре Бакара слово халиф переводится как наместник. То есть, халифа является человеком. Почему Аллах здесь в этом аяте называет человека своим, получается, халифа? Потому что халиф – это также означает тот, кто будет действовать не по своему желанию, а именно будет следовать, потому что халиф – это наместник. А наместник всегда следует тому, на что его оставили, что ему сказали. Откуда эта детская противоречия в словах доктора? Конечно же, вне всякого сомнения, все это следствие его убеждений, которые являются ложными. Именно поэтому у него много… Именно поэтому у него так много противоречий. Уважаемый доктор, мы не цепляемся к словам. Мы говорим, что… Если бы это было не от Аллаха, то вы нашли бы в нем множество противоречий. Другими словами, это 84 аят 4 суры. Этот аят означает, что то, что имеет противоречия, то, в чем имеются противоречия, является ложью. Не является кораническим учением, не является исламским учением, не является тем учением, которое было неспослано Богом. А то, что говорит доктор, вне всякого сомнения, не является учением ислама. Это его собственное изобретение, его собственное измышление. Иначе не было бы всех этих противоречий. В исламе нет никаких противоречий. Это было первое противоречие. Второе противоречие. В одном месте доктор говорит, что власть бывает двух видов – ма'нави и хисси, а в другом месте говорит, что ма'нави – это вообще не власть. Мы спрашиваем, если ма'нави является разновидностью власти, то почему это вообще не является властью? Вот что отвечает доктор. Третий вопрос такой, что ма'нави – власть – вообще не власть. Почему это тогда не власть? Ответ такой, что ма'нави не является хисси. Доктор как будто говорит, что люди бывают богатые и бедные. Потом говорит, что бедные вообще не люди. Мы спрашиваем, почему бедные вообще не люди, если вы изначально поделили людей на богатых и бедных? Он отвечает, потому что бедные – это не богатые. Мне очень хочется задать один вопрос. Но я воздержусь от него, дабы не проявлять неуважение к доктору. Я уже не говорю о том, что в одном месте он утверждает, что ма'нави выше хисси, а в другом месте говорит, что ма'нави вообще не власть, потому что не является хисси. Только задумайтесь над этим полетом мыслей. Я еще раз повторюсь. Доктор – ученый и знающий человек. Он не тот человек, который будет совершать такие совершенно детские ошибки, которые выставляют его в глупом свете. Нет. Он просто хочет убежать от принятия той идеи, которую мы доказываем. Да, он выглядит крайне глупо, убегая от принятия наших доводов. Но убегает он весьма эффективно. Не думайте, что вся эта путаница делается просто так. Нет. Эта путаница – самый эффективный способ избежать ответственности перед нашими неопровержимыми доводами. Но мы, с позволения Бога, все распутаем. Но, конечно же, доктор еще раз будет все запутывать. А мы будем все распутывать. Возможно, это будет длиться очень долго. Но он непременно будет говорить противоречивые вещи, чтобы запутывать. А мы будем демонстрировать эти противоречия, которые, согласно Корану, являются признаком лжи и недействительности идеологии и убеждений. Это второе противоречие. Третье противоречие. В одном месте он говорит, что ма'нави – власть. Это образное высказывание. То есть, ма'нави называется властью в переносном значении. Образно называется властью. Послушайте. Ма'нави – значит, Аллах хочет, чтобы им покрыть. А где такое вообще? Ма'нави – это когда отсутствует. Например, вам говорит… Аллах говорит… В начале сурата Аль-Бакаре Аллах говорит… В лицемерах Аллах поставил печат на их сердца. Это печат является ма'нави – печат. То есть, на их сердце печат нет. Это ма'нави – на самом деле, печат не существует. Но это образно сказано. Это печатание. Имеется ввиду, что они… Они… В них лицемерие есть. Охватили их грехи и так далее. Например, человек говорит другому – «Ты разбил меня сердце». Вот это слово «разбил» – это ма'нави. То есть, на самом деле, он не разбил ему сердце. Это образно сказано. А ма'нави – это отсутствие власть. А то как там дальше Аллах хочет, чтобы ему подчинялись? Получается так, что надо Коран знать хотя бы сурату Аль-Бакара, чтобы человек знал, чем отличаться хисия от ма'нави дальше. Здесь уважаемый доктор обвиняет Бога во лжи. Говорит, что в Коране сказано – «У лицемеров печать на сердце». А на самом деле, никакой печати нет. Например, вам говорит… Аллах… В начале сурата Аль-Бакара Аллах говорит… В лицемерах Аллах поставил печат на их сердце. Это печат является ма'нави – печат. То есть, на их сердце печат нет. Это ма'нави – на самом деле, печат не существует. Но это образно сказано. Это обвинение Бога во лжи. Но речь сейчас не об этом. Как вы видите, он говорит, что ма'нави образно является властью. То есть, на самом деле, ма'нави не является властью, потому что то, что является образно чем-то, на самом деле, этим чем-то не является. А в другом месте он говорит, что ма'нави – это не маджаз. То есть, это не переносное значение. Это не образное значение. Почему мы говорим, что ма'нави – это выше, чем хиси? Потому что надо знать. Это как раз научный, очень хороший вопрос. Кстати, очень хороший вопрос. Почему ма'нави выше, чем хиси? Очень хороший. Братья, дело в том, что есть такое понятие маджаз. Люди путают маджаз, аллегория, то есть, с настоящей, хакиқа. Есть такая классификация маджаз и хакиқа. А эта классификация нет в Коране. А в Коране есть другая классификация ма'нави и хиси. Это есть в Коране. Чем отличается? Когда мы говорим хакиқ и маджаз, то есть, мы говорим настоящая и аллегория, значит, аллегория – это меньше, чем настоящая. Но когда мы говорим хиси и ма'нави, то ма'нави выше, чем хиси. Как? Поэтому, когда мы говорим, что это выше является ма'нави, то он никак не может быть маджаз. Маджаз – это ниже, это меньше. Маджаз – это меньше, чем хакика. А ма'нави – это выше, чем хиси. Как вы видите, в данной речи утверждается совершенно обратное. Ма'нави – это не аллегория, потому что аллегория ниже, а ма'нави – выше. Уважаемый доктор, в одном месте вы сказали ма'нави – это образное высказывание. Чтобы принизить его положение. Чтобы принизить положение ма'нави – власти. Даже более того, вы сказали, это вообще не власть. Это вообще не печать. Это вообще не покрывало. А в другом месте. А иногда даже в том же самом месте вы говорите, что нет, ма'нави – это не маджаз. Ма'нави – это выше, чем хиси. В отличие от маджаза, который ниже хакика. Конечно же, доктор все прекрасно понимает. Он все очень хорошо понимает. Просто там, где ему невыгодно принимать, что ма'нави – это тоже власть, он говорит, что это вообще не власть. И что оно образно называется властью. Но он знающий человек и понимает, что где-то он лукавит. Поэтому наряду с этим он признает, что ма'нави – выше, чем хиси. Итак, вещи бывают двух видов. Ма'нави и хиси. Уважаемый доктор, послушайте, пожалуйста, то, что я сейчас скажу. Хиси – это то, что можно почувствовать внешними органами чувств. То есть, пятью чувствами. Можно увидеть, можно услышать. Или же почувствовать одним из других пяти чувств. А ма'нави – это те вещи, которые нельзя почувствовать этими чувствами. Но это не значит, что оно отсутствует, как вы сами это утвердили. Даже более того, ма'нави – выше и сильнее, чем хиси. Поэтому ма'нави – власть, ма'нави – печать и ма'нави – покрывало являются большими властью и печатью и покрывалом, чем хиси – власть, чем хиси – печать и чем хиси – покрывало. Но, в отличие от хиси, их нельзя почувствовать органами чувств. Поэтому у Ибрагима, алейхиссалама, была власть, а у лицемеров – печать на сердцах и покрывало на глазах. Но эти печати покрывало не видны, их нельзя почувствовать пятью чувствами. Но они есть. Поэтому, когда Аллах говорит, покрывало есть, печать имеется, то это правда. Значит, эти печати покрывало на самом деле имеются. Но это не значит, что их можно увидеть. А то, что вы говорите, уважаемый доктор, когда утверждаете, что на самом деле нет никакой печати и нет никакого покрывала, то вы просто-напросто обвиняете Аллаха во лжи. Обвиняете Аллаха во лжи, и называете Бога лжецом. Называете Коран ложью. Поэтому давайте все-таки согласимся, что мэн-аби власть – это тоже власть. И это намного более сильная власть, чем хиси власть. Это третье противоречие. Четвертое противоречие. В одном месте уважаемый доктор говорит, что мэн-аби власть означает, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись его обладателю. Дело в том, что надо знать правильный Коран. Власть фирауна был власть, а власть Ибрахима, алейхиссалам, был мэн-аби власть. Хиси власть от мэн-аби, чем отличается, это вы должны знать. У Ибрахима, алейхиссалам, не было какое-то правительство. Он был имамом мэн-аби, и власть был у него мэн-аби. Иметься в виду не в него, а в его потомстве. Потом, то есть, самому Ибрахима, алейхиссалам, был мэн-аби власть, а в потомстве был хиси власть. То есть получается так, что в этом разница есть. Аллах, аз-за-у-жалла, хотел, чтобы люди не подчинялись фирауну, и Аллах, аз-за-у-жалла, хотел, чтобы люди подчинялись Ибрахиму, алейхиссалам. А в другом месте он говорит, что мэн-аби не означает, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись Его обладателю. Как выбор людей может быть фактором легитимности власти с точки зрения Бога и Ислама, если люди не всегда выбирают себе правителем тех, у кого имеется ма'нави власть? То есть не всегда выбирают тех людей, которым Аллах хочет, чтобы люди подчинялись и за которыми Аллах хочет, чтобы люди следовали. Ма'нави власть значит Аллах хочет, чтобы люди подчинялись. А где такое вообще? Ма'нави это когда отсутствует? Это четвертое явное противоречие. Пятое противоречие. В одном месте он говорит, что есть только один халиф и наместник пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и это Абу Бакр. Наместник слова подходит только на человека, который пришел после Расулу Аллаху алейхи ва салям, а это был единственный человек, это был Абу Бакр алейхи ва салям. Все. Наместник на свете был всего лишь один, а это Абу Бакр алейхи ва салям, потому что он был халифатур-расуль, наместник пророка. А в другом месте он яростно доказывал нам, что халифов и наместников будет больше 12. Вы хадис привели, следующий у вас довод, то, что вы хадис привели, что посланник Аллах сказал, что 12 имамов должен быть, 12 халифов должен быть. Хадис говорит, конечно, хадис достоверный, никто не отрицает, никто не отрицает, что такой хадис есть, посланник Аллах сказал, 12 имамов должны быть, и это должно продолжаться и так далее. Мы говорим, в общем правиле надо знать, что в хадисе, когда какое-то число скажет, то это не говорит о том, что 12 и не больше. Нет, нет, нет. Поэтому надо знать, что где в хадисе сказано, что 12 имамов, это не говорит о том, что только 12 и не больше. Не говорит о том, что только 12 и не больше. Потому что достоверный хадис, есть посланник Аллах сказал, что политика Бану Исраила, они именно политикой великто пророки. Когда умирает один Кулама Халака, умирал Набийон какой-то пророк, после него приходил другой пророк. И после меня никакого пророка нет. Их будет очень много. Этот хадис, посланник Аллах сказал, 3268, довод на то, что не надо ограничивать. Не надо ограничиваться только 12-м. Он также говорил. Абубакар, Умар, Усман Али и других их назвали хулафа. То есть они являются лучше не потому, что они являются, их назвали хулафа, а потому что они их не только назвали хулафа, они были заместителями и наместниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это пятое противоречие. Шестое противоречие. Доктор Абушаеб говорит, что Аллах приказал своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, создать шуру. И поэтому у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должна была быть шура, совет. Он должен советоваться в Коране приказ. Аллах, аззава-джелла, говорит, о посланник, ты советовайся с людьми. То есть получается, такой совет у пророка должен быть. Но когда ему понадобилось объяснить хадис из Сахих-Бухари, где Умар ибн-Аль-Хаттаб говорит, что присяга Абу-Бакру была неожиданностью, он говорит, что шуры не было во времена пророка. Такой Умар, алейхи вассалям, здесь объясняет, что мы выбрали Абу-Бакру, алейхи вассалям, то есть в экстренном порядке, когда шура не было. Действительно, не было шура. Не было шура. Но когда умер пророк, где шура была? Не было. Шура же образовалась после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от Кирвиния, Почему у Абу Шейба такие детские противоречия? Потому что он неграмотный? Или потому что ему надо как-то оправдать свои убеждения? У нас возникает вопрос, уважаемый доктор, так Шура была во времена Пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, или ее не было? Если Шуры не было, то почему Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, не позаботился о том, чтобы создать ее, Ведь, как вы утверждаете, без согласия Шуры власть недействительна. Уважаемый доктор, если Шура играет такую важную роль, то почему наш заботливый пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, при жизни не позаботился о ней? Почему он вынудил своего халифа, коим вы считаете Абу-Бакра, выбраться преступным методом? Вы же сами сказали. То есть, получается, такой совет у пророка должен быть. Есть официальный Шура, который должен увести страну, это после пророка. Потому что, когда пророк жил, пророк выйдет в систему. А когда пророк умирает, Шура будет, а это Шура будет до судного дня, у мусульман. А где эта Шура была после пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям? Почему она не выбрала Абу-Бакра? Почему Абу-Бакр обошел этот совет, эту Шуру? И самое главное, где была эта Шура при выборе Умара ибн аль-Хаттаба? Почему Абу-Бакр не советовался с этим советом и сам лично назначил Умара ибн аль-Хаттаба халифом? Это шестое противоречие. Седьмое противоречие. В одном месте доктор отрицает, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал, что Абу-Бакра выбрали без Шуры, то есть преступным методом. А где Умар так сказал, что Абу-Бакра была без Шура? Это то, что вы прочитали, это такой смысл иметь? А потом Абу-Шейб сказал, Такой Умар аль-Хаттаб здесь объясняет, что мы выбрали Абу-Бакра аль-Хаттаба без, то есть в экстренном порядке, когда Шура не было. Действительно не было Шура, не было Шура, но когда умер пророк, где Шура была? Не было. Шура же образовалась после пророка, салаллаху аль-Хаттаба. На это противоречие я нашел объяснение, точнее не объяснение, а то, что скажет доктор на это противоречие. Я знаю, что на это ответит доктор Абу-Шейб, но дело в том, что это не объяснение и оно не решает сути противоречия. Поэтому, даже после того, что скажет доктор, отвечая на это противоречие, вопрос остается в силе. Умар аль-Хаттаб сказал или не сказал? Даже после того, что вы ответите, мы говорим вам, что вы не можете одновременно утверждать и то, и другое. Это явное противоречие, призванное запутать слушателей, для того, чтобы сгладить тот смысл, который несет в себе это достоверное предание Исахир Бухари. Это было седьмое противоречие. Таких противоречий в словах доктора огромнейшее множество. У нас уйдет не один час, чтобы разобрать все эти противоречия. У любого здравого и внимательного слушателя голова пойдет кругом от этих противоречий. Но я хочу подчеркнуть, что эти противоречия не являются следствием необразованности доктора. Доктор не глупый человек, как может показаться в результате этих обсуждений. Об этом свидетельствуют его рассуждения на другие темы. Все эти противоречия являются следствием того, что он пытается защитить ложную идею. Все эти ошибки и противоречия являются следствием попытки оправдать и предать респектабельные виды ложной и уродливой идеи. Даже самый гениальный человек выглядел бы глупым, защищая эту позицию. Позицию доктора Амбушуэйба. И эти противоречия являются на не лучшем доказательством того, что доктор защищает ложь. И эта ложь не имеет никакого отношения к Корану и Сунне, в которых нет никаких противоречий. Нашей задачей, как его оппонента, является подчеркнуть эти противоречия. И продемонстрировать их, а также не дать ему возможности сгладить эти недостатки. И это нам хорошо удается, судя по тому, что мне очень многие пишут, что я выбрал себе очень слабого оппонента, критикуют меня за то, что я дискутирую, как они говорят, с самозванным доктором. Друзья, братья, если мы умеем задавать правильные вопросы, умеем подчеркивать все уродство той лжи, с которой боремся, это еще не значит, что человек, защищающий эту ложь, слаб и необразован. Нет разницы в том, кто защищает ложь, доктор или быдлогопота. Они будут выглядеть примерно одинаково глупо. Именно поэтому нам нет никакой разницы, с кем дискутировать. Не потому что мы такие умные и талантливые. Нет, нам без разницы, с кем дискутировать, потому что ложь и в Африке ложь. А в нашем случае ложь, оно из уст доктора и гения ложь. Я убежден, что сам доктор Абу Шейб – трудолюбивый и талантливый человек, в отличие от меня. Вся его проблема – это его убеждения. Эти убеждения не являются кораническими и исламскими. Они навязывались мусульманам многими веками теми людьми, которые узурпировали власть после послания к Аллаху и называли себя его халифами и наместниками. Эти убеждения нужны были, чтобы оправдать свою власть и преступления. И, конечно же, эти убеждения имеют множество противоречий, которые мы и стараемся подчеркнуть, в том числе и правильными вопросами. Доктору остается выглядеть глупым и необразованным, если он не хочет отказаться от этой многовековой лжи, которая началась в Сакифе. Помимо противоречий, еще одним универсальным критерием слабости и недействительности позиций являются размытые и неясные ответы на поставленные вопросы. Я хочу этот момент также подчеркнуть и обратить ваше внимание на ответы доктора. Я нисколько не верю в то, что размытость и затянутость ответов доктора являются следствием его необразованности. Нет, ни в коем случае. Это следствие того, что доктор пытается объяснить необъяснимые вещи, послушать его ответы на ясный и конкретный вопрос. Например, на вопрос о том, что такое урф или о том, что такое халиф или халифат. Мы чуть позже объясним, что такое урф, и вы посмотрите, насколько быстро и лаконично это можно объяснить. Почти каждый его ответ является размытым, невозможно сделать однозначные выводы из его слов. Все это является следствием ложности его убеждений, а не следствием его неграмотности, как полагают некоторые. Уважаемый доктор, чтобы утвердить свою позицию в дискуссии и научном обсуждении, необходимо выполнить ряд условий, одним из которых являются ясные и четкие ответы на поставленные вопросы. Все люди обращают на это внимание, оценивают ясность и логичность ваших ответов. И на основе этого они судят о всей вашей позиции. На это не обращают внимание только ваши мукалиды. И судя по тому, что вы крайне агрессивно настроены против таглида, этот факт не особо сильно должен вас обрадовать. Вы, уважаемый доктор, агитируя против таглида, воспитали толпу слепых приверженцев, которые кивают вам только потому, что это вы, и никак не потому, что вы говорите. А с тем, что вы говорите, кроме ваших мукалидов, могут соглашаться только неадекватные люди. Вот послушайте сами, как вы отвечаете на вопросы. Сначала послушаем вопрос, а потом ответ доктора. Итак, первый вопрос. Уважаемый доктор, отвечая на 25 вопрос. Вы сказали, что Аллах не хотел, чтобы люди подчинялись фараону. А в последней своей речи сказали, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись всем правителям, даже кафирам и залимам. Объясните, пожалуйста, мне в данном случае видится противоречие. Будьте добры объяснить, если Аллах хочет, чтобы подчинялись всем правителям, то почему он не хотел, чтобы подчинялись фараону? Или я что-то неправильно понял? Объясните этот момент, пожалуйста. Вопрос ясно, что в одном месте я говорю, что Аллах не хотел, чтобы люди подчинились фараону. И в другом месте я говорю, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись правителям, и Аллах приказывает. Хорошо. На русском языке есть слово «хочет». Это охота, это намерение, это что? Это ирада. Аллах хочет. А рада Аллах, Аллах захотел, например. У Аллаха есть такое действие ирада. То есть Аллах хочет и не хочет. Это что значит? В одном месте я говорю, что Аллах не хотел, а в другом месте. То есть это очень правильный вопрос. И правильно задал вопрос. Для того, чтобы человек этот вопрос понял, надо знать ему, что именно ирада Аллах, то есть то, что охота, то, что Аллах хочет или не хочет. То есть хочет Аллах, это слово надо понимать так, что есть в своем таквине, а есть в ташрии. Это очень, то есть мы даже уже говорили об этом. И, например, смотрите. Ахмад берет оружие и убивает, допустим, Умара. Ахмад убил Умара. Вопрос такой. Аллах хотел, то есть Аллах без воли Аллаха, без охоты Аллаха, без ирада Аллаха, он умер. Аллах не хотел ли он умер? Аллах хочет, чтобы он умер? Или Аллах не хочет? То здесь человек думает, что как ответить? Это же сказать, если, что Аллах хочет, то получается, что Аллах запрещает в Коране, чтобы люди убивали друг друга. А если сказать, что Аллах не хотел, то получается, как без воли Аллаха произошло что-то? поэтому надо знать что и рада ладо бывает два вида так вы то есть в своем так винии аллах все то что вы делаете в так вы не аллах и рада аллаха без охота аллах и он хочет в так вы не без воли аллаха вы не можете делать не можете убивать кого-то не можете делать прелюбодеяния можете делать выпить виновен вы не можете любой хором даже колдовство не может действовать без воли аллаха колдун когда колдует он бы не смог колдоват если бы это не был из-за аллаха то есть бизнес и лох происходит все а это из-за аллаха это в так винии это разрешение аллаха вот так винии теперь мы приходим в так ли не менее мыши моемся такой даже мини думаем не умышиваемся все то что происходит это все атома без него что происходит человек убил тоже без него человек выпил вину ты же без него все это в руби из него без него дозволение аллаха ala это хотят как получилось когда мы приходим в точнее когда мы будем говорить нас со стороны шариата аллах из инн аллаха есть убивать человека не включили аллах не разрешает запрещено не хочет аллах чтобы человек убил человека не хочет аллах чтобы человек при любая не дело не хочет аллах чтобы человек храм делал и так далее получается так что в своем в этом у первой разницы поэтому а хочет аллах не хочет аллах надо поэтому знать что касается конкретно правителя например у фарауна или и другого или другого правителя любого правителя ту насчет фарауна например насчет фарауна дал аллах перауну у власть да дал потом аллах приказал слушать все равно значит любой пород любую власть например где вы живете сегодня там же не исламский власть например или даже может быть какой-то власть агута или какой-то власть просто христианина или какой-то власть мусульманами разница нет в этом власти есть кое-что которым который аллах хочет чтобы вы подчинились а это кое-что что то что приводит фасаду из ульм если например скажите такое написано скорость должен быть не перевещать 40 а ты говоришь да без разницы там написано не слушает опал учу и проехал 150 в аварии попал на красный красный горит а ты не остановился скажет это вот зачем меня их правило слушать все их законов подчиняться проехала в аварии попался или не в аварии не попал ну да и тебя остановили штрафы взял за это то что ты заплатил гаи или штраф платил за это надо было взять тебе яблоки домой ты эти сразу делал хором дела попал грех поэтому тебе надо было слушать и фасад делал в аварии попал другого убил ты сам ладно умер потому что мусит ну ты попал в аварии где ребенок умер из-за тебя женщина умерли за тебя и фасад делаешь если все мусульмане так себе не чнет ввестить миллион мусульман и не будет никаких законов придерживаться то что фасад будет во всем планете а ислам запрещает фасад поэтому даже если ты не будешь смотреть правитель кто-то вот мусульманин христианин кто бы ни был ты должен подчиняться в тех вопросов которые приводят к фасаду и зульму в этом вопросах подчиняться тем более в тех вопросов то есть ясный хадис из мусульмана рука то что люди это все но и versuchen подчинение мы留 here 3 5 не только со стороны это но и 4-я мару 4 если он подчиняться только в чём 16 не только подчинение мах Chinca ваρχе heures Все. Когда тебе какой-то правитель, даже если он является Абу-Бакар, даже если он тебе скажет, делай это, а это харам, например, Аллах запрещает, ты не должен слушаться. Тем более, конечно, не может быть подчинение какого-то другого правителя в ослушании Аллаха, никак не может быть. Поэтому вот это и есть разница, где можно подчиняться, где Аллах хочет, чтобы вы подчинялись, и где Аллах хочет, чтобы вы не подчинялись. Но я это коротко, четко-коротко ответил. Потому что, по-моему, не ушли с теми. Это все то, что я примере привожу, это как раз по теме. По-другому как отвечать. Это самый короткий ответ, то, что ответил. По-другому я не знаю, как отвечать. Поэтому со временем я даже не знаю, как успевать и так далее. Сейчас соглашаемся, что дальше будем делать. Как вы сами могли заметить, доктор Абушаев говорил целых 7 минут, но так и не ответил на вопрос. Мы дали вам возможность прослушать весь его ответ. А вы услышали ответ на вопрос? Хорошо, мы поняли, что слово «хотеть» переводится как «ирада». И также поняли, что «ирада» бывает двух видов – та шрии, та квини. Мы также поняли, почему Аллах хочет, чтобы люди подчинялись всем правителям. Но, уважаемый доктор, как все эти объяснения разрешили упомянутое противоречие? Где решение противоречия? Как обычно, я долго слушал и пытался найти оправдание. Я пытался растолковать ваши слова наилучшим образом, чтобы уловить ответ на поставленный вопрос. Но этого ответа нет. Вы говорите и говорите только ради того, чтобы говорить. Болтовня ради самой болтовни. А ответа не даете. Скажите, пожалуйста, после таких ответов вам пишут ваши ученики? Задают ли они вам вопросы после таких ответов? Если нет, то это значит, что вы воспитали мукалитов. Потому что такие ответы, кроме мукалитов, никто принять не может. Кроме неадекватных, конечно. Уважаемый доктор, неужели вы думаете, что с такими противоречиями и размазанными ответами вы можете кого-то убедить? Неужели вы думаете, что люди могут последовать за таким противоречивым и невнятным пониманием Корана? Как это вообще работает в той вселенной, в которой вы живете? Нет, я знаю, что в вашей вселенной это неплохо работает. Судя по тому, что находятся люди, которые аплодируют вам и кричат «Браво!». За такое размазывание соплей по столу уже давно сами шииты закидали бы меня тухлыми яйцами. Разница того мира, в котором живете вы, от мира, в котором живу я, заключена в том, что один из них состоит из людей с критическим мышлением, а другой – из людей-пластилинов, из которых любой болтун может слепить что угодно. Эти пластилины мукалиты готовы принять любую форму и идею. Главное, чтобы это исходило от сенсея. Я хочу обратить внимание на эти два важнейших момента – противоречия и размазанные ответы на ясные и конкретные вопросы. Это очень важно в любой дискуссии, так как любая позиция основывается на трех китах. Первый кит – на доказательствах. Второй кит – на опровержениях доказательств противоположной точки зрения. И, наконец, третий кит – на внятных ответах на поставленные вопросы. И вот этот третий кит, он не менее важен, чем первые два, потому что прежде чем доказывать свою позицию, вы должны уметь объяснить ее, разложить по полочкам, дать полное и ясное представление о защищаемой позиции. Это вам, уважаемый доктор, сейчас крайне плохо удается. Вы даже не можете объяснить, какую позицию вы принимаете, не говоря уже о том, чтобы эффективно защищать ее. А теперь разберем значение слова «халиф», понимание которого имеет очень важное значение в данной теме. Доктор сделал очень многое, чтобы запутать нас, но мы с помощью Аллаха вывели его на чистую воду, и теперь мы воспользуемся его же словами, чтобы утвердить правильную позицию. Во-первых, мы говорили и обсуждали халифа Аллаха и его посланника. Мы говорим на основе Корана и Сунны. Наша дискуссия, наше обсуждение протекает на основе Корана и Сунны. По крайней мере, должен протекать на основе Корана и Сунны. Мы говорим о том халифе, который имеется в Коране и Сунне, а этот халиф не является синонимом правителя. То есть, не каждый правитель является халифом в кораническом значении. Я еще раз говорю, любой правитель, президент, император, король, халифа, имам и так далее, или амир аль-му'минин, халиф аль-му'минин и так далее, и так далее, это все являются правителями. Из них, когда люди, из них, когда какой-нибудь человек выполняет права Аллаха и права людей, то называют его халиф. То халиф, который в Коране написано, то есть правильный халиф. Уважаемый доктор, когда я спрашивал вас, кто такой халиф, вы сказали, что это любой правитель. Зачем вы это сказали? Разве это значение есть в Коране и Сунне? Разве мы не на основе Корана и Сунны говорим? Вы это сказали не потому ли, что вы убегаете от божественной истины, поэтому придаете кораническому слову не кораническое значение? Я еще раз призываю вас вернуться к теме, к обсуждению того халифа, о котором сказано в Коране и Сунне. Конечно, является весьма интересным то, каким образом слово халиф, наместник, стал синонимом правителя. До ислама халиф не был синонимом правителя. Ни одного правителя до ислама не называли халифом. Знаете почему? Потому что ислам исповедовал учение о халифе и наместнике Аллаха, его посланника. Это учение ислама. Поэтому каждый правитель, который приходил к власти после посланника Аллаха, называл себя халифом пророка. Зачем? Чтобы придать своей власти легитимность. Потому что после посланника Аллаха, правителем мог быть только его наместник, только его халиф. И естественно, со временем это слово стало синонимом слова правитель. Поэтому, согласно Корану и Сунне, эти правители были лже-халифами, не настоящими халифами, люди, которые не по праву называли себя халифами. Само возникновение слова халиф уже ясно свидетельствует об истинности нашей позиции и ложности позиции доктора. Если в исламском учении не было понятия халиф и наместник посланника Аллаха, то почему узурпаторы так старательно пытались выдать себя за его наместника? Это во-первых. То есть мы говорим о правильном халифе, как выразился доктор, о том халифе, о котором сказано в Коране и Сунне, то есть мы обсуждаем халифа Аллаха и его посланника. Поэтому, уважаемый доктор, если вы еще раз во время обсуждения будете касаться другого значения этого слова, то мы примем меры, которые вам будут малоприятны. Прекращайте пудрить мозги людям, вернитесь к непосредственной теме. Во-вторых, халиф Аллаха – это наместник Аллаха, то есть это тот, к кому люди обязаны подчиняться, это тот человек, подчинение которому является подчинением Аллаху, как сказано в Священном Коране. «Ман юти иррасуль, фа кад ата Аллах» «Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху» Четвертая сура, восьмидесятый аят. А халиф – посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Это наместник посланника Аллаха, то есть это тот человек, подчинение которому является подчинением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Это объяснение Урфа, уважаемый доктор. Вы же признаете, что Урф объясняет Коран и Сунну? Так вот, согласно арабскому Урфу, именно такое значение имеет слово «халиф». Итак, наместник посланника Аллаха – это человек, подчинение которому является подчинением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. А так как подчинение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, является подчинением самому Аллаху, то наместник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, это человек, подчинение которому является подчинением самому Аллаху. Другими словами, после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, халиф Аллаха и халиф посланник Аллаха – это один и тот же человек. Еще другими словами, халиф посланник Аллаха является халифом самого Аллаха. Это во-вторых, то есть халиф Аллаха и халиф его посланника – это один и тот же человек, подчинение которому является подчинением Аллаху и подчинением посланнику Аллаха. В-третьих, в священном Коране сказано Я устанавливаю на земле наместник Сура корова, вторая сура, тридцатый аят В этом аяте имеется ряд очень важных деталей В первую очередь, значение слова халиф, наместник Мы говорим, что халиф Аллаха Это человек, подчинение которому является подчинением самому Аллаху А вот, что говорит наш уважаемый доктор Абушуэй То есть получается, что здесь про халифа, что то, что речь идет Это в первую очередь про человека речь идет Про плохих и хороших людей Даже про тех, кто проливает кровь То есть халифа будет проливать кровь Халифа будет дать в сад То есть халифа является человеком Почему Аллах здесь в этом аяте назвал человека Своим, то есть получается халифа Потому что халиф Это также означает тот, кто будет действовать не по своему желанию а именно будет следовать, потому что халиф это наместник, а наместник всегда следует тому, что его оставили, что ему сказали. Аллах Аззава-Аззалла создал человека и отправил на землю этого человека и сказал, ты будешь следовать по откровению, поэтому человек должен действовать по откровению, не по своей страсти. То есть доктор говорит, что халиф Аллаха это тот, кто должен подчиняться Аллаху. Мы спрашиваем, на каком основании вы делаете такой вывод? Он отвечает, потому что халиф это наместник, а наместник это тот, кто обязан подчиняться тому, чьим наместником он является. И через такое понимание доктор Абушаев делает вывод, что все люди являются халифами Аллаха, даже плохие, потому что все люди без исключения должны подчиняться Аллаху. Что ж, нам остается только аплодировать доктору. Это нужно внести в книги по софистике. Это обязательно нужно внести в книги по софистике. А софистика заключается в следующем. Он доказывает сопутствующее значение, ссылаясь на совпадающее значение. Но само совпадающее значение, через которое он доказывает сопутствующее, он отрицает. Это просто гениально. Для тех, кто не знаком с этими терминами, объясняю. Совпадающее значение – это значение самого слова. То есть это то значение, которое вкладывается в само слово. Например, слово «два» означает «две единицы». «Две единицы» – это значение слова «два». А слово «четыре» означает «четыре единицы». Это совпадающее значение. А сопутствующее значение – это значение, которое не вложено в само слово. Но всегда сопровождает то значение, которое вложено в слово. Например, у слова «два» и «четыре» имеются сопутствующие значения – это «четность». То есть «четыре» не означает «четность», но всякая четверка неизбежно является четной, потому что четность является следствием четверки. А что делает доктор? Он с помощью слова «четыре» доказывает четность, а сам смысл он отрицает, то есть он отрицает, что слово «четыре» означает «четыре единицы». Он как будто говорит «четыре» – это «четность», потому что слово «четыре» означает «четыре единицы», а «четыре единицы» – это «четность», и при этом он отказывается принимать, что «четыре» – это «четыре единицы». Вы скажете «абсурд», вы скажете «глупо», ну а вы заметили этот прием, когда он это говорил? Смогли вы уловить эту софистику? Другими словами, я еще раз попытаюсь объяснить, он отрицает само значение слова в то же самое время. Через это самое значение он доказывает совсем другое значение, которое является сопутствующим значением. Это, конечно же, недействительная аргументация, ложная аргументация, софистика. Почему? Потому что сопутствующее значение является следствием совпадающего значения. И нельзя доказывать следствие, отрицая его причину. То есть четность является следствием того, что цифра является четверкой. И вы не можете доказывать, что цифра является четной, если отрицаете, что она является четверкой. Но ведь доктор делает намного более сложное. Он доказывает четность через четверку, а потом саму четверку отрицает и оставляет только четность. Разве не гениально? Я объясню то же самое только на нашем примере. Доктор говорит, что халиф Аллаха это тот, кто должен подчиняться Аллаху, потому что халиф означает наместник. А наместник это тот, кто должен подчиняться тому, чьим наместником он является. Но при этом доктор не согласен с тем значением, что халиф Аллаха это тот, подчинение которым является подчинением Аллаху. А ведь это и есть непосредственный смысл слова наместник и халиф. Другими словами, халиф – это наместник, а обязанность подчиняться является следствием того, что он наместник. А если он не наместник, то и подчиняться не обязан. А чтобы донести только тот смысл, который хочет доказать доктор, необходимо использовать слова «раб» или же «подчиненный», но никак не наместник, потому что наместник обязан подчиняться только после того, как он сам обретет власть над другими от имени того, чьим наместником он является, в отличие от раба или подчиненного. Если вы с первого раза не поняли, то рекомендую прослушать еще раз и на медленной скорости. Поэтому халиф Аллаха – это тот подчинение, которым является подчинением Аллаху. Да, следствием этого является то, что этот наместник обязан подчиняться Аллаху. Но это следствие того, что он наместник, а не само значение слова «халиф». Поэтому мы не можем согласиться с доктором, что все люди являются халифами, потому что не всем людям нужно подчиняться. Это вообще абсурд полнейший. А то, что доктор сказал… И когда сказал Твой Господь ангелам, я создаю на земле халиф. Сура Аль-Бакара 30. Халиф здесь не Адам, а не только Адам. Адам, а еще один был супругой. Никакой власть и никакое правительство не нужна была. Почему Аллах, аз-за-ву-джелла, его назвал халиф? И не только Адам, алейхиссалам. Запомните, что здесь речь идет не только про Адама, а здесь речь идет про общего человека. Что каждый человек на земле является халиф. Почему? Потому что в этом же аяте дальше что говорит? Ангелы сказали, неужели ты создаешь на земле человека, который на земле создаешь того, кто будет делать фасад, и будет проливать кровь? Сура Аль-Бакара 30. То есть здесь не жален в арде халифа, имеется в виду человек, не только Адам. Адам, алейхиссалам, не делал никакой фасад и не проливал никакой крови. То есть получается, что здесь про халифа, что то, что речь идет, это в первую очередь про человека речь идет, про плохих и хороших людей. Даже про тех, кто проливает кровь. То есть халифа будет проливать кровь, халифа будет делать фасад. Доктор ссылается на слова ангелов, чтобы доказать, что халифом являются не только хорошие люди, но и плохие. То есть все люди. Я хочу спросить уважаемого доктора, а вы в Коране случайно не заметили возражения самого Бога? Вы не заметили, как Аллах возразил ангелам? Вы нас неприятно удивляете, уважаемый доктор. Вам не кажется, что вы зашли слишком далеко, защищая эту ложь? Аллах возразил ангелам и сказал, «Инни а'ламу ма'ля та'ламун» «Воистину я знаю то, чего вы не знаете». Аллах возразил им, и это означает, что ангелы не знали всей истины. Также я хотел обратить ваше внимание на еще один важный момент в данном аяте. «Инни джа илун фил арди халифа» Вот это построение предложения указывает на непрерывность и продолжительность. «Истимрар» В отличие от следующего аята, например, «Я дауду инна джа альна ка халифатан фил арди» В этом аяте истимрара непрерывности нету, в отличие от предыдущего аята. А это означает, что на земле всегда будут халифы и наместники Аллаха. «Всег-да». Я не знаю, владеет ли уважаемый доктор арабской грамматикой, а если владеет, то насколько хорошо, поэтому я пока не буду приводить цитаты из книг, чтобы доказать, что «Ист мифайль» без «алиф» и «лам», который дает «насп» означает продолжительность и непрерывность. Возможно, сам доктор об этом прекрасно знает. Если он не знает, то я приведу цитаты из книг по арабской грамматике. А что касается того, что сказал доктор, что Аллах не может быть наместником, потому что Аллах не умирает. Уважаемый доктор, то вы говорите, что у Аллаха есть халиф, который переводится как «наместник», то вы говорите, что у него не может быть наместника. Все очень просто. Уважаемый доктор, наместник бывает не только у тех, кто умирает. Даже у живых бывают наместники. Например, у живого правителя бывают наместники в тех городах, где он сам отсутствует. А у Бога имеются наместники, потому что не все люди в этом мире имеют связь со своим настоящим властелином, то есть с Богом. И эту пустоту заполняют те, кто эту связь имеет. То есть те, кто имеет связь с Богом, например, через откровения, являются наместниками Бога на земле. И через этих людей все остальные люди могут находиться под покровительством и властью Бога. В значении Ташрии, а не Таквини. В значении Таквини. Конечно же, все находятся под его властью. А вот чтобы узнать о воле Бога, то есть о воле Ташрии, а потом вести себя так, как он хочет, и таким образом находиться под властью Ташрии, людям нужен наместник Бога на земле, так как об этой воле, о воле Ташрии, не все люди могут узнать самостоятельно. И поэтому те, кто отворачивается от наместников Аллаха, отворачиваются от самого Аллаха и находятся под властью дьявола. Опять-таки подчеркиваю, в значении Ташрии, а не Таквини. А то вы любите понимать все в перевернутом свете. Мы вообще о Таквини не говорим и никогда не говорили. Это вы постоянно касаетесь этого вопроса, чтобы запутать людей. Забудьте про Таквини. В этих обсуждениях мы об этом не будем говорить, мы только говорим о Ташрии. Все единогласны в том, что все то, что происходит, происходит по воле Всевышнего, по воле Таквини. Но при этом не все то, что происходит, соответствует воле Ташрии. Именно поэтому мы говорим о Ташрии, а не Таквини. А то, что не все люди имеют эту связь с Богом, то причина не в том, что у Бога имеются недостатки, не в том, что Бог чего-то лишен на узабельдах, а в том, что у людей имеются недостатки, в том, что у большинства людей имеются хиджаб и покрывало, мешающее им устанавливать связь с Богом и узнавать о Его воле Ташрии. Помимо этого, человек должен подражать, исследовать себе подобному, брать пример совершенного, но все же человека. Именно по этим причинам у Бога имеются наместники, имеются всегда, во все времена, потому что Аллах обязал себя милостью и наставлением. А наличие таких людей является милостью и наставлением. То есть наличие совершенных людей, которые имеют связь с Богом, знают о воле Бога и, более того, не искажая, выражают Его волю, волю Ташрии. Наличие таких людей во все времена является милостью Бога и Его наставлением, которыми Он сам себя обязал, согласно Корану. И это наш довод, на который вы никогда не сможете ответить. Вы бессильны перед этим доводом, вы до сих пор не ответили и никогда не сможете ответить на этот довод. Единственное ваше оружие против этого довода это игнорирование или же искажение, искаженное понимание довода, что вы практически делали до сих пор. Из всего вышесказанного совершенно очевидно, что наместник Аллах должен назвать именно сам Аллах через своих посланников или предыдущих наместников. То есть следующего наместника Аллах может назначить не только через своего пророка и посланника, но и через предыдущего наместника. И никакая шура или урф не может сделать человека наместником Аллаха. Самого значения слова наместник и халиф уже достаточно, чтобы доказать, что халифа и наместник Аллаха и его посланника должен называть и назначать только сам Аллах. Никаких других доказательств для этого не требуется. А то, что вы говорите... Но они это приводят на то, что Аллах выбирает правителя, а это куфор уже. Это к минимуму куфор я сейчас буду доказывать, иншаллах. То есть получается так, что когда мы говорим, Аллах дает у власт, это правильно. Но выбирает Аллах, это неправильно. В чем отличие, иншаллах, это отдельный вопрос. Очень интересный вопрос тоже, кстати, это. Ну, в общем, нигде не написано. Коран и Сунна не определяют именно правитель, потому что в этом мире может быть сотни правителей, сотни разных людей. Скажите, уважаемый доктор, как можно дать кому-то что-то, предварительно не выбрав его для этого дарения? Как вы можете подарить цветы, например, кому-то, предварительно не выбрав, кому их подарить? Вы говорите, Коран и Сунна не определяют правителя. Уважаемый доктор, а как же тогда следующие аяты? Ман юти иррасуль фа кад ата Аллах. Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. Коран, 4 сура, 80 аят. Разве в этом аяте Всевышний не определил правителя, не выбрал правителя, не назначил правителя? Разве это не является определением правителя? Разве это не является выбором правителя? Разве это не является назначением правителя? Вы уверены, что не наговариваете на Коран и Сунну? Уважаемый доктор, или вот этот аят Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику Сура семейства Имрана, 32 аят Разве этот аят не означает назначение? Разве в этом аяте Всевышний не выбирает, не назначает правителя людям? Ставя посланника наряду с самим собой Ставя подчинение посланнику На один ряд с подчинением самому себе Или же следующий аят О вы, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и носителям власти, обладателям власти среди вас Сура женщины, 59 аят Разве эти и множество других подобных аятов не являются выбором правителя? Разве в этих аятах Бог не указывает людям, кому подчиняться? Разве в этих аятах Бог не выбирает людям правителя? Не назначает правителя над ним? Кто такие обладатели власти? Вы говорите, что обладатели власти это все правители Даже плохие из них, даже неверные из них Ясно сказано в хадисе, это уже отдельная тема, он уходит от темы вообще В хадисе четко сказано Подчиняйтесь своим правителям Пока он вам не скажет Когда какой-то правитель его слова противоречит Коране и Сунне, то не подчиняешься А если не противоречит, подчиняется Это общее правило в Исламе, в Коране и в Сунне Аллах Аззаваджелла говорит Подчиняйтесь Аллаху и Посланнику и Амр правителям Когда у вас будут споры и разногласия с правителем каких-то вещей Руддуйте Аллаху и Расулу, верните это Аллаху и Посланнику Простите меня, уважаемый доктор Но я уже грешным делом начинаю сомневаться в том, что у вас есть образование какое-то Как вы вообще перевели 59 аят суры женщины? Аллах Аззаваджелла говорит Подчиняйтесь Аллаху и Посланнику и Амр правителям Когда у вас будут споры и разногласия с правителем каких-то вещей Руддуйте Аллаху и Расулу, верните это Аллаху и Посланнику Где в этом аяте сказано Когда у вас будут споры и разногласия с правителем Какие еще споры и разногласия с правителем? Где это в аяте сказано? Где там написано ссоры, споры и разногласия с правителем? С правителем. Уважаемый доктор, это же начальный курс любого нормального исламского учебного заведения. У нас уже был тут один по имени Абу Усман Джоузи. Представлялся знатоком арабского языка, но путал маф улюм ля с маф улюм мутляк. То есть путал вещи, которые очень трудно спутать друг с другом. А наш уважаемый доктор делает еще более детские ошибки. В аяте сказано. Если вы припираетесь, если вы спорите, если вы разногласите друг с другом. Не с правителем, а друг с другом. Вы друг с другом. Не с правителем, а друг с другом. Уважаемый доктор, это Бабы Тафауль. Который означает мушарака. То есть вы, о люди. Друг с другом, если припираетесь в чем-то, то обращайтесь к Корану и Сунне. Субханаллах. А я думал Абу Усман пробил дно, когда спутал маф улюм ля с маф улюм мутляк. Но это же азы, уважаемый доктор. Это проходит в первой неделе исламского обучения. Как вы не знаете значения Бабы Тафауль? Как вы вообще понимаете Коран? Как вы преподаете Коран? Как вы читаете Коран? Как вы толкуете? Как вы объясняете Коран? Как вы пишете книги о Коране, не зная значения Бабы Тафауль? И переводите, если у вас будут споры с правителем С каким еще правителем? Господи, ты назад вам перевел, как вы припираете с правителем Суханаллах Что я только что слышал? У меня просто непередаваемые ощущения от услышанного Ладно, давайте вернемся к тому, что сказал доктор И повторим, что он сказал Я и говорю, нет, это не надо знать Аллах же тебе не сказал, что ты будешь знать, кому подчиняться и кому не подчиняться И ясно сказано в хадисе, это уже отдельная тема, он уходит от темы вообще В хадисе четко сказано, подчиняйтесь своим правителям Пока он вам не скажет Когда какой-то правитель, его слова противоречат Кур'ан и Сунна, то не подчиняешься А если не противоречит, подчиняется Это общее правило в Исламе, в Кур'ане и в Сунне Аллах, аззава ажалла, говорит Уважаемый доктор, тот человек, который учил вас пониманию Корана, возможно, в недостаточной мере владел техникой толкования Вы сказали две вещи Первое, Аллах приказывает подчиняться всем правителям Второе, Аллах приказывает подчиняться всем правителям, но с одной оговоркой Подчиняться правителям до тех пор, пока его правила не будут нарушать и противоречить религии Ислам А если не будут противоречить, то надо подчиняться Это общее правило в исламе, вы сказали. То есть, вы сказали, нужно подчиняться всем правителям, но с той оговоркой, что нужно подчиняться до тех пор, пока они не нарушают и не противоречат религии ислам. И нужно подчиняться всем правителям, чтобы не было фасада и зульма. Это две важные вещи, которые я хочу подчеркнуть из ваших слов. Хорошо, мы с этим полностью согласны. Но мы говорим, что это обусловленное подчинение. Это не абсолютное подчинение. Это подчинение, которому Всевышний обязал при определенных обстоятельствах, при определенных условиях. Если этих условий не будет, то не нужно будет и подчиняться. Не обязательно будет подчиняться. А обусловлено оно, это подчинение, тем, чтобы правила и приказы не противоречили исламу. Но мы ведь говорим не об этом подчинении, Даже запретные вещи, уважаемый доктор, становятся дозволенными при определенных условиях. Например, даже свинина становится дозволенной, если вы находитесь под угрозой смерти от голода. Если вы оказались, не дай бог, в такой ситуации, где вам больше нечего есть, кроме свинины, если вы не будете есть свинину, то вы умрете, то даже свинина становится дозволенной. Но мы ведь говорим не об этом. Мы говорим об абсолютном подчинении, о котором говорится в 59-м аяте сур женщины. В аяте сказано О, вы, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Повинуйтесь Аллаху. В чем повиноваться, уважаемый доктор? Скажите, это повиновение чем-то ограничено? Конечно же нет. И точно так же, ничем не ограничено подчинение посланнику Аллаха. Тут нет никаких условий. В подчинении посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, нет никаких условий. Люди не имеют права выбирать, в чем подчиняться пророку, а в чем не подчиняться. В Коране сказано Тот, кто подчиняется посланнику, тот непременно подчиняется Аллаху. Тот обязательно в порядке подчиняется Аллаху. Это Коран, 4 сура, 80 аят. Этот и другие аяты говорят о том, что подчинение посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, ничем не ограничено. Ничем не обусловлено. У верующего нет выбора, когда приказывает пророк, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, как сказано в аяте Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. То есть если Аллах и посланник приняли решение, то верующие уже не имеют выбора, они обязаны подчиниться этому решению. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. 33 сура, 36 аят. Поэтому тот, кто подчиняется Корану, тот приносит принадлежности для письма, когда того приказывает пророк. А тот, кто является лицемером, тот противостоит пророку, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, и говорит «Галябахуль ваджи». Его одолела болезнь, не нужно ничего приносить для него. Он становится между пророком и его завещанием. Он препятствует завещанию пророка, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, несмотря на то, что пророк приказывает «Принесите мне принадлежности для письма». Таким образом, уважаемый доктор, Аллах приказывает подчиняться своему посланнику. А дальше в этом аяте, в 59 аяте суры женщины, говорится «Ва улиль амриминкум», то есть и обладателем власти, то есть имеется «атф». А что такое «атф» в арабском языке? Вы знаете, уважаемый доктор, какой смысл в себе несет «атф»? Я спрашиваю об «атфе» с помощью частицы «ва», которая использована в данном аяте. Вы знающий человек, поэтому вы должны знать, что такое «атф» и что оно означает. И должны знать, что все то положение, которое касается ма'атуфа алейхи, в данном аяте это посланник Аллаха. Это посланник. Это же положение касается и ма'атуфа. В данном аяте ма'атуфом являются обладатели власти. Другими словами, этот аят означает, что то положение, которое касается посланника Аллаха, касается и обладателей власти. А это означает, что подчинение обладателям власти также является абсолютным, ничем не ограниченным. Почему? Потому что подчинение обладателям власти является подчинением посланнику Аллаха саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям. Потому что в аяте сказано Подчиняйтесь посланнику и обладателем власти И посланник Аллах с обладателями власти соединен с частицей В Которая означает Атф Атф означает, что все, что касается первого, то же самое касается и второго То есть обладателей власти А это означает, что подчинение обладателем власти является подчинением посланнику И так как подчинение посланнику является подчинением Аллаху, то подчинение обладателям власти является подчинением Аллаху. Также является подчинением Аллаху. Поэтому обладатели власти это ограниченный круг лиц, которые являются наместниками Аллаха и его посланника, и на которых должен был указать сам Аллах и его посланник. Их должен назначать Аллах через своего посланника, или же наместников, других наместников, других халифов. Вы говорите, что под обладателями власти в этом аяте подразумеваются все правители, потому что Аллах приказал подчиняться всем правителям. Мы говорим, нет, уважаемый доктор. Да, Аллах приказал подчиняться всем правителям, но это обусловленное подчинение. Обусловлено оно двумя условиями. Подчиняться нужно, чтобы не было фасада и зульма. А если вне подчинения не будет фасада и зульма, то можно и не подчиняться. И второе. Подчиняться нужно до тех пор, пока их правила не будут противоречить исламу. То подчинение, о котором вы говорите, обусловлено этими двумя условиями. А в этом аяте обладатели власти являются ма'атуф, а посланник Аллаха салаллаху алейхи в алейхи в алейхи в алейхи в алейхи. подчинение которым ничем не ограничено. И в этом аяте речь идет именно об этих наместниках и халифах Аллаха. Подчинение которым ничем не ограничено. Им нужно подчиняться безусловно, потому что в этом аяте имеется Атф. То есть после Атфа названы те люди, подчинения которым являются подчинением Аллаху. Как сказано в аяте. «Ман юта иррасуль фа кад это Аллах». Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. Не может быть такого, чтобы до Атфа был безусловный приказ подчиняться, а после атфа оно стало обусловленным. Это нарушение элементарных правил арабского языка и толкования Корана. Вы или не знаете об этих правилах толкования, или же в угоду своим прихотям нарушаете эти правила. Вот еще один аят, в котором ясно говорится, что Аллах выбрал правителя. Их пророк сказал им, поистину Аллах послал вам Талута, Малика, правителям. Сура Корова, аят 247. В этом аяте речь идет именно о выборе, о назначении, потому что люди его не выбирали. Люди были против выбора Аллаха. И тем более выбор Аллаха противоречил Урфу, потому что по Урфу правителям должен был быть богатый и состоятельный человек, как сказано в аяте, Они сказали, возразили пророку своему, как может он властвовать и править над нами, если мы более достойны владычества и правления, чем он. И он не богаче нас имуществом, он не богаче нас, не состоятельнее нас. Это тот же самый аят, корова 247. Поэтому во всех этих аятах Аллах выбирает правителя, назначает правителя. А вы говорите, этого нет в Коране. И это ширк. Но они это приводят на то, что Аллах выбирает правителя. Это куфор уже. Это минимум куфор я сейчас буду доказывать, иншаллах. В общем, нигде не написано. Кур'ан и сунна не определяют именно правитель, потому что в этом мире может быть сотни правителей, сотни разных людей. Вы также говорите. Это какая философия? Это же противоречит этой философии Кур'ана, что надо теперь знать, какой хыси, какой манави, или надо знать, про кого Аллах сказал или не сказал. Здесь планета. Планета вообще. На этом планете есть 200 правителей. Завтра, если где-то там, где-то в Африке, где-то мусульманский правитель будет, или где-то в другое место. Мы будем уточнять это, хыси или не хыси. Может быть, на этом планете скоро будет 100 халиф. Будем проверять, кто из них, про кого Аллах хочет или не хочет, что за философия. Уважаемый доктор, все очень просто. В каждый период есть только один наместник. Всех остальных правителей должен назначать этот наместник Аллаха и его посланника. И только одному этому наместнику подчинение является безусловным, а подчинение всем остальным является обусловленным, обусловленным ранее приведенными условиями. Да, Аллах приказал при определенных условиях подчиняться всем правителям, но не потому, что они являются его наместниками и халифами, а потому, что этого требуют те или иные обстоятельства. Ярким тому примером является пример Али-Ибнабутали, который никогда не присягал Абу-Бакру, считал его преступником и узурпатором, но, несмотря на это, никогда не брался за меч, чтобы свергнуть его, свергнуть Абу-Бакру, и заключил с ним мирный договор. Все это было приказом Аллаха и его посланника. Интересы ислама и человечества требовали этого. В Сахи Бухарии и Сахи Муслиме об этом ясно говорится. В Сахи Бухарии говорится, Говорится, что Фатима жила еще 6 месяцев после послания Аллаха, Али-Ибнабутали, а когда она умерла, его светлость Али-Ибнабутали, али-Исалату вассалам, похоронила ее ночью и не позволил присутствовать на похоронах Абу-Бакру. Сам прочитал над ней молитву. Также говорится, что пока Фатима была жива, у Али было желание появляться среди людей. И тогда, когда она умерла, Али-Ибнабутали, али-Исалату вассалам, заключил мирный договор с Абу-Бакром. Это мусалиха. И захотел присягнуть ему. Но присягнул ли он ему или нет, мы чуть позже узнаем. Хотя все это время, он все это время, пока же была Фатима, не присягал Абу-Бакру. И тогда он отправил к Абу-Бакру человека. «Приходи ко мне, и пусть с тобой больше никто не приходит». Обратите внимание, Али-Ибнабутали, али-Исалату вассалам, приказывает, говорит Абу-Бакур, «Приходи ко мне». Разве так присягают правителю? Разве так присягают халифу, посланника Аллаха, саламу алейкум 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 алейкум? И разве, когда присягают халифу, когда присягают законному правителю, когда присягают наместнику пророка, ставят какие-то условия? Разве говорят ему, приходи и пусть больше никто с тобой не приходит? Зачем Али-Ибнабутали поставил такое условие? И какое он имел право ставить такое условие, если Абу-Бакр был его правителем, законным правителем? если Абу Бакр был по-настоящему наместником и халифом посланника Аллаха, и какое он имел право говорить ему «приходи сам ко мне». Он должен был смиренно отправиться к Абу Бакру и присягнуть ему, если на самом деле Абу Бакр был халифом и наместником пророка. «Валяйя тина ахаду маак кирахиятан лима хадари умар». Алибин Абиталиб, а.с. сказал, пусть никто с тобой не приходит, потому что Алибин Абиталиб, а.с. сам не хотел видеть, не хотел, чтобы Умар ибн Аль-Хаттаб присутствовал. «Факаля Умар». Обратите внимание, тогда Умар сказал, когда Умар услышал эти условия, он сказал, «Ля в Аллахи, ла тадхулю алейхим». «Нет, клянусь Аллахом, ты не войдешь к ним, ты не отправишься к ним». «Вахтак» — в одиночестве. «Факаля Абу Бакр». «Ва ма сайтахум айяв алюби». Тогда Абу Бакр сказал, что они могут со мной сделать, что они сделают со мной. «Валлахи ла аатиэннахум, фадахаля алейх». Абу Бакр говорит, нет, клянусь Аллахом, я войду к ним и вошел к ним. Почему Умар ибн Аль-Хаттаб не хочет, чтобы Абу Бакр в одиночестве вошел к Алибин Абиталиб, а.с. И почему Абу Бакр говорит, что они могут со мной сделать? Они боялись входить. Умар боялся того, чтобы Абу Бакр в одиночестве входил к Алибин Абиталиб, а.с. Почему? Разве так присягают? Разве так признают? Халифа и наместника, посланника Аллаха, когда Абу Бакр вошел к Алибин Абиталиб, Алибин Абиталиб, а.с. сказал, мы знаем достоинств, Мы знаем о том, что было даровано Богом тебе. Мы не отрицаем то, что было им даровано тебе. Но ты попрал нас в деле. Ибо мы считаем, что наше родство с пророком, саллуллаху алейхи ва салям, закрепляет за нами право на долю. Помимо всего ранее сказанного, Алибин Абиталиб, алейхи салатуллаху ассалам, открыто говорит, Ты попрал нас в деле. Ты попрал наше право в деле. Это Саи Бухари, книга Аль-Магази, военных походов. Глава, посвященная походу на Хайбар, хадис 39.98. Также имеется предание Исаии Муслима, в котором говорится, Омар ибн Аль-Хаттаб сказал, когда посланник Аллаха, саллуллаху алейхи ва салям, ушел из жизни, Абубакр сказал, что я являюсь валию расуллеллаху алейхи ва салям. То есть я являюсь наместником пророка, я являюсь валием, посланником Аллаха, Но вы двое, то есть Алибн Абиталиб и Аббас, вы двое, Но вы пришли и требовали свое наследство, фа каля Абубакр, фа каля Расулллаху алейхи ва салям, манура Цума таракнаху садака, что я слышал, Абубакр сказал, что я слышал, что посланник Аллаха, саллуллаху алейхи ва салям, сказал, что мы не оставляем наследство, а то, что осталось от нас, является милостенней, является благотворительностью. Но вы двое, то есть Алибн Абиталиб и Аббас, вы оба считали его, Абубакра, лжецом, грешником, вероломным и предателем, фа ра айту ма ху кадыбан, асиман, гадиран, ха инан, то есть Алибн Абиталиб, алейхи ва салям, считал наместника пророка, халифа, посланника Аллаха, считал, кадыб, лжецом, асим, грешником, гадир, предателем, вероломным человеком, ха инан, предателем. Это в саги муслиме приведено со слов Ума Рабин Аль-Хаттаба. Это саги муслим, хадис под номером 1902, 1902. Все это говорит о том, что Алибн Абиталиб, алейхи ва салям, несмотря на то, что считал Абубакра лжецом, заключил с ним мир ради интересов ислама, чтобы не было войны, чтобы не расшатать основы молодого исламского общества. И это было приказом Аллаха, которому подчинялся Алибн Абиталиб, алейхи салям. Поэтому, да, мы признаем, что всем правителям в тех или иных условиях, в тех или иных обстоятельствах необходимо подчиняться. И это веление и приказ Всевышнего. Далее вы сказали, Абсолютно запутался. Легитивно, нелегитивно, не от Аллаха. Легитивно, нелегитивно, это слово, которое, латинское слово, то есть, легейшн, нелегейшн, это вообще буквально 400 лет назад было придумано, то есть, оттуда везяли и распространяли на разных языках, тем более, это никак не относится к шариату, что Аллах, азоу джалла, делал какой-то власть легитивной и нелегитивной. То есть, когда Аллах хочет, чтобы ему подчинялись, то это будет легитивно, и когда Аллах не хочет, то это не будет легитивно. Я еще раз говорю, не происходят такие действия, где Аллах не хочет, где Аллах, азоу джалла, не хочет, чтобы это происходило. Никогда бы не стал Абубакр, алейхиссалам, правителем, если бы Аллах это не хотел. А если кто-то скажет, что нет, все равно бы происходило, он кафир, потому что он рабубия отрицает. Неважно, уважаемый доктор, как это называть, легитимность или машруия. Важна суть, уважаемый доктор, важна суть, а не то, как это называть. Вы говорите, что это не от Аллаха, а мы говорим, что вы исповедуете нечто уродливое. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Ам ляхум насибун миналь мульк». У них что, имеется доля во власти наряду с Аллахом? Они что, имеют долю во власти? Сура женщины, 53 аят. Уважаемый доктор, у кого еще наряду с Аллахом есть доля во власти, чтобы этот кто-то мог предавать власти легитимность? Вы приписываете Богу сотоварища, потому что призываете подчиняться тем правителям, которых назначал не Аллах, которых выбирал не Аллах, а кто-то другой. Мы говорим, «Нет, то, что вы говорите, является нарушением единобожия в поклонении, является нарушением траухида улюхия, потому что, согласно единобожию в поклонении, только Аллах заслуживает поклонения, а одним из видов поклонения является абсолютное подчинение и смиренность. Не обусловленное подчинение, а абсолютное подчинение. Не подчинение, которое вызвано определенными обстоятельствами, подчинение абсолютное, необусловленное. Поэтому человек должен подчиняться только наместнику Аллаха и его посланника, а подчинение и абсолютная покорность всем остальным являются малым ширком, нарушением траухида улюхия. Я еще раз подчеркиваю, Речь идет об абсолютном подчинении, а не об ограниченном и обусловленном. Мы говорим о том подчинении, которое является подчинением Аллаху, как сказано в аяте. «Мэн юты иррасуль фа кад это Аллах». Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. Мы говорим о наместнике пророка, саллаллаху алейхи ва салям, подчинение которым является подчинением пророку и, как следствие, подчинением самому Аллаху. Вы говорите. То есть получается, что если защищать себя от фасада и зульма и не противоречить это шариату, ты должен подчиняться даже христианину, а если это будет противоречить Курану и Сунна, то ты не должен подчиняться даже Абу Бакру. Если человек сам выбирает, в чем подчиняться Абу Бакру, а в чем не подчиняться, то на каком основании Абу Бакр является халифом пророка? Разве человек имеет право выбирать, в чем подчиняться пророка, а в чем не подчиняться? Разве в аяте 59 суры женщины, обладатели власти не поставлены в один ряд с пророком? Разве согласно этому аяту подчинение обладателям власти не является подчинением самому пророку? То есть вы предлагаете, чтобы человек сам был правителем над своим правителем, чтобы сам решал, в чем подчиняться, в чем не подчиняться. Тогда это не настоящий правитель. Разве пророк, который был настоящим правителем, мы имеем право так судить? Вы исповедуете нечто уродливое, потому что утверждаете, что шариат касается всех вопросов, кроме самого важного из них. Вы ведь сами сказали. Назначать правителя – это какой же еще Амар? Это великий Амар должен проходить через чур. Так почему же по поводу такого великого дела, как назначение правителя, шариат ничего не сказал? Вы говорите, что не происходят такие вещи, которые Аллах не хочет. Мы говорим – происходят. И вы сами говорите, что происходят. Аллах запрещает убийство невинных, а не происходит. Запрещает другие грехи, а люди их совершают. Вы манипулируете, перескакивая от таквини к ташрии и наоборот. Наше обсуждение касается только ташрии. Перестаньте пудрить людям мозги. Если все, что происходит, происходит по воле Аллаха, то зачем же Абу Бакр и Умар побежали выбирать правителя в экстренном порядке? Они не знали, что все происходит по воле Аллаха? Об этом знаете только вы? А они об этом не знали? Они не знали, что все то, что происходит, происходит по воле Аллаха? Зачем же они побежали? Вы говорите, что присяга отличается от выбора. А мы говорим, что любая присяга сопровождается выбором. И любой выбор предполагает присягу. А присяга – это не какая-то особая церемония. Присяга, бей-ад – это принятие на себя обязательств поддерживать и подчиняться правителю. Шура дает присяга. Присяга – это значит признать, что он наш правитель. Да, публичные, влиятельные и авторитетные члены общества должны делать это публично. Они должны публично приносить присягу законному правителю. Тем более, если речь идет о наместнике посланника Аллаха, а все остальные люди не обязаны публично это делать. Вы говорите, что правитель выбирается по УРФу, и при этом не можете найти в себе силы объяснить, что такое УРФ. Уважаемый доктор, УРФ – это общепринятые в каком-либо обществе нормы, правила и обычаи. Все так просто и незамысловато. Одним предложением можно было объяснить, что такое УРФ. А это означает, что УРФ – это понимание большинства. А вы говорите, УРФ – это не большинство. И, кстати, ма'аруф не является синонимом УРФа, как вы утверждаете. Ма'аруф – это одобряемое, а УРФ – это принятые в каком-либо обществе нормы, правила, обычаи. А те примеры, которые вы привели, чтобы объяснить, что такое УРФ, не имеют никакого отношения к УРФу. Например, пример с оплатой за коммунальные услуги. Это пример договора, пример купли-продажи. Какое это вообще имело отношение к УРФу? Современные люди не по УРФу обязаны платить за газ, а по шариату. Почему? Потому что шариат обязывает платить за покупки, обязывает платить по договору, обязывает платить за использованные услуги, обязывает платить за услуги, оказанные ему. Вы говорите, что выбор правителя – это не религиозный вопрос. Мы говорим о наместнике и халифе пророка, саллаллаху алейхи и ва салям. А вы говорите, что это не религиозный вопрос. Мы не обсуждаем выбор султана, короля или царя. Наша тема называется «Назначил ли пророк, саллаллаху алейхи и ва салям, преемника или не назначил?» Мы говорим о преемнике пророка, о его наместнике. А вы говорите, что это не дело религии и шариата. Вы сколько угодно можете назвать Абу-Бакра королем, царем или султаном. Но если вы назвали его халифом пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, то будьте добры привести доказательства из Корана или Сунны. На каком основании он наместник и халиф пророка, саллаллаху алейхи ва салям? На каком? Вы унизили шариат, ограничили его, вывели из поля ведения шариата самые важные вопросы. Вы ослабили шариат, парализовали его, лишили эффективности, ограничив его юрисдикцию второстепенными и незначительными вопросами. Это ровно то, что было сделано с христианством. Это самая настоящая парализация. Вы говорите, что правильным халифом является тот, кто соблюдает права Аллаха и права людей. Другими словами, вы говорите, что правильного халифа можно определить после того, только после того, как он стал правителем. То есть, выбирается правитель, и если он, став правителем, будет соблюдать права Аллаха и права людей, то он правильный халиф. А если не соблюдает, то он неправильный халиф. Мы говорим, уважаемый доктор, что от этой идеи отупел бы даже сам Эйнштейн. Что за бредовая идея? Пророк ушел из жизни, и люди, чтобы понять, кто является его преемником и наместником, должны были сначала назначить себе правителя, а потом посмотреть, будет ли он соблюдать права Аллаха и права людей или не будет. Нормальный человек сказал бы, что надо сначала понять, кто является правильным халифом, и только потом назначить его правителем. А Абу-Шейб говорит, что сначала надо назначить, а потом понять, правильный он халиф, достойный он халиф или неправильный, недостойный. Вы, уважаемый доктор, говорите. Абу-Бакар, Умар, Усман Али, и других их назвали халифа. То есть они являются лучше не потому, что они являются, их назвали халифа, а потому что они их не только назвали халифа, они были заместителями и наместниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А вслед за этим говорит следующее. Это мы никак не можем понять. Как-то так получается, что действия наместников и заместителей пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не являются религией. Задумайтесь. Действия людей, которые являются заместителями и наместниками, Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Человека, который полностью подчинен откровению, не являются религией. С какой стати тогда они являются его заместителями и наместниками? С какой стати эти люди являются заместителями и наместниками пророка, саллаллаху алейхи ва салям, если их действия не являются религией? Вы приводите хадис из сахих муслима. А-на-сутаба-ун-ли-курейш Люди следуют за курейшитами. Этим хадисом вы доказываете, что правитель должен выбираться по урфу. Потому что вы говорите, говоря эти слова, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, не ссылался на откровение, а ссылался на урф. Уважаемый доктор, а вы прочитайте этот хадис до конца. В хадисе сказано А-на-сутаба-ун-ли-курейш фил-хейри ва-ш-шар Люди следуют за курейшитами как в хорошем, так и в плохом. Как в добром деле, так и в плохом деле. Этот хадис констатирует тот факт, что курейшиты имели авторитет среди арабов. Что арабы во всем следовали за курейшитами, как в хорошем деле, так и в плохом деле. Как в добром деле, так и в злом деле. Это не призыв, уважаемый доктор. Вы же не думаете, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, призывал людей следовать за курейшитами в шарре, в плохом, злом деле. И напоследок, позвольте дать небольшое разъяснение мудрости, которое заложено в том, что Аллах всегда и во все времена назначает своего халифа на земле. Дело в том, что милосердие, доброта и наставление Аллаха требует того, чтобы у людей всегда был пример для подражания. Как сказано в аяте, «Ла кад кана лакум фи расул лилляхи усвятун хасана» «Посланник Аллаха является был для вас прекрасным примером». 21 аят, 33 сур. Милосердие, доброта и наставление Аллаха требуют того, чтобы всегда был лидер, за которым люди могут следовать, который никогда не приведет к заблуждению, который будет настоящим правителем, таким как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, а не таким как Абу Бакар, решение которого нужно оценивать и подчиняться только тем из них, которые не противоречат Корану и Суме. Почему? Почему нужен такой лидер, вы спросите? Потому что этого требует милость, доброта и наставление Аллаха, чтобы в судьбный день никто не мог сказать, «О Аллах, Ты ведь не дал нам пример для подражания? Ты не дал нам лидера, за которым мы могли следовать и заслужить Твое удовольство?» Аллах дал все, чтобы человек мог заслужить вечное блаженство. В том числе и непорочного лидера, подчинение которому является подчинением Аллаху. Например, такого как посланник Аллаха, саллаллаху. И даже более того, это первое, что Аллах дал человечеству. Это важнейшее, что Аллах дал человечеству. Непорочного лидера, такого как Адам, Нох, Ибрахим, алейхи муссалам, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, или Алибин Абитальба, алейхи саллату ва салам и другие. Неужели вы полагаете, что Аллах дал человечеству столько второстепенных вещей, чтобы наставить людей, но не дал самого важного, лидера, руководителя, имама и халифа, который никогда не ошибается и всегда ведет людей по верному пути? Неужели вы полагаете, что Аллах дал только таких, ненастоящих лидеров, как Абу Бакр, решения которых нужно еще оценивать? Как же скверно вы рассуждаете? Ма лякум кейфа тахкумун. Что с вами? Как вы рассуждаете? Как вы судите? Са амайхкумун. Как же скверно то, как вы рассуждаете? Как же скверно то, как вы судите? Я убедился, что эта тема слишком сложная для доктора. Мне приходится разжевывать для него самые элементарные вещи, а он все равно не понимает, что я хочу сказать и донести. К сожалению, доктор понимает ислам примерно так же, как его понимал иерей Даниил Сысоев. Конечно, я разочарован. Очень разочарован. Вся глубина и мудрость теории халифата недоступна пониманию доктора. Несмотря на всю его ученость и образованность, его ум отравлен многовековой пропаганды лжехалифов и их приспешников. Вы только послушайте, как скверно понимают наши ясные доводы. Как раз он здесь говорит, что у вас является милость. Я хочу спросить, смотрите, милость, милость Аллаха у каждого из нас, много милости. Аллах Азажалла в Коране говорит, что Аллах дает милость. Да, говорит. Как раз вместе с уластью написано где Аллах Азажалла говорит, я даю только монтажа, даю власть кому пожелаю, сразу следующее предложение говорит, даю уважение и честь кому пожелаю. И также Аллах говорит, милост кому пожелаю. Хорошо. Получается, что и власть, и уважение, и милост Аллах дает. Хорошо. Сегодня миллион, не миллион, а сегодня много неограничных количеств людей, у которых есть милост. Каждый должен довод показать, что Аллах сказал про меня в откровении, что у меня власть дает. А если у него не будет довода, то значит это не Аллах дал. Это и есть довод против вас. Я вам говорю же, милост Аллаха, уважение Аллаха, то есть то, что Аллах дает уважение, то, что Аллах дает милост, это Аллах дает же. Но для этого же не нужна дополнительный довод, чтобы доказать из Корана, что раз милост Аллах дает, значит должен если про кого-то будет написано в Коране, что тому Аллах даст милост, то это будет от Аллаха, а остальные нет от Аллаха. Это и есть Написано, что власть Аллах дает Но это же не довод на то, что про кого будет написано И про кого Аллах скажет, что этому я даю То именно ему Аллах дает, а другим не дает Как раз я и говорю, вы не понимаете то, что вы сами говорите Власть это и есть милость Милость кто дает? Аллах дает Власть кто дает? Аллах дает Миллион людей, у которых сегодня милость есть Миллион людей, каждый человек Он должен доказать, что это милость от Аллаха? Нет, конечно, каждый милость от Аллаха Поэтому тогда, когда кто-то получил власть То он тоже не должен доказывать, что это от Аллаха Я еще раз говорю, на этом свете, может быть, скоро 100 халиф появится Каждый из них будем искать в Коране? Нет, конечно, милость Аллаха, кому посчитать, тому и дает Не надо ограничивать милость Аллаха Во-первых, уважаемый доктор Мы не говорим, что даровать кому-то власть – это милость Мы говорим и неоднократно говорили И уже устали повторять Что назначать, выбирать и называть достойного лидера Является милостью к творениям Во-вторых, вы несете полнейший абсурд Даже если понимать наши доводы так же скверно, как вы Четырнадцатый и последний вопрос Была ли власть фараона милостью для него, для фараона? Нет, для фараона не является милостью Мы, когда требовали доводы на то, что Аллах даровал милость Абу Бакру Мы об этом и говорили, что власть не для каждого является милостью Совершенно очевидно, что мы выбрали слишком возвышенную тему Недоступную пониманию доктора Поэтому я вижу необходимость немного спуститься К обсуждению более простых вопросов И перейти к обсуждению второго пункта обсуждаемой темы А именно К обсуждению назначения Али ибн Абиталиб Али и Салат Ва Салам Ва Саламу Алейкум С шиитами У нас, как вы знаете, что были То есть Они, в свою очередь, поставили запись Мы отвечаем Поэтому Лючи, чтобы понятно было На что мы отвечаем и что мы говорим Это Лючи вместе Поэтому также будем продолжать Что ставят запись И вместе послушаем Будем отвечать Уважаемые братья и сестры Просьба такая, что вы внимательно слушайте Внимательно слушайте, что там говорится Если там Довод или нет там довод Я так понял или неправильно понял Или что, как Чтобы вы тоже поправили меня Правильно поняли Может быть он одно говорит Поэтому Потому что это в основном делается для вас Чтобы вы делали вывод И не только для вас Это, инша, Аллах сохраняется И Если Аллах, аз-за-ву-джелла Положит в этом барракад То будет большая польза для людей Поэтому В этом есть В любом случае Польза есть Даже если это вам не полезно То в этом польза есть для Ваших других братьев и сестр Поэтому Активно участвуйте Слушайте Говорите, что поняли, что не поняли И так далее И сейчас Брат ставит запись И я буду отвечать Где надо будет говорить Отвечать Я буду перебивать И с этого момента Когда я перебиваю Брат Начнет Заново ставить Если там Другая тема начинает То брат Пару секунд Или несколько секунд Назад Сделайте Чтобы понятно Было ясно Было следующий вопрос И так Уважаемый брат Начинайте Активно Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавая ДимаTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима PtositR Mississippi INGS И ons Если вы записываете, например, кто-нибудь, сколько раз он оскорбляет личность, для меня это не страшно, в общем, но таким словами, которые, может быть, вам незаметны, только уже начали, нам нужен довод, а не оскорбление. Нам нужен довод, доказательство. Очень простая задача. Шиити говорят, что Аллах в Коране говорит, что Аллах выбирает халиф. Пока Аллах не выберет, не надо выбирать халиф. Народ не имеет права выбрать правителя и халиф. Мы говорим, где это написано, скажите. Они начинают криковать, критиковать, оскорблять и так далее. Это же не довод. Так что мы просим довод. Давайте, братья, уважаемые братья и сестры, внимательно слушайте, может быть, где-нибудь поймете, что он довод сказал. Или же он одно и то же будет говорить, бесполезно только наша идеология. У нас какая идеология? Мы еще не начали говорить свои идеологии. И просим довод. Вы говорите, что Аллах сказал, что я говорю, где написано. Все? Всего лишь. Специально он в каких-то книге пишет, это красноречие, чтобы показать людям, что у нас все хорошо, у нас все нормально. Потому что у них способ такой, и у них есть такой способ, и у других до этого, которые мы слушали. Способ такой, когда нету довода, доказательства или что-то сказать, начинает на личность переходить. Вот ты джахер, вот ты не знаешь, вот невыжество, вот твои идеологи не жизнеспособны, вот ты так говоришь, вот ты так сказал, вот ты даджал, вот ты кафе, вот ты мужик, до этого, который, все, всего лишь. Больше никаких. На самом деле это не так. На самом деле религия это идеальная вещь. Ислам это идеальная религия. Здесь все четко и ясно. И здесь никаких путинец нету. Здесь все нормально. Просто специально есть люди, которые водят, чтобы гад закидывает людям и водит их в заблуждение. Чтобы именно выживала их идеология. Выживала их секта. Всего лишь все. На этом они закрывают им ход все равно. Может быть, они даже сами не верят. Может быть, они являются неверующими. Я не про какую-то конкретную личность говорю, общую говорю. Может быть, им хоть что. Если кто-то им зарплату платит, или кто-то им что-то даст. Я здесь не говорю про личных какого-то человека. Я общую говорю. К сожалению, так на сегодняшний день не есть. И поэтому люди истине не могут говорить. И истине не могут принимать. Потому что обидится тут спонсор, который его спонсировал. Потому что спонсор его спонсировал, чтобы он именно придерживал какое-то, например, вахабитское убеждение. Если он скажет, что это не куфор, или это не вщерб, то спонсор скажет, нет, я больше тебя не буду спонсировать. Или же спонсор спонсировал его для того, чтобы он придерживал суфистские убеждения. Или шиитские убеждения. Или ханафитские убеждения. Или какое-то другое течение, секта и так далее. К сожалению, это есть. Отсутствует искренность. По этой причине люди не принимают. И всякие слова говорят, для того, чтобы показать, якобы, он сказал все четко, ясно. А твоя идеология, то есть моя идеология, он мне говорит, что моя идеология, это не жизнеспособность. У меня какая идеология? Я говорю, да, вот где? То, что шиити говорят, что Аллах в Коране сказал, что Аллах выбирает правителя, и никто не имеет права, я говорю, где это написано, покажите мне. Тебя тоже знал. Я в чем не прав? Разве я не ему право требовать довод? Может быть, у них никто не требовал довод, поэтому они не привыкли. Абушуаев с детстве, только на основе довода и доказательств. Без довода и доказательств никакое слово не говорит насчет религии. Потому что Аллах Азаваджаллах, они говорят, «Кулхату бурханакум» «Скажите, принесите свой довод». Дальше. То есть только вы замечаете, как он оскорбляет очень много, может быть, даже сто раз может оскорбить. Может заметно, незаметно. Специально для того, чтобы... Но мы не будем его оскорблять или кого-то. Специально для того, чтобы показать, что была которой〇зовой семье одинаково. dijo «Кулхатsome области за свои 同 три углашениями этой Израильмы». Но мы не можем его этоWE «Кулхат interes». И вот90 миллиард Кул� jawятый. Продолжение следует... 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 сказать, что этот человек наместник Аллаха — это есть «щирк». То есть, получается, что то, что я запрещаю, это я что запрещаю? Это я говорю слово «наместник» говорить или слово «найб» говорить. Ничего я не запутался. А то, что разращиваю, это халиф. Халиф — это не означает «наместник». Халиф не означает наместник. Халиф — это всего лишь… То есть, смотрите, халиф что означает? В Коране Allah, Azza25, на Адама и на человека сказал халифу. Это значит, человек, который должен быть под кривеньем. Давайте ещё раз повторим и послушаем его речи из двух разных выступлений. В одной из речей он говорит, что в суре Бакара слово «халиф» не переводится как «наместник». Суре Бакара, когда мы объясняем, мы там говорим, что слово «халиф» переводится как «наместник». Это не первая история, это не первый раз. А в другой речи он доказывает своё толкование и объяснение слова «халиф» тем, что в суре Бакара слово «халиф» переводится как «наместник». То есть халиф является человеком. Почему Аллах здесь в этом аяте называется человека своим, то есть получается, халифом? Потому что халиф, это также означает тот, кто будет действовать не по своему желанию, а именно будет следовать. Потому что халиф — это наместник. А наместник всегда следует тому, на что его оставили, что ему сказали. Откуда эта детская противоречия в словах доктора? Конечно же, вне всякого сомнения, всё это следствие его убеждений, которые являются ложными. Именно поэтому у него много... Именно поэтому у него так много противоречий. Уважаемый доктор, мы не цепляемся к словам. Мы говорим, что... Если бы это было не от Аллаха, то вы нашли бы в нём... Баракаллаху хейку, можно обратить внимание, что он говорит, что в Абу-Шуаеве есть противоречия. Во-первых, в Абу-Шуаеве, если противоречия, это же не относится пока. Это же не довод на то, что то, что вы говорите, это правда. Но... Да, действительно, если у Абу-Шуаева есть противоречия, то это только кажется человеку, который не знает Коран. Человек, который знает Коран, он не скажет, что здесь была какая-то противоречия. Здесь мы говорим против халифа, наиб и наместник. Это общий перевод. Общий халифа как переводится? Наместник. Общий. Но когда это слово приходит для халифа именно для халифатуллах, то слово халифатуллах нельзя говорить. Слово халифатуллах нельзя говорить только в том случае, когда ты его переводишь как наместник, как наиб. А можно говорить в том случае, когда ты имеешь в виду подчинение Аллаху. Например, Аллах Аззава Аджалла говорит, «Инни джаилун фил арди халифа» «Я создаю на земле халиф». Можно говорить халиф, если ты имеешь в виду, что человек, который будет подчиняться Аллаху. Я говорю, «Инни джаилун фил арди халифа» «Я создаю на земле халифа». Здесь халифа имеет в виду человек. А в частности, первый человек, Адам Алихи Саламу, это мисс Иджма. Довод на это все. Следующий дальше. В Коране очень много это говорится. В этом даже спорное, что с халифой имеется в виду Адам Алихи Салам, который был первый человек. Аллах Аззава Аджалла, почему про человека говорит и про Адама говорит, потому что он халифа. Почему он халифа? Потому что, в общем, халифа – это наместник, который не имеет своей воли. Он будет жить по закону или по воле другого. То есть человек не по своей воле на этом планете будет жить, а именно по откровению будет жить. Смотрите, это не первый вопрос, и не это очень... Ранее ученые говорили, халифат Аллах можно говорить или нет. Это не я говорю. Из умы 90% ученых говорят, что халифат Аллах нельзя говорить. Например, в имам Ан-Науи есть такая книга «Аладкар». Он говорит «Ямбаги». Это так надо. Аллах сказал, чтобы человек не говорит «Лялькаим» для человека, который будет контролировать ямр мусульман, дела мусульман, то есть человек правитель. Ямр мусульман будет правитель. Умр мусульман, дела мусульман будет контролировать, то есть правитель. Правитель мусульмана нельзя говорить «Халифат Аллах». Имам Ан-Науи в своей книге Аладкаре пишет, что на правителя мусульмана нельзя говорить «Халифат Аллах». Бальюкал, «Халифа» надо говорить, что он халифа. Или же «Халифа-р-Расул». Или же можно говорить, что он является «Халифат Аллах». Или же «Амир-Ал-Муамминин». Или же можно говорить «Амир-Муамминин». Это общая фатва ученых, что нельзя говорить «Халифат Аллах». Наместник – это когда человек приходит за кем-то. Если это так, то нельзя говорить халифатуллах. А если это как подчинение, мы говорим, что это не наместник Аллаха, а это подчинённый Аллаху, что он будет жить по закону Аллаху, по закону Аллаха, то можно говорить в таком случае халифатуллах. Что касается халифатуллах, то можно говорить, например, Абу-Бакар алейхиссалам стал наместник пророка Мухаммаду-Расуллах. Поэтому, когда мы говорим халифатуллах, то это значит человек, который будет жить по откровению, который будет подчиняться Аллаху. А когда мы говорим халифатуллах, то это наместник пророка. Поэтому общий период халифа – это наместник, но это даже никаких путеницей, никаких вопросов. Я наоборот могу говорить, наш оппонент говорит, как детский противоречий. Конечно, он может оскорблять, но нам без разницы. Мы можем говорить, что это детский вопрос, почему вы не понимаете. Просто, очень просто. Когда слово «халифа», его можно перевести на местник, да, можно. Общий его перевод – наместник. Но когда это относится к Аллаху, то нельзя говорить, что он наместник Аллаха. Наместник Аллаха однозначно нельзя говорить вообще. А что касается слова «халифатуллах», то «лах» тоже не переводится на русском «наместник Аллаха». А можно перевести его в то, кого Аллах создал после других. Например, если вы «Тафасир» посмотрите, то там пишут, что «халифа», Адам, алейхисалам, халифа – это потому, что он, человека, Аллах создал после других народов. Это другая совсем тема. Поэтому никакой довод нет на то, что можно говорить на русском языке «наместник» или на арабском языке «найб» Аллаха. Что касается даже слова «халифа», несмотря на то, что есть доказание из хадиса, учёные сказали, что нельзя говорить. Некоторые учёные этого хадиса не знали, а некоторые, то есть правильно то, что на самом деле доказано. Но нельзя говорить, когда ты его переводишь как «наместник», а можно говорить, когда ты его переводишь как «человека, которого Аллах поставил и подчинён Аллаху». Обратите внимание теперь. Бывает, что общий перевод, а бывает, когда это слово относится к Аллаху, это Кур'ан, надо знать, и всё нормально будет. Например, «нафс» – слово «страст». «Нафс» – переводится «страст» или «душа». Общий перевод. Но когда про «нафс» Аллаха речь идёт, то мы не можем говорить, потому что это на самом деле не доказано. Потому что «нафс» переводится не только «страст» и «душа», но ещё и «личность». Аллах, аз-за-уджилла, сур-ал-майдас, 16 говорит, «та'аламу ма фи нафси, вала а'аламу ма фи нафсик». То есть Иса, алейхиссалам, суд не скажет, «та'аламу ма фи нафси». Ты знаешь то, что в моем нафсе, вала а'аламу ма фи нафсик, а я не знаю то, что в твоем нафсе. Здесь «нафс» как переводится? Ни «страст» и ни «душа». Поэтому те люди, которые говорят «душа Аллаха», я знаю, что у них доказана для Аллаха душа, мы говорим неправильно. Нафс для Аллаха доказан, а душа не доказана. Душа не доказана. Нафс доказан. Например, мы можем говорить общее «нафс» — это душа, да, «нафс» — это страсть, да. Но когда это слово для Аллаха, то мы не говорим. Потому что для этого надо дополнительный довод, чтобы и доказать. Потому что «нафс» — это не одно и то же, неоднозначно это переводится. «Нафс» — это три перевода имеют. Точно так же с урали Амрана, аят номер 54. Например, есть такое понятие «макар». Макар — это фитрас. Ва макару, ва макараллах. Некоторые прямо так переводят. Ва макару антитрили, ва макар Аллах и Аллах хитрил. Ва Аллаху хайру лмакиринь, Аллах лучий из хитресов. Сур Али Амрана, аят номер 54. Это макар — это хитрость. Мы говорим «макар», да, действительно переводится «хитрость». На русском языке. Макар для Аллаха доказан? Да, доказан. Но это и есть тут хитрость, которая на русском языке хитрость? Нет. Это не хитрость, а это план. Скрытный план против врага. Как на русском? На русском нет такой перевод. Макар остается макар. То есть мы говорим. Человек может быть. Вот Абушуев к себе противоречит. Потому что он в одном месте говорит, что макар — это хитрость, а в другом месте говорит, что макар Аллах нельзя говорить, как хитрость Аллах. Это не противоречий. Это потому что... Потому что правильное понимание Коран. Также обратите внимание, например, сурад духаат номер 7. Далла, дал — это заблудший. Дал, как переводится, заблудший. Но про пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалам, Аллах говорит, «Во ваджеда ка баллан фахада». Некоторые так и переводят, сурад духаат номер 7. На русском языке. «Во ваджеда ка и нашли тебе баллан заблудшим фахада». Руководили. Мы говорим, что нет. Даллан, конечно, общий перевод. Заблудший не только. Потому что это неоднозначный перевод. Балл это может быть человек, который дорогу потерял. Человек, который не знает путь. Человек, у которого нет знания. То есть у пророка, салаллаху алейхи вассалам, не было знания. Это не заблудший, а не знающий. Он откровения не знал. Аллах, аз. джелла, в Коране в другой месте объясняет, что «ты не знали, что такое подробный иман. Ты не знал, что такое Коран. Аллах дал тебе это и есть объяснение баллан. Это не заблудший. Пророк никогда не бывает заблудшими. поэтому человек может сказать Wine против себя, потому что дуалу говорит заблудщее а здесь не переводит заблудщее что это не заблудник где нельзя говорить что пророк заблудье поэтому это дело нельзя говорить что пророк заблудья это слово потому что дуал тимофей antibiotic неоднозначный перевод это слово точно так же мы говорим Weekend общий халифа этот наместник но халиф от Аллаха наместник Аллаха нельзя говорить. Наместник Аллаха нельзя говорить. И такие много сотни вещей есть, которые мы будем говорить, а конкретно другое объяснение. В общем, можно говорить, что халифа — это наместник, а халифа от Аллаха нельзя перевести наместник Аллаха. У Аллаха, аззава чалла, нет наместника. Так же, как у Аллаха нет совет, который совет дает. Нет у него какого-то вазира или нет какого-то насера, помощника Аллаха. Нет. Так же нет у Аллаха детей, или сына, или дочь, и так далее. Аллах причислен от этого. Точно так же он причислен от наместника. Слово «наместник» — это русское слово. Нету, не доказано для Аллаха «наместник». Потому что качество Аллаха должно быть доказано из Корани Сумна. Что касается халифа от Аллаха, то халифа от Аллаха — это не переводится всегда на «местник», а Аллах, аззава чалла, создал халифа, потому что он будет жить под кривением, он будет подчиняться Аллаху. И дополнение есть в этом. В этом есть дополнение. Именно это слово, это понятно, что до конца мы не разобрали. Халифа. Дальше, иншаллах, об этом будем говорить. Дальше запись и ставьте. Другими словами, это 84-й аят 4-й суры. Этот аят означает, что то, что имеет противоречие, то, в чём имеет противоречие, является ложью, не является карамическим учением, не является исламским учением, не является тем учением, которое было неспослано Богом. А то, что говорит доктор, вне всякого сомнения, не является учением ислама. Это его собственное изобретение, его собственные измышления. Иначе не было бы всех этих противоречий. В исламе нет никаких противоречий. Это было первое противоречие. Второе противоречие. В одном месте доктор говорит, что власть бывает двух... Вы заметили, что он назвал собственное изобретение, тоже ученые 90 процент считает что на халифах даже на арабском нельзя говорить ну и чтобы ответить тому хадису принять и вот уже говорим что да есть дозорина слова халифа тулла если его правильно объяснить на русском на местник аллах это только может только джахили из-за бручьи люди которые не знают не трогали не куран может только позволить себя и так сказать это собственность человек который не знает книги и не знают убеждения не знают куран только он может сказать что это собственное изобретение поэтому все доказали с корана что все у нас неправильно собханаллах собственное изобретение это уже оскорбление в исламе не должны быть у нас нету это просто из-за то что это даже уже я не говорю про конкретного человека нашего оппонента я вообще говорю что все брать или заметили что все брать и говорит вот этого бушла его это он никакие ученые так не говорили он так говорит это только потому что он не читает книги ученых он 90 процентов ученые считают что например чак люди люди общем люди не знают никаких книг и кроме тех не которые кто-то на русском привиле на русском тут переводит определенные с люди которые приводы то есть ухо битки своей литературы перевозите своих услуга стои носите своя от облик егоrou наверное центр и знаете сойду-шей центр вы знаете то есть кто-то придерживаю турция которого перед misto это придерживает пакистан кто-то придерживает саудовской аравии кто-то придивает иран их литературы раньше распространяется а что с исламом им плевать на ислам вообще поэтому они не читают общей книги вообще никаких пруды нету тем более они не читают потому что у них традиция такая вот эта книга прошел все теперь вот это вот это а общее знание у них нету поэтому они обвиняют об ушла его якобы это его он ник не хоть он и так не говорю он первый говорит он первый что-то такой придумал который на самом деле не так на самом деле он поймет если он почитает на самом деле литература просто мы действительно больше время дали того чтобы читать и правильно понимать и получилось так что наоборот нам говорит что вот ты не прав ну что тебе обратите внимание братья я хочу сказать может быть даже не сейчас не по совсем по теме недавно я уезжал другой среди где ученые люди были игры один меня сказал кстати в этот день когда я приезжал я сижу я еще и я сижу перед азарик сидит один человек ученый он меня говорит у него и что вы лишь когда посланник аллах первое откровение получил испугался что на самом деле не знал хадижа ради аллаху она привела его к урока ради аллаху она сказал что когда будет тебе вгонять пророк саосом удивился и говорит амкураджи они меня выгонять будет урока сказал да когда такое скажет кто-то истинно кто-нибудь обязательно выгонять и скажет этого мы не знаем это что-то новое это ты что-то придумал это так и так далее или будет выгонять да это ученые объяснять меня что вначале у тебя должны быть с людьми не будет тебя понимать так ты что-то новое сказал тебе на и тебе будет выгонять а кстати этот этап хорошо что мы уже прошли это этап то что выгнали то есть получается так что если бы меня не выгнали если бы меня так не говорили то у меня бы самому сомнения было после этого хадиса что действительно оказывается да все пророки урока что говорит и когда приходили с такой миссия их выгоняли и говорили что то что-то новое придумал раньше мне это не слушали и бойкотировали и так далее такой будет да такой будет как бы человек истинно переживать а как бы он на топливе желают туда это сектор сушить когда да то что нормально никто его выгонять не будет начните я понятную а это лоховицкой это понятие понятно это суфистки да это какой-то вирт придерживать да это какая-то среди усы всегда так это топлив да понятно потому что все все любая секта люди знают а именно истина то есть монахач пророков а после пророков-сподвижников ради аллаху ангел для некоторых людей это будет бывает что это что-то новое на самом деле это и старая истина то есть получается так что людям кажется как это изобретение буша либо на самом деле чему подобным наверное вы поняли я что хотел сказать дальше второе противоречие в одном месте доктор говорит что власть бывает двух видов на на веи и си а в другом месте говорит что на это вообще не власть но спрашиваем если манави является разновидностью жизни власти ну почему это вообще не является властью вот что отвечает доктор этот раз такой что марин их у вас вообще не у вас почему это тогда не у нас ответ такой что манави не является всех July это так будто говорит что люди бывают богатые бедные потом говорит что бедные вообще не люди Мы спрашиваем, почему бедные вообще не люди, если вы изначально поделили людей на богатых и бедных? Он отвечает, потому что бедные — это не богатые. Мне очень хочется задать один вопрос. Я воздержусь от него, дабы не проявлять неуважение к доктору. Я уже не говорю о том, что в одном месте он утверждает, что мя-нави выше хи-си, а в другом месте говорит, что мя-нави вообще не власть, потому что не является хи-си. И только задумайтесь над этим полетом мыслей. Я еще раз повторюсь. Полетом мыслей — это унитуржие оскорбление. Я еще раз говорю, брат, я не отвечаю на оскорбление. Это ничего страшного. Я отвечаю на основном вопросе. Обратите внимание. Опять же слово мя-нави и хи-си. Это на самом деле никаких разногласий. Это никакой та-а-руб, никакой хты-лаф. Мя-нави и хи-си. Еще раз говорю, например, вы берете оружие и убиваете человека. А этот человек скажет вам, вы меня убили. Это будет что? Хи-си, да, хи-си. Это физически. Хи-си — это чувство. То, что можно чувствовать, то, что можно увидеть, слушать, то, что иметь вес — это хи-си. Или таби. То есть хи-си. То, что можно чувствовать. Хи-си — потому что вы проходили жизнь. Есть хи-си, есть акл, есть уахи. Для вас это не новости, поэтому хи-си — это то, что можно чувствовать, то, что можно увидеть, то, что можно. Это хи-си. На самом деле, получается так, что физически человек тебя убил, да, это хи-си — убит. Хорошо? Но, когда вы скажете какие-то слова, какие-то слова, которые насчет какого-то человека, и он вам скажет, вы меня убили, то это что? Вы на самом деле его убили, то есть это физически, то есть это хи-си — убийство. Нет, это ма-на-ви. То есть вы его не убили, но вы ему причинили определенный вред. Это называется ма-на-ви. Это значит образно. Смотрите. Может быть, ма-на-ви — убийство, это может быть намного вреднее, чем физическое убийство. Может быть. Или ма-на-ви — вред, это может быть больше, чем какой-то физический вред. Поэтому ма-на-ви — больше, чем физический на самом деле. Поэтому мы говорим, что ма-на-ви — улаз. Это больше, чем хи-си улаз. На самом деле, смотрите теперь. Когда ма-на-ви — убийство, например, человек ма-на-ви, ты его убил. Когда человек говорит, значит, не убил, поэтому ма-на-ви. Правильно? Да, правильно. Но ма-на-ви — убийство присутствует? Да, присутствует. Смотрите. Когда мы говорим, что Аллах, аз-за-ву-джалла в Коране говорит, что Аллах поставил печат на сердцах лицемир. Мы говорим, эта печать является ма-на-ви, а это сердце тоже является ма-на-ви. Это не хи-си печат и не хи-си сердце. Аллах, аз-за-ву-джалла в Коране говорит, ожесточились их сердца. Это не имеется в виду хи-си сердце, которое у них. И не говорится ма-на-ви ожесточение. У нас убеждение то, что Аллах, аз-за-ву-джалла, поставил печат на сердцах лицемир. Как мы можем отказаться? Мы не можем сказать, что Аллах поставил печат, как сказал. Но это не поставил печат, это ма-на-ви. А что такое ма-на-ви? Ма-на-ви намного больше, чем хи-си. Потому что ма-на-ви сердце намного важнее, чем хи-си. Почему? Потому что ма-на-ви сердце, когда не работает, то человек в ад попадет. Ма-на-ви печат, это значит лицемирие, это значит гарантия ада. А сердце, если у тебя болит, инфаркт или что-то другое, ничего страшного, максимум умрешь. Поэтому мы говорим, что болезнь в сердце больше, чем сердце. На самом деле, да, на самом деле. Но это значит отсутствие этого физического болезня. То есть получается, что это не говорит. Аллах, аз-за-уджалла, про лицемир говорит, у них сердца. У них болезнь в сердцах. Это не говорит о том, что есть какой-то стенокардия или кардиомиопатия, или коронарный синдром, или какой-то инфаркт, или что-то. Нет, это не про физические болезни говорится. Это говорится про зависть, про лицемирие, про высокомерие. Про эти вещи говорится. То есть это мановые вещи, которые намного хуже, чем хи. Вы поняли, что когда мы говорим, смотрите, теперь я говорю, это болезнь намного больше и вреднее, и хуже, чем хи-си болезнь. То есть мановые болезнь хуже, чем и больше, чем хи-си болезнь. Я прав? Да, прав. А мановые болезнь? Это значит, что мановые, значит, нет хи-си болезни, нет такой определенной физической стенокардия, или инфаркт, или что-то другое. Прав? Тоже прав. Поэтому, когда мановые указывают на отсутствие физически или хи-си, то уже прав, а когда мановые указывают на больше и на высшие степени, то тоже прав. Это не противоречие. Почему противоречие кажется человеку? Потому что он не знает Коран. А когда человек не знает Коран, конечно, он не будет разницы знать между хи-си и мановыми. Ибрахиму, алейхиссаламу, Аллах даровал власть. Это мановые власть. Это больше, чем физически, чем хи-си власть. Если манови, то мы никогда не можем отрицать. Аллах, аз-за-ву-джелла, в Коране говорит, что Ибрахим, алейхиссалам, является имамом для нас. Все. Кто-нибудь из нас есть, который не признает Ибрахима, алейхиссалама, своим имамом? Нет, конечно. Но это значит, какой из них? Если физически хи-си имам, значит, он должен жить. И он должен нам сказать, куда нам идти, где воевать, где не воевать и так далее. Должно быть же так. Но он умер. Его нету сегодня. Он для нас какой манови имам? И много в этом указания, например. Мы говорим, Аллаху салли аля Мухаммаду, аля али Мухаммаду, кама салли аля Ибрахиму, аля Али Ибрахиму. Также мы говорим много что-то. Это говорит манови то, что он наш манови имам. Манови имам, значит, ему подчинять нам не надо. Подчиняться не надо. Его приказ не будет, чтобы нас отправлять куда-то на войне и так далее, потому что он умер. Он наш манови имам, манови правитель. Хиси. Хиси правитель, это правитель, которому надо подчиняться. А манови, это которому не надо подчиняться. То есть у него нету хиси власть. А у него власть есть, который власть, который на убеждение, на сердце, на манови. Братья, в этом вы увидите противоречие вообще? Скажите, два-три братья скажите, которые поняли, скажите, это противоречие вообще? Я не вижу, например, то, что я сказал. Валейкум ассаляму варахматуллахи. Братья, вау, нет противоречий. Все четкое, баракаллах, все к ней записывал. Все понятно, изначально даже было все понятно. Уже повторы идут, конечно. Хорошо, дальше записи ставьте. Я еще раз повторюсь. Доктор, ученый и знающий человек. Он не тот человек, который будет совершать такие совершенно детские ошибки, которые выставляют его в глупом свете. Нет. Он просто хочет убежать от применятия той идеи, которую мы доказываем. Да, он выглядит крайне глупо. Он хочет убежать. Никуда не хочу убежать. Смотрите, например, почему оппонент говорит о меня, что я хочу убежать? Почему? Я же не хочу убежать. Он же мои намерения не знает, он мое положение не знает. Он даже не знает, что мы еще не начали своими доводами устраивать определенные... То есть, ничего не знает, и говорит, что я хочу убежать. Вот это зачем так говорит вообще, это я не знаю. Но это не один раз говорится. Это сотни раз вы можете посчитать за этот час. Зачем это? Хочет убежать. С самого начала он казался восстанным. Он сам сейчас, это тема. Братья, без комментариев. Никто кромко не нажимает. Дальше. Запись. Но убегает он весьма эффективно. Не думайте, что вся эта путаница делается просто так. Нет, эта путаница – самый эффективный способ избежать ответственности перед нашими неопровержимыми доводами. Но мы с позволением Бога все распутаем. Но, конечно же, доктор еще раз будет все запутывать. А мы будем все распутывать. Возможно, это будет длиться очень долго. Но он непременно будет говорить противоречивые вещи. Чтобы запутывать. А мы будем демонстрировать эти противоречия. Которые, согласно Корану, являются признаком лжи и недействительности идеологии и убеждений. Это второе противоречие. Третье противоречие. В одном месте он говорит, что Мя-Нави – власть. Это образное высказывание. То есть Мя-Нави называется властью в переносном значении. Образно называется властью. Послушайте. Мя-Нави – значит, Аллах хочет, чтобы он покид. А где такое вообще? Мя-Нави – это когда отсутствует. Например, вам говорит, Аллах, в начале сурата Бакарь, Аллах, в лицемерах Аллах поставил печат на их сердца. Это печат является Мя-Нави-печат. То есть на их сердце печата нет. Это Мя-Нави, на самом деле, печат не существует. но это образно сказано, имеется ввиду, что они, у них лицемерие есть, охватили их грехи и так далее. Например, человек говорит другому, ты разбил меня сердце. Вот это слово разбил, это ма'нави, то есть на самом деле он не разбил ему сердце, это образно сказано. А ма'нави у ласа, это отсутствие у ласа, то как там дальше Аллах хочет, чтобы ему подчинялись. Потому что получается так, что надо Коран знать хотя бы сурату-бакара, чтобы человек знал, чем отличается хиси от ма'нави дальше. Здесь, уважаемый доктор, обвиняет Бога во лжи и говорит, что в Коране сказано, у лицемеров печать на сердце, а на самом деле никакой печати нет. Например, вам говорит Аллах, смотрите, он говорит, Абушаев обвиняет Бога в лжи, то что на самом деле печать, сказано, что печать, а на самом деле никакого печати нет. Разве Абушаев так говорили, братья? Если Абушаев так говорили, скажите, где он так говорил? А если он не говорит, почему он умрет? Специально для того, чтобы доказать, что у них какие-то доводы есть. Неопровержимые. Кстати, я что-то не заметил никакого довода. Братья, подскажите мне, где довод вообще? На их ложные философии, убеждения, шизм. Если будет довод, подскажите мне, чтобы я знал. Я говорю, смотрите, допустим, вы откройте, у нас же была с братьями, то есть было до этого, тапсир у нас есть, записи есть. Откройте там записи, которые были, например, несколько лет назад. Там вы откройте, там прочитаете, там будет написано, что здесь речь идет о печати, ма'нави печати. Есть, которые больше, чем хиси печати. Это говорит о том, что Абушаев говорит, что никакого печати нет. Я говорю, на физическом сердце печати нет, потому что речь не идет о физическом печати и о физическом сердце. А он говорит так, чтобы показать своим, он говорит, что никакого печати нет. Это разные вещи или нет, братья, скажите? Просто он хочет свое доказать и всякими способами пытается. А сам это прекрасно понимает он, я вступудово уверен, он это понимает. Просто он пытается, чтобы свое просто доказать. Но чтобы свое доказать, не надо. Или мы его оскорбляем вообще, или незаметно, что я его оскорбляю? Братья, я его оскорбляю, скажите мне, подскажите мне. Я его также оскорбляю, как он? Скажите мне, честно, скажите, я оскорбляю его или нет? Может, я тоже оскорбляю, не замечаю? Или я тоже на него наговариваю, так как он? Саламу алейкум. Наверное, когда вы говорите шииты, это им как будто оскорбление, кажется, наверное. Олаху. Саламу алейкум. Вы не оскорбляете его, доктор. Просто его задача здесь очевидна. Он просто хочет, чтобы сюда люди не заходили, чтобы вас люди не слышали, не слушали. Вот. Что дальше записи ставьте? В сурату Аль-Бакаре Аллах, Азаджалла, говорит, в лице Мира Аллах поставил печат на их сердца. Это печать является ма'нави печать. То есть на их сердце печати нету. Это ма'нави, на самом деле, печат не существует, но это образно сказано. Это обвинение Бога во лжи. Но речь сейчас не об этом. Как вы видите, он говорит, что ма'нави образно является властью. То есть на самом деле, ма'нави не является властью, потому что то, что является образно чем-то, на самом деле этим чем-то не является. А в другом месте он говорит, что ма'нави это не маджаз, то есть это не переносное значение. Это не образное значение. Почему мы говорим, что ма'нави это выше, чем хиси? Потому что надо знать. Это как раз научный, очень хороший вопрос, кстати. Очень хороший вопрос. Почему ма'нави выше, чем хиси? Очень хороший. Братья, дело в том, что есть такое понятие маджаз. Люди путают маджаз, аллегория, то есть с настоящей, хакико. Есть такая классификация маджаз и хакико, а эта классификация нет в Коране. А в Коране есть другая классификация ма'нави и хиси. Это есть в Коране. Чем отличается? Когда мы говорим хакико и маджаз, то есть мы говорим настоящий и аллегория, значит аллегория это меньше, чем настоящий. Но когда мы говорим хиси и ма'нави, то ма'нави выше, чем хиси. Как? Поэтому, когда мы говорим это выше, а в Коране есть ма'нави, то он никак не может быть маджаз. Маджаз это ниже. Это меньше. Маджаз это меньше, чем хакико. А ма'нави это выше, чем хиси. Как вы видите, в данной речи утверждается совершенно обратное. Ма'нави это не аллегория, потому что аллегория ниже, а ма'нави выше. Уважаемый доктор, в одном месте вы сказали, ма'нави это образное высказывание. Чтобы принизить его положение. Чтобы принизить положение ма'нави власти. Даже более того, вы сказали, это вообще не власть. Это вообще не печать. Это вообще не покрывало. А в другом месте, а иногда даже в том же самом месте, вы говорите, что нет, ма'нави это не маджаз. Ма'нави это выше, чем хиси. В отличие от маджаза, который ниже хакико. Конечно же, доктор все прекрасно понимает. Он все очень хорошо понимает. Просто там, где ему невыгодно принимать, что ма'нави это тоже власть, он говорит, что это вообще не власть. И что оно образно называется властью. Но он знающий человек и понимает, что где-то он лукавит. Поэтому наряду с этим он признает, что ма'нави выше, чем хиси. Итак, вещи бывают двух видов. Ма'нави и хиси. Уважаемый доктор, послушайте, пожалуйста, то, что я сейчас скажу. Хиси это то, что можно почувствовать внешними органами чувств. То есть, пяти чувствами можно увидеть, можно услышать. Или же почувствовать одним из других пяти чувств. А ма'нави это те вещи, которые нельзя почувствовать этими чувствами. Но это не значит, что оно отсутствует, как вы сами это утвердили. Даже более того, ма'нави выше и сильнее, чем хиси. Поэтому ма'нави власть, ма'нави печать и ма'нави покрывало являются большими властью и печатью и покрывалом, чем хиси власть, чем хиси печать и чем хиси покрывало. Но, в отличие от хиси, их нельзя почувствовать органами чувств. Поэтому у Ибрагима, алейхиссалама, была власть. А у лицемеров печать на сердцах и покрывало на глазах. Но эти печати покрывало не видны. Их нельзя почувствовать. Пятью чувствами. Но они есть. Поэтому, когда Аллах говорит, покрывало есть, печать имеется, то это правда. Значит, эти печати покрывало на самом деле имеются. Но это не значит, что их можно увидеть. А то, что вы говорите, уважаемый доктор, когда утверждаете, что на самом деле нет никакой печати и нет никакого покрывала, то вы просто-напросто обвиняете Аллаха во лжи. Обвиняете Аллаха во лжи. Называете Бога лжецом. Называете Коран ложью. Поэтому давайте все-таки согласимся, что маян-аби власть – это тоже власть. И это намного более сильная власть, чем хисси власть. Это третье противоречие. Четвертое противоречие. В одном месте уважаемый доктор говорит, что маян-аби власть означает, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись и его обладателю. Дело в том, что надо знать правильно, Куран. Власть фирауна была власть, а власть Ибрахима, а.с., был маян-аби власть. Хисси власть от маян-аби, чем отличается, это вы должны знать. У Ибрахима, а.с. не было какое-то правительство. Он был имамом маян-аби. И у вас был в него маян-аби. Иметься в виду не в него, а в его потомстве. А в другом месте он говорит, что маанави не означает, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись его обладателю. Как выбор людей может быть фактором легитимности власти с точки зрения Бога и Ислама, если люди не всегда выбирают себе правительством тех, у кого имеется маанави власть? Здесь очень просто. Предыдущий вопрос можно было не поднять. Вместо этого еще один довод бы сказал, чтобы людей просто времени отбирать. Смотрите. Маанави власть. Есть подчинение. Да, есть подчинение. Например, мы Ибрахиму подчиняемся. Да, подчиняемся. В чем? Подчиняемся в религии. То, что наша религия является мидла Ибрахим. Это такое подчинение, как подчинение правителю? Нет. Другое подчинение. Подчинение правителю другое подчинение. То есть подчинение маанави власть, то это другое подчинение. Подчинение хисти власть, то другое. Если мы скажем, маанави власть, то подчинение такое, как нет. Маанави власть, то такое подчинение нет. Такое тива, такое таа нет. Потому что он умер, потому что он у него не был. например я до этого объяснил уже в каждом свое подчинение когда мы говорим нет подчинения значит нет такой подчинения как правителю а когда говорим есть подчинение значит есть такая подчинение как Ибрахиму. Мы подчиняемся, Ибрахиму совершал, мы совершаем, жертву принесения жертв принесения. При Зайне делал также другие много моменты есть, которые имеют, то есть мы и вообще на религии Ибрахима, алейхиссалам, это есть подчинение. Его манавиу в лябсту, то есть то, что он был имам. Я в этом никаких противоречий не вижу. Дальше. Не всегда выбирают тех людей, которым Аллах хочет, чтобы люди подчинялись и за которыми Аллах хочет, чтобы люди следовали. Манавиу в лябсту, значит Аллах хочет, чтобы им подчинялись. А где это хорошее? Манави — это когда отсутствует. Это четвертое явное противоречие. Пятое противоречие. В одном месте он говорит, что есть только один халиф и наместник пророка. И это Абу Бакр. Наместник слово подходит только на человека, который пришел после Расулу Аллаху, а это был единственный человек, это был Абу Бакр, алейхиссалям. Все. Наместник на свете был всего лишь один, а это Абу Бакр, алейхиссалям, потому что он был халифатур-Расуль, наместник пророка. А в другом месте он яростно доказывал нам, что халифов и наместников будет больше двенадцати. Мы хадис привели, следующий ваш довод, то, что мы хадис привели, что посланник Аллах сказал, что двенадцать имамов должен быть, двенадцать халифов должен быть. Хадис говорит, конечно, хадис достоверный, никто не отрицает. Никто не отрицает, что такой хадис есть, посланник Аллах сказал, что двенадцать имамов должны быть, и это должно продолжаться и так далее. Мы говорим, в общей правиле надо знать, что в хадисе, когда какое-то число скажет, то это не говорит о том, что двенадцать и не больше. Нет, нет, нет. Поэтому надо знать, что где в хадисе сказано, что двенадцать имамов, это не говорит о том, что только двенадцать и не больше. Не говорит о том, что только двенадцать и не больше. Потому что достоверный хадис, есть посланник Аллах сказал, что политика Здесь тоже речь идет о наместниках и халифах. Когда мы говорим халиф, то в этом есть подчинение, в этом есть миссия, в этом есть много что. А когда говорим наместник, то на месте кого-то. Наместник это значит на месте пророка, а кто-то пришел на месте пророка. На самом деле что? Все прекрасно знают, что на месте пророка кто пришел, Абу-Баккар, алейхиссалам, пришел однозначно. Никто не пришел, кроме Абу-Баккара, алейхиссалам. Пророк, салалаллаху салам, на мембаре намаз читал? Читал. На этом месте кто встал, намаз читал? Абу-Баккар. Посланник Аллаха на мембаре хутбу читал? На этом мембаре кто продолжил? На месте пророка кто продолжил хутбу? Абу-Баккар, алейхиссалам. Пророк возглавлял, это мир, да, на месте его кто начал? Абу Бакар, алейхиссалам. То есть на месте пророка кто пришел? Однозначно не Умар, не Усман, не Али, не кто-то другой, а имена Абу Бакар. Имена Абу Бакар. Поэтому Абу Бакар, алейхиссалам, на самом деле фактически наместник, реальный, потому что Аллах дозолил. Например, если бы он не был достоин, то Аллах бы никогда не дозолил это место, это же место пророка, великое место. Это не шутки, что на мембар пророка будет человек сидеть просто так, который не достоин этого мембара, или на месте пророка будет. Это же христиане даже не смогли придумать такое. На месте пророка только может прийти в таком периоде человек, который достоин пророка, и он достоин. То есть достоин человек пришел, это был Абу Бакар. Абу Бакар, алейхиссалам, когда умер, на его месте кто пришел? Умар, радия Аллаху Анне. То есть Умар стал наместник Абу Бакара. А потом Усман стал наместник Умара. Потом Усман стал наместник Умара. Потом Алей стал наместник Усмана. Получается, что наместник чья? а это есть слово «наместник», это есть слово «наиб», это есть один из смыслов слова «халиф». Что касается общей смыслы халифа, то общий смысл халифа, даже если сегодня какой-то человек появится, сегодня какой-то человек появится, который будет власть, и он будет право Аллаха и право людей соблюдать, стараться соблюдать, то он будет халифа. «Ала мин хаджу нугууа». не вижу в этом никаких противоречий дальше именно политика великто пророки после него приходил другой пророк и после меня никакого пророка нет их будет очень много этот хадис посланник Аллах сказал 3268 довод на то, что не надо ограничивать, не надо ограничиваться только двенадцатым он также говорил Абу Бакар, Умар, Усмана, Али, Радия, Аллаху, Ангум и других их назвали хулафа то есть они являются лучше не потому, что они являются, их назвали хулафа а потому, что они их не только назвали хулафа они были заместительными и наместниками пророка, салаллаху алейхи вассалам это пятое противоречие шестое противоречие доктор Абу Шейб говорит, что Аллах приказал своему пророку, салаллаху алейхи вассалам создать шуру и поэтому у пророка, салаллаху алейхи вассалам должна была быть шура, совет он должен советоваться в Коране приказы, если Аллах говорит о послании и советоваться с людьми то есть получается такой совет у пророка должен быть но когда ему понадобилось объяснить хадис из Сахир Бухари, где Умар Ибн Аль-Хаттаб говорит, что присяга Абу Бакру была неожиданностью он говорит, что шуры не было во времена пророка Такой Умар, алейхи вассалам, здесь объясняет что мы выбрали Абу Бакру, алейхи вассалама в экстренном порядке когда шура не было действительно не было шура не было шура но когда умер пророк, где шура была не было шура же образовалась после пророка, салаллаху алейхи вассалам потому что пророк, салаллаху алейхи вассалам что пророк, салаллаху алейхи вассалам, от Кирвини почему у обуша ибо такие детские противоречия потому что он неграмотный или потому что ему надо как-то оправдать свои убеждения у нас возникает вопрос уважаемый доктор так шура была во времена пророка самолова алейхи валили салам или ее не было если шура не было то почему пророк салалла вопрос возникает что было было шура во время пророка самолова алейхи вассалям или не было да это кстати очень интересный вопрос поскольку я знаю я не видел то есть много я читал на этой теме но не видел каких-то ученых которые подробно ответили я увидел одну одну книгу которым один ученый отвечает на этот вопрос а потом через несколько лет пишет другая книга говорит что ряд неправильно говорил тогда на шут шура стараюсь очень именно этот вопрос на шут шура шура во время пророка чем отличается шура во время бубакра и так далее он же вопрос серьезный вопрос 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 очень серьезный максимально стараюсь коротко и очень по простому и это полезный вопрос поэтому может быть в пользу принесет братьям и сестры аллах азаджалла в куране говорит ваамрухум шура байнахум сура шура номер 38 ваамрухум дела их дела мусульман шура байнахум совет между собой дело мусульман будет решаться насчет через совет между собой ваамрухум сша байнахум сша бер jede лица пошел в куране 36 а сюда ответ про мусульман мусульман это конечно очень важно тем более это должен должны через совет решаться вопрос следующий такой что на пророка обязательно было, чтобы он создал Ашура и последовал это? Ответ такой, что обязательно было пророку, чтобы он советовал общий совет с мусульманами. Потому что сур Али-Имран 159 Аллах Аззаву Джалли говорит «Ваша веру хум фил амру» и советовали с ними в дела. То есть Машвара или совет советоваться с мусульманами это было обязательно кому? Пророку Но создавать специально какого-то консуль или комитет, или парламент где будет работать Ашура это не было обязательно. Почему? Потому что пророк получал ваххи, откровение И кто получает откровение он является пророк и для того, чтобы утвердить утвердить слова пророка для этого не нужно никакой парламент или каунсель или комитет Мы говорили до этого что мусульман что система ислама система ислама и государство ислама на самом деле имеет два компонента Первое это откровение и второе это все решения будут через ваххи откровение второе это Шура Все Ваххи то, что ваххи есть то, что в откровении написано это не изменится и меняется до сотного дня Например нельзя создавать такой комитет который решит сколько раз не намаз будем читать Это устанавливано в откровении что пять раз намаз и все Нельзя создавать такой комитет где будет сказано можно на хадж хадж совершать можно или нет или признаем сколько ислама и так далее Нет это откровение есть все то, что в откровении есть туда вмешиваться нельзя где нет откровения это умур должны решаться через Ашура И мы говорили что Ашура действительно только тогда когда не будет откровения И во время пророка Мухаммада было откровение приходило новое откровение поэтому не нужно было имена особенно какой-то парламент или комитет или канцеля поэтому у Рима пророка общий совет он общий советовался с мусульманами да с Абу Бакра и Умара часто сотни хадисы есть насчет этого но чтобы создать особенный комитет или каунсель или это не нужно было потому что откровение это нужно было после смерти пророка то есть разница в том что особенный комитет или каунсель где работает Ашура не была но Шура как Машура как совет был потому что мы знаем что есть период откровения а есть период не откровения до смерти пророка Мухаммада это был период откровения там много умур не были устанавливаны точно на самом деле это то что некоторые придираются к этим словам это наоборот надо было надо было просто благодарить за то что некоторые некоторые вопросы мы изучали годами и вывод сделали и смело уже можем сказать что на самом деле было так не чтобы благодарить нам не нужно никакой благодарности ищет недостатки вот он так сказал вот теперь он говорит это это не только привычка шиитов вы заметили что у других братьев тоже такое к сожалению привычка и ну вы знаете но все равно мы еще раз вызов бросаем покажите нам противоречие наши слова то что вам кажется противоречие мы готовим всегда ответить обратите внимание часто же книги пишут кафиры и пишут вот в Коране столько противоречий а на самом деле как это объяснить что это на самом деле не противоречие это вам кажется поэтому то что им кажется что это слова из противоречия это всего лишь недопонимание в Аллаху Альм теперь такой дополнительный как-то вопрос такой был что Абубакр алейхиссалам выбрал обратите обратите сначала мы говорим насчет именно Шура получается что во время пророка действовал действовал как совет общий комитет чтобы специально было там люди как например во время Абубакра алейхиссалам был специальный комитет не назвали его комитет но это была Шура где специально люди были такие как Умар как Усман как Али и как другие ради Аллаху специально имена через них именно именно с ними советовались а потом дальше надо то есть как развивается система комплексно больше добавляется также надо развивать Ашура на сегодняшний день должна быть Шура намного больше намного больше комплексно то есть в Ашури должны сидеть генералы должны сидеть профессора должны сидеть медики должны сидеть политологи должны сидеть экономисты должны сидеть инженеры должны сидеть другие люди другие психологи воинные те которые за безопасность отвечают данной системе или данной стране те которые за образовательные развитие те которые за технологии отвечают те которые за экономическое развитие отвечают Должны в Шура сидеть такие люди. Во время пророка, саллаху, не были больницы. Не была бюджетная система, что больницы столько надо тратить, на самолёт столько надо, аэропорт столько надо строить, вокзалы столько надо, железнодорожные столько надо, обычные дороги столько надо. Загасывает это не было. Эта комплексная система развивается со временем. Поэтому Шура должна развиваться по Урфу. В основе Шура это что? Это и религия. Потому что приказы Амуром Шура. А его развитие, его дизайн или его стиль должно быть по Урфу. Соответственно, чтобы... Это отдельная тема, конечно. То есть получается, что это очень простой. Во время пророка, саллаху, был общий совет. Она развивается дальше и дальше со временем. Должно развиваться. Во время Абу-Бакара это, например, Кур'ан. Мусхаб. Во время пророка, саллаху, был, да. Но его не было как форма книги. Во время Абу-Бакара, алейхиссалама, официально, то есть во время сподвижников, официально книга, сделали его форму официальной книги. Такие много вещей были. Также, например, Ашура не было. Кур'ан на самом деле был. Но его официальная книга появилась во время сподвижников. Как форма появилась во время сподвижников. Ашура на самом деле была. Но его форма официально появилась во время сподвижников. такие много вещей из которые появились именно они суд во время пророка создать не да невозможно было потому что там же откровение новое новое приходило а как завершил лаги лиги сразу то умер через несколько дней пророк все не успели поранса врат не успели ашура делать не успели много вопросов это успели потом абу-бакар и умар алейхмассалам именно до время умара потом во время усмана ради аллаху ангу уже началась наоборот конечно много делали но по конца уровня усмана ради аллаху уже развитие становились и вы знаете что проблем появились дальше запись поставки а то почему пророк салаллаху алейхи алейхи вассалям не позаботился о том чтобы создать ее ведь как вы утверждаете без согласия шуры власть недействительно пока ашура присяга не даст он не будет действительным шура должна быть шура подтверждает этого правителя шура дает присяга присяга это значит признать что он наш правитель все начинает действовать назначает правитель шура не признает не правитель потому что хоране лазу один говорит амургум шура байнахум амур должен проходить амур тем более назначать правителя это какой еще амур это великий амур должен проходить через шура уважаемый доктор если шура играет такую важную роль то почему наш заботливый пророк салаллаху алейхи алейхи вассалям при жизни не позаботился о ней почему он вынудил свою это такой же вопрос когда человек спросит если коране являются такое важное дело тогда почему пророк салаллах салаллаху амур а не заботился о своей жизни он заботился было у ангель шура белоси ахками были его форме официально появлялись после смерти пророка потому что куран невозможно было как одной книга как между двумя облежками что это начинал это начало это конец потому что новые новые откровения приходило все а еще раз говорю чаю который изучал ислам он не будет задавать такой вопрос дальше айти абубакра выбраться преступным методом вы же сами сказали обратите внимание обhuman это это великие оскорбление абу бакр выбраться преступным методом понимать это очень очень настроение падает это самое сильное киска жена обужа ибо сто раз что что Абу Шуаев, ты джахир, ты сумасшедший, ты кафир, ты даджжал, но ты только не трогай Абу Бакра и Умара. Потому что просто мы не выдержим преступным методом. Грязные слова надо не выбрасывать. Настроение падает у нас вообще. Средцебление начинается, в Аллахе. Мы не можем просто терпеть, когда оскорбляют Абу Бакра и Умара. Преступным методом. Дальше. Такой совет у пророка должен быть. Есть официальный Шура, который должен ввести страну, это после пророка. Потому что когда пророк жил, пророк выйдет в систему. А когда пророк умирает, Шура будет, а эта Шура будет до судного дня. У мусульман. А где эта Шура была после пророка, саллаллаху алейкум 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 ассалям? Почему она не выбрала Абу Бакра? Почему Абу Бакр обошел этот совет, эту Шуру? И самое главное, где была эта Шура при выборе Умара ибн аль-Хаттаба? Почему Абу Бакр не советовался с этим советом? Ты сам лично назначил Умара ибн аль-Хаттаба халифом. Это шестое противоречие. Седьмое противоречие. Смотрите. Мы уже сказали, что во время пророка, саллаллаху, официально Шура не было. Вообще Шура была. Он советовался, что специальный комитет не был. И у нас было во время Абу Бакра, разъявляя его, сделал это. Потом дальше развивает. По Ульфу. На этом есть довольные доказательства. И, инша Аллах, это отдельная тема. Что касается выбора Абу Бакра, алейхиссалама, это не был преступным методом или какой-то другой. Но Шура не была в то время, потому что еще не создали. Для этого нужно было выбрать халифа, чтобы он потом создал дальнейший Шура и так далее. Человек говорит, почему тогда Абу Бакр сам выбрал Али, Абу Умара, разъявляя Аллаху, без Шуры. Смотрите, удивительно. Нужно быть... Кем нужно быть, чтобы сказать такие вещи? А кто вам сказал, что Абу Бакр выбрал Али Умара без Шуры? Иншаллах, мы отдельно будем это говорить, доводами доказательствами я буду говорить, что Абу Бакр, алейхиссалама, была Шура. И там были такие разные люди. И первые, когда он сказал Амара, разъявляя Аллаху, первые были Али, разъявляя Аллаху, которые сказали хорошо. Первые, когда Абу Бакр, алейхиссалам, кандидатуру Али, разъявляя Аллаху, поднял, то первые были кандидатуру Али, разъявляя Аллаху, поднял, то первые были Али, разъявляя Аллаху, которые сказали хорошо. Я согласен. Первый, кто был согласен, чтобы Умар, алейхиссалам, стал халифом, из членов Штура, это был Али, я буду доказывать. Это не сейчас тема, чтобы начинать. Первый, кто подтвердил, это был Али. Потом с каждым советовал, кто-то говорит, Умар, у него характер тяжелый, кто-то сказал хорошо, кто-то сказал нет, и продолжал такой. А кто сказал, что он по своей страсти выбрал, что все, Умар и все, больше никого. Пряжи от себя говорите. Дальше. Отрицает, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал, что Абу Бакра выбрали без шуры, то есть преступным методом. А где Умар ибн аль-Хаттаб сказал? Преступным методом. Видите? То есть преступным методом. Это оскорбление, это неграмотность. Это неграмотность, это оскорбление. Это человек, который является врагом Абу Бакра, алейхиссалату ассалям. Алейхиссалям. Но ничего, они будут презрены в Аллахе до судного дня. Клянув Аллахом, враг Абу Бакра никогда не получит успехи. Никогда. И они будут так же со своим комплексом, со своим презренностью, со своим унижением. И унижение будет жить, и со своим такьи будет жить до судного дня. Не надо говорить преступным методом. Да? Если, если скажем, что без шуры выбрали, без шуры выбрали, то да, действительно официально шура не было. А если скажем, что шуры выбрали, то да, вообще, шура была. Мы же сказали, что шура официально появилась как Коран во время Абу Бакра, алейхиссалама. При выборе Абу Бакра, алейхиссалам, официальный каунсель комитет был, не был. Поэтому, говорится, без шуры выбрал. Умар Родиман, он говорит. А когда мы говорим, что была шура совет, то была. Тоже Саял Бухари передает. Что было? Это же разве не шура, когда начали говорить, кто будет? Одни сказали, тот будет, а другие сказали, те будут, Кореши. Теперь сказали, что Ансар будет, тот сказал, Кореши будет, мухадиры будет. В этот момент Абу Бакр, алейхиссалам, говорит, Умар, все, ты, наш халифа, подними. Все. Руку подняли, говорит, Абу Бакр, Умар, наш халифа. Умар, алейхиссалам, ответил. И говорит, я лучше выбрал бы смерть. И говорит, смерть для меня лучше, чем предправителем такого народа, где живет Абу Бакр, алейхиссалам. Настолько он уважал Абу Бакр. Указывает эти слова то, что не был лучше, чем Абу Бакр в то время вообще. Потому что Умар, алейхиссалам, великий человек. Такой, как Ислам в время Умара не был до Умара и не был после Умара. Это говорит о том, что он великий человек. Не был до Умара и не был после Умара – это говорит о том, что он великий человек. это великий человек говорит про Абу-Бакр что? Обратите внимание, это великий человек говорит про этого Абу-Бакра что? Что лучше для меня смерть, чем быть халифа или чем быть правителем народа, где живет Абу-Бакр, Аллаху Акбар. То есть где Абу-Бакр живет, там Умар не может получить власть, потому что это Умар, он не достоин, Умар не достоин этого, чтобы при жизни Абу-Бакра стать халифа, нет, кроме Абу-Бакра не может быть кто-то халиф. Получается, что это великий человек, а Абу-Бакр настолько еще выше его, Аллаху Акбару. И сказал ты мой халиф, поднял руку Абу-Бакра и люди присоединились, начали советоваться, начали. Это присоединение, это есть. Это была общая шура. Общая шура, не комитет специально, не канцеля. То есть люди же не пошли специально, что вот оружие подняли, давайте Абу-Бакр, я буду, а то если вы меня не выберете, то я вас убью. Нет, такого же нет. Тем более мы знаем, что, и мы это прекрасно знаем, что жизнь Абу-Бакра, Аллаху Акбару, до халифат. Настолько веселее были, настолько хорошие были, потому что он богатый человек был, он миллионер был. А когда он власть получил, ответственность попала на него настолько, и заболел, и не выдержал, и всего лишь два года смог жить, потому что ответственность намного. И потом, как раз, когда у него спросили, у Амир Абу-Бакра, спросили, ты оставляешь за собой Амара? Он же, у него же характер такой, как более мягкость у него меньше. Абу-Бакр сказал, когда на него ответственность попадет, он мягкий станет. То есть посмотрели на себя, что ответственность халифата, это не простой вопрос. Это же вам просто, враги ислам так рисуют, что вот якобы умер пророк, а тут же драка началась за властью. Абу-Бакр хотел, дай меня, Амар, дай меня, это да. И всего лишь детский сад они сделали. Это тяжелый вопрос, который, это тяжелый. Например, если, например, я, как Абу-Шуаев, я бы никогда не согласился взять власть для ума, потому что ответственность. Моя веселая жизнь, которым я могу хоть что-то делать, отдыхать или что-то делать и так далее, все пропадет. Не будет никаких. А для стороны, со стороны люди скажут, что там уже стараются, чтобы у вас получить. На самом деле никакой власть. Я хочу, например, быть власти. Но если, например, я увижу, что ума пропадет, я увижу, что где-то есть место, где не может. Если я не стану правителем, то все, ума пропадет, и никто дела не будет вести, и система разрушается, то вынужден буду согласоваться, что ладно, я несу это ответственность. Но это не говорит о том, что я уже хочу или стараюсь для этого. Это ответственность напряженно, и дальше буду работать. Точно Абу-Бакр, Амар, Радия Аллаху, так же. Люди не знают. Умар, Радия Аллаху, когда умирает, Умар, Радия Аллаху, Байхаки и другие передают, а то, что до этого я сказал, это Сыния Аль-Бухари передают. Умар, Радия Аллаху, когда умирал, его спросили, спросили, ты выберешь халифа после себя? Он говорит, если я выбрал халифа, то тоже правильно сделаю, то есть правильно сделаю, если я выберу кого-нибудь, когда его поранили. Умар, Радия Аллаху, его ранили, он был ранен, еще не умер, что ранен, болен перед смертью. Кто-то сказал, выбери. Он говорит, если я выберу, то уже правильно будет, потому что до меня был человек, который выбрал и умер, то есть указывал на Абу-Бакра. А если говорить, не выберу, то тоже правильно будет, потому что до меня был человек, указывать на пророка, который не выбрал и умер. То есть указывать на то, что пророк никого не выбирал после себя. Хорошо, теперь спросили, а кого выбрал? Если такой бы был, то он был, аминь, эти умны, я бы его выбрал, но его нету. Если такой-то был бы, то пророк его любил. Я бы его выбрал, но его сегодня нету. И так сидите, разговаривайте. Кто-то сказал, выбери своего сына Абдулла Абдулла Абн Умару. Вопрос такой, сын шиитам и другим, которые не любят Умару. Почему этот момент Умар, алейхиссалам, не дал, не передал власть своему сыну Абдулла Абн Умару? Ребенок был, нет. Нормальный был, да, ученый был. даже кандидатуру предложили выбили своего сына Абдуллах если бы они любили как шиити обвиняют их то он бы сказал да точно своего сына оставлю власть оставлю своим детям потом он своим детям оставит и так продолжится он ответил он ответил говорит это слова которые переводятся да убьют тебя Аллах что ты говоришь тебя свой сын выбрал он же своей жене талах не может даст это он говорит он нормально талах не может даст он настолько мягкий как он может правлять искренне это другой войне сказал про своего сына так но Умар алейхиссалам так сказал про своего сына потом дошло дело до определенных людей он 6 людей оставил сказал сами выберите одного из них в этот момент тоже никто не говорит ни Али никто не говорит что пророк же меня сказал что я халифа какие 6 людей еще нет потом умер Умар и 6 людей выбирали одного из них сказали что 3 из нас это 6 которые Умар оставил они между собой делали так давайте 3 группы сделаем по 2-2-2 все 2-2 сделали говорит каждый из них выберите одного а один уходите одного выбирали три остались из них Абу Бакар из них остался Умар и Али тоже потом выбирали выбирали потом осталось до конца 3-й сказал Абу Бакру 3-й сказал Усману и Али дайте мне полномочия я не хочу стать власть чтобы я халифа был доверите меня и Усман ты тоже доверишь меня и Али ты тоже доверишь меня я одного из вас выберу и сказали хорошо в этот момент Али он сказал что я же Васил Расуль в послании мне сказали чтобы ты был Аллах же сказал он Кур'ан не знал или же он откровение не знал ничего не было он целый ночь и день ходит в Мадине и некоторые в других местах и говорит как вы думаете кто лучше Усмана и Али и Кау и брат Халин в женщинах спрашивают в мужчинах спрашивают у всех это есть то что когда ты выбираешь правителя надо спросить людей мнение людей а мнение людей в демократии это как голосование один человек только сказал Али лучше чем Усман радия Аллаху ангума остальные все сказали Усман он пришел и говорит вызвал Али и Усмана обе и сказал Али дай руку он дает руку говорит Усман дай руку Усман дает руку говорит Али дай присягу Усману он дает присягу Усман поднимается на Нимбар Али ничего не говорит все не говори Али что вот я должен все нету Абубакар нету Умар никто его не убьет за это почему Али рови лангу трус скрывает истину и говорит что нет они говорят он так я это так я для таких как вы он не жил этим в общем это все это совет это есть ашура это без ашура не происходило это все ашура это есть получается что выбор то что он говорит что выбора почему преступным методом или почему Абубакар выбрал Умара без ашура это все ложный правильно дальше без ашура без ашура это то что вы прочитали это такой смысл имит а потом Абушейф сказал такой Умар алейхиссалам здесь объясняет что мы выбрали Абубакар алейхиссалама без то есть в экстренном порядке когда шура не было действительно не было шура не было шура но когда умер пророк где шура была не было шура же образовалась после пророка салла алейхиссалам на это противоречие я нашел объяснение точнее не объяснение а то что скажет доктор на это противоречие я знаю что на это ответит доктор Абушейф но дело в том что это не объяснение и оно не решает сути противоречия поэтому даже после того что скажет доктор отвечая на это противоречие вопрос остается в силе Умар Абин Аль-Хаттаб сказал или не сказал даже после того что вы ответите мы говорим вам что вы не можете одновременно утверждать и то и другое это явное противоречие призванное запутать слушателей для того чтобы сгладить тот смысл который несет в себе это достоверное предание Исафир Бухари это было седьмое противоречие таких противоречий в словах доктора огромнейшее множество у нас уйдет не один час чтобы разобрать все эти противоречия у любого здравого и внимательного слушателя голова пойдет кругом от этих противоречий но я хочу подчеркнуть что эти противоречия не являются следствием необразованности доктора любого у кого здравого ума круг пойдет голова получается что все у кого не пошли головокруг значит у них либо человек врет либо они не здравом потому что у них это есть противоречия его слова это разве это детский сад будет если мы так придираться будем противоречия ваши слова в одном месте вы говорите что он знающий а в другом месте говорит что не знающий противоречия это разве на это мы должны время тратить это я пример сказал к вам не придираюсь это не нужная вещь вообще дайте нам довод доказательства где написано в Коране что народ не имеет права выбрать правителя а правитель выбирает только Аллах вот это мне покажите один аят и все ну конечно не свое ложное толкование действительно где есть довод хоть одного аят а если в Коране нету хотите покажите и все нормально будет и никаких не надо мы примем ваше убеждение и все мы имеем право пропустить у вас довод мы имеем право ну где это зачем вы именно тратите время людей напросто дальше продолжаем об этом свидетельствуют его рассуждения на другие темы все эти противоречия являются следствием того что он пытается защитить ложную идею все эти ошибки и противоречия являются следствием попытки оправдать и придать респектабельный вид ложной и уродливой идеи даже самый гениальный человек выглядел бы глупым защищая эту позицию позицию доктора Абушуэба и эти противоречия являются наилучшим доказательством того что доктор защищает ложь и эта ложь не имеет никакого отношения к Корану и Сунне в которых нет никаких противоречий нашей задачи как его а какой ложь доктор Абушуэб защищает что я защищаю я просто прошу довод покажите мне где написано в Бур'ане или в Сунне что народ не имеет права выбрать своего правителя Аллах выбирает правителя вот это моя позиция я требую довод какая моя позиция ложная позиция какая моя диалог ложная диалог может быть вы до этого разговаривали с людьми на этой теме потому что они вас просто так допустили а здесь вы не можете пройти без довода без дорога нет дальше без довода а вы застрялись а вы теперь кричите так кричите как будто последний когда человек умирает последний как генералин когда в сердце колы в таком положении как будто все не надо не надо кричать не надо ничего спокойно довод прошу покажите нам довод и дальше все это этап завершается и дальше но никакой довод а то что вы говорите не является доводом потому что не только это я замечаю со мной еще сотни людей гряду это моя позиция дальше монстрировать их а также не дать им возможности сгладить эти недостатки и это нам хорошо удается судя по тому что мне очень многие пишут что я выбрал себе очень слабого оппонента критикуют меня за то что я дискутирую как они говорят с самозванным но выберите себя компетентного и сильного оппонента это же не обучаю вы виноват в том что вы выбрали себе слабого оппонента не моя вина что я могу делать ну выберите более сильного и то чтобы не критиковали вас что вы выбрали да может я поддержу их что действительно вы выбрали себе самого слабого оппонента самое самое слабое человек это умный дальше умеем задавать правильные вопросы умеем подчеркивать все уродство той лжи с которой боремся это еще не значит что человек защищающий эту ложь слаб и необразован нет разницы в том кто защищает ложь доктор или благопота они будут выглядеть примерно одинаково глупо именно поэтому нам нет никакой разницы с кем дискутировать и потому что мы такие умные и талантливые нет нам без разницы с кем дискутировать потому что ложь и в Африке ложь в нашем случае ложь оно из уст доктора и гения ложь я убежден что ложь в Африке тоже ложь и ложь и ложь и ложь и ложь ложь и ложь ложь талантливый человек в отличие от меня вся его проблема это его убеждения эти убеждения не являются короническими и исландскими они навязывались мусульманам многими веками теми людьми которые узурпировали власть после послания к Аллаху и называли себя его халифами и наместниками эти убеждения нужны были чтобы оправдать свою власть и преступления и конечно же вы видите Абубакр власть считает он преступлением он осправляет Абубакр и Умара и считает это преступлением видите до этого с нами с нами христианин спорил он не оскорблял ни Коран ни Сунна ни книги хадисов ни Абубакра и Умара и видите его слова вы запомнили он что сказал говорит я принимаю ислам говорит я не принимаю ислам не потому что это плохая религия или что-то другое нет говорит потому что у меня другая воспитание другая религия по-другому учили а тут видите что Абубакра дьяни Абубакра считается преступлением стараемся подчеркнуть в том числе и правильными вопросами доктор остается выглядеть глупым и необразованным если он не хочет отказаться от этой многовековой ну хорошо дальше видите оскорбление видите очень много просто это незаметно со стороны люди думают что он очень грамотно разговаривает но это я заметил что он и прошлый раз и этот раз он очень сильно оскорбляет дальше еще одним универсальным критерием слабости и недействительности позиции являются размытые и неясные ответы на поставленные вопросы я хочу этот момент также подчеркнуть и обратить ваше внимание на ответы доктора я нисколько не верю в то что размытость и затянутость ответов доктора являются следствием его необразованности нет нет ни в коем случае это следствие того что доктор пытается объяснить необъяснимые вещи послушать его ответы на ясный и конкретный вопрос например на вопрос о том что такое урф или о том что такое халиф или халифат мы чуть позже объясним что такое урф и вы посмотрите насколько быстро и лаконично это можно объяснить почти каждый его ответ является размытым невозможно сделать однозначные выводы из его слов все это является следствием ложности его убеждений а не следствием его неграмотности как полагают некоторые уважаемый доктор чтобы утвердить свою позицию в дискуссии и научном обсуждении необходимо выполнить ряд условий одним из которых являются ясные и четкие ответы на поставленные вопросы все люди обращают на это внимание оценивают ясность и логичность ваших ответов и на основе этого они судят о всей вашей позиции на это не обращают внимания только ваши муколиды и судя потому что вы крайне агрессивно настроены против токлида этот факт не особо сильно должен вас обрадовать вы уважаемый доктор агитируя против токлида воспитали толпу слепых приверженцев которые кивают вам только потому что это вы и никак не потому что вы говорите а с тем что вы говорите кроме ваших муколидов могут соглашаться только неадекватные люди вот послушайте сами как вы отвечаете на вопросы сначала послушаем вопрос а потом ответ доктора итак первый вопрос уважаемый доктор отвечая на 25 вопрос вы сказали что Аллах не хотел чтобы люди подчинялись фарауму а в последней своей речи сказали что Аллах хочет чтобы люди подчинялись всем правителям даже каферам и залимам объясните пожалуйста мне в данном случае видится противоречие будьте добры объяснить если Аллах хочет чтобы подчинялись всем правителям то почему он не хотел, чтобы подчинялись фараону? Или я что-то неправильно понял? Объясните этот момент, пожалуйста. Вопрос ясный. В одном месте я говорю, что Аллах не хотел, чтобы люди подчинились фараону. И в другом месте я говорю, что Аллах хочет, чтобы люди подчинялись правителям. И Аллах приказывает. Хорошо. Что? На русском языке есть слово «хочет». Это охота, это намерение, это что? Это ирада. Аллах хочет. А рада Аллах, Аллах захотел, например. У Аллаха есть такое действие ирада. То есть Аллах хочет и не хочет. Это что значит? В одном месте я говорю, что Аллах не хотел, а в другой месте. То есть это очень правильный вопрос. И правильно задал вопрос. Для того, чтобы человек этот вопрос понял, надо знать ему, что именно рада Аллах, то есть то, что охота, то, что Аллах хочет или не хочет, то есть хочет Аллах, это слово надо понимать так, что есть в своем татвине, а есть в ташрии. Это очень... То есть мы даже уже говорили об этом. И, например, смотрите. Ахмад берет оружие и убивает, допустим, Умара. Ахмад убил Умара. То вопрос такой. Аллах чатил. То есть Аллах... Аллах без воли Аллаха, без охоты Аллаха, без ирада Аллах. Он умер. Аллах не хотел, и Он умер. Аллах хочет, чтобы Он умер? Или Аллах не хочет? То здесь человек думает, что как ответить? Это же сказать, если что Аллах хочет, сказать, если Аллах хочет, то получается, что аллах запрещает коррами чтобы люди убивали друг друга а если сказать что аллах не хотим то получается как без воли аллаха произошло что-то поэтому надо знать что рада ладува этого вида так и в своем так линии аллах все то что вы делаете вот так линии аллах и рада ага без охота аллах и она хочется так или бежули аллахы не можете как не можете убивать кого-то не можете� debido топите 24 минут вы не можете любовь равно даже когда что не может действовать безволи аллах колдун как доказает он по ничмом докладantes бетон об этого этого не прописан аллах происходит все а это изан аллаха это в таквине это разращение аллаха вот так вини теперь мы приходим в таквине минимум и шумаемся такой даже мини думаем не умышленно все то что происходит это все от аллаха без него все происходит человек убил тоже без него чайку и плюну тоже без него все это все без него без него дозволение аллах а лайка хотел как получилось когда мы приходим в точнее когда мы будем говорить на со стороны шариата аллах из-за аллаха есть убивать человека не спешили аллах не разрешает запрещено не хочет аллах чтобы человек убил человека не хочет аллах чтобы человек храм делал и так далее получается так что в своем купили разница поэтому хочет аллах не хочет аллах надо поэтому знать что касается конкретно правителя например ферауна или другого или другого правителя любого правителя то на счет ферауна например на счет ферауна дал аллах ферауну власть да дал потом аллах приказал сушит ферауну значит любой талут любую власть например где вы живете сегодня там же это не исламский власть например или даже может быть какой-то власть талута или какой-то у вас просто христианина или какой-то власть мусульмане не разница нет в этом власти есть кое-что которым который аллах хочет чтобы вы подчинились а это кое-что что то что приводит посаду и зону если например скажите такой написано скорость должен не перешать 40 атикаешь террорица там написано не слушает а получу и проехал ступень сайт в аварии попал на красный красный коридах и не остановился скажет это вот зачем меня исправил слушать все из закона подчиняться проехал в аварии попался или не поваре не попал грех и фасад делаешь если все мусульмане так себе начнет вестить миллион мусульман и не будет никаких закон не придерживать то что фасад будет на всем планете а ислам не запрещает фасад поэтому даже если ты не будешь смотреть правитель кто мусульманин христианин кто бы не был ты должен подчиняться в тех вопросов которые приводят к фасаду и зульму в этом вопросах подчиняться тем более таких вопросов то есть ясный хадисе с мусульман ахмадьева придет подчинение в мауруфе мауруф это что то что люди это считает нормально то это в этом подчинение мауруф это не только со стороны шариата мауруф бывает со стороны шариата и со стороны урфа мауруф от слова урфа то есть запрещено подчиняться только в чём нету подчинения мауруфа в осушении аллаха чё когда тебе какой-то правитель даже если он является абу бакар разъем лаван даже если он тебе скажет давай это это храм например аллах запрещать и не должен слушаться тем более конечно не может быть подчинение какого-то другого правителя в осушении аллахом никак не может поэтому вот это и есть разница где можно подчиняться где аллах и чтобы подчинялись и где аллах хочет чтобы вы не подчинялись для это коротко и четко короткоzą потому что по моему не учили с теми эту судусти я примере привожу это как раз после по-другому как отвечать это самый короткий ответ тоже ответил по другому и не знает как отвечать поэтому Поэтому со временем я даже не знаю, как успевать и так далее. Сейчас соглашуемся, что дальше будем делать. Как вы сами могли заметить, доктор Абушаев говорил целых 7 минут, но так и не ответил на вопрос. Мы дали вам возможность прослушать весь его ответ. А вы услышали ответ на вопрос? Хорошо, мы поняли, что слово «хотеть» переводится как «ирада». И также поняли, что «ирада» бывает двух видов — «ташири» и «таквини». Мы также поняли, почему Аллах хочет, чтобы люди подчинялись всем правителям. Но, уважаемый доктор, как все эти объяснения разрешили упомянутое противоречие? Где решение противоречия? Как обычно, я долго слушал и пытался найти оправдание, я пытался растолковать ваши слова наилучшим образом, чтобы уловить ответ на поставленный вопрос. Но этого ответа нет. Вы говорите и говорите только ради того, чтобы говорить. Болтовня ради самой болтовни. А ответа не даёте. Скажите, пожалуйста, после таких ответов вам пишут ваши ученики? Задают ли они вам вопросы после таких ответов? Если нет, то это значит, что вы воспитали мукалитов, потому что такие ответы, кроме мукалитов, никто принять не может. Кроме неадекватных, конечно. Уважаемый доктор, неужели вы думаете, что с такими противоречиями и размазанными ответами вы можете кого-то убедить? Неужели... мукалитов, неадекватные? В тяжелом случае, потому что человек не знает, кто на самом деле мукалит. Кафе, Кулини, какой-то книга писали, я не считаю, шииты считают это самая достоверная книга после Кур'ана и называют нас мукалитами. Я не знаю, этот человек вообще знает, что такое таклид? Он просто у тех, которые ваххабиты есть, которые с нами спорили насчет таклида, я их послушал и просто обвиняет все. Вот этот вопрос вы внимательно слушали 7 минут. Я еще раз послушал. Здесь полноценный, стопроцентный ответ с двумя хадисами. Я только, вы тоже послушали, я тоже послушал. Я не знаю, этот человек ушами слушает или чем. В этом же то, что было сказано, четкий ответ на вопрос, полностью ответ на вопрос с двумя достоверными хадисами. А после, это разве таклид, когда есть довод? В доводе я сначала хадис сказал Нет подчинения махлюку, то есть сознанию, сотворению. Людям не подчиняться, где будет идти ослушание халику, создателю. Где ослушание халику, ослушание создателю, там нет подчинения махлюку. Хоть это будет. Погут или это будет? Хороший человек. Один сподвижник, когда он сказал людям, приказал, чтобы они пригнули в огни, пригнули в огни, послания, когда сказали, если бы пригнули, то никогда не бы вышли. То есть довод на то, что сподвижнику даже нельзя подчиняться в ослушании халику. Получается, что это хадис, я сказал, сказал. А где нет ослушания халику, то я сказал хадис подчинение махлюку. То, что приводит к фасаду, вы не должны делать этого. Потому что общий фасад золом эффектно запрещено. И теперь смотрите, когда я ответил на вопрос, и в ответе есть два достоверных хадисы, то где таклит тогда вообще? Тогда почему этот человек обвиняет меня и моих братьев мухаллидами? Или моих братьев мухаллидов? Потому что он не знает, что такое таклит. Все. Услушали своих братьев, своих друзей ваххабитов, они тоже говорили, что вы мухаллиди, вы мухаллиди. Точно так же он услышал у них и назвал вас мухаллидами. Это тогда говорит, когда нет у них никакой довод больше. Когда долель нету, довод нет, чтобы опровергнуть, начинает говорить, вот вы мухаллиди, вот вы заблудшие. До этого же тоже те люди были, которые так же говорили, вот ты даджал, вот ты кафир, вот ты мушрик, вот ты шайтан, вот ты такой, вот ты таклит, вот ты приготовил. Все, и исчезли они. Куда они исчезли? Потому что с нами без довода не может пройти. Довод и доказательство у нас сила. Мы, Коран и Сунна, берем как довод в понимании сподвижников, ради Аллаху антон. И не признаем никакая секта. Худшиитская секта, ваххабитская секта, какая-то другая, суфистская секта, или какая-то ахмадитская секта, или какая-то там сайднурситская, любая секта у нас нет. Секты не признаем. Коран наша книга, Сунна наша книга, его понимаем так, как Абу Бакар, Умар, Усман Али и другие сподвижники, ради Аллаху ангум, понимали. Это есть группа, это есть джамаат. А это тот джамаат, который Мухаммаду Расулу Аллах, салаллаху алейху ассалям, построил. И этот джамаат будет до судного дня. Шайтану не нравится этот джамаат. Но, альхамду лиллах, то, что в Откровении написано, то, что в Хадисе написано, что этот джамаат, он будет до судного дня, и никто ему грех не причинет. Вы видите, что все кричат и начали, и до этого другие были, теперь шиити, и христиане питались, и все питались, но насчет джамаата не разрушили. Альхамду лиллах. И никогда не может разрушать, потому что, что сказал посланник Аллаху насчет нашего джамаата? Посланник Аллах сказал, Таубан, радия Аллаху ангум передает, Расулу Аллаху ассалям сказал, ля тазалу таефат уммин уммати, без конца будет группа из этих уммей, ла хирина аля л хақ, они будут на истине. ла ядуррухум, ман хазалагум, никакой вред не может причинять те, которые будут им противоречить. Они придет, Амруллахи, Суднеддин, Амруллахи, здесь имеется ввиду, Суднеддин, приказан Аллах. Ва хум казалик, они также будут на истине. Сахих муслим, этот хадис передает, 1920. Те, которые нам, буквально несколько месяцев назад, кричали против нас, где они? Почему они тишину поймали? Потому что они выиграли? Почему так случилось, что у них учится 50 человек, а у вас учатся сотни люди? Почему у вас новые-новые? Почему у вас интерес, а у них почему? Потому что в ваших джамаат нельзя просто любой человек, который будет против вашего джамаата, он вам никакой вред не принесет, и он не будет на истину, потому что в ваших джамаат Коран и Суннед понимание сподвижников. Здесь не играет никакой Абушуаеве, никто другой роль. В Абушуаеве понимание не соответствует Абу-Бакра и Умара, другой придет, и его понимание будет соответствовать. Где Абушуаев противоречит сподвижников, то я уже каждый день, почти каждый день объявляю, где Абушуаев противоречит сподвижников, то скажите, что у Абушуаеву понимание сподвижников такая была, а ты так понимаешь этот вопрос. Я сразу меняю свое мнение. Но они с нас требуют, чтобы мы не противоречили их ученым. Чьи нас обвиняют в том, что мы их не признаем, боговители нас признают, обвиняют в том, что мы их не признаем, и каждый у нас. Каждый с нас требует, чтобы мы начали так ли делать им. А то, что мы никому так ли не делаем, они им это не нравятся. Поэтому они вас называют мукаллибами. Так и есть. Так и будет. Потому что их по-другому учили. Альхамду лиллах, есть миллионы людей, миллионы людей на этой истине. Есть такие места, которые спокойно по исламу живут, больноценный ислам придерживает, и никаких проблем. Дальше. Чи вам? И невнятным пониманием Корана. Как это вообще работает в той вселенной, в которой вы живете? Нет, я знаю, что в вашей вселенной это неплохо работает. Судя по тому, что находятся люди, которые аплодируют вам и кричат «Браво!» За такое размазывание соплей по столу, уже давно. Смотри, где он находит эти слова. Ты специально может литературу читать, чтобы оскорбить. Размазывать сопли по столу. Даже грамотный человек так может сказать. Разве мусульмане так скажут? Зачем это надо вообще? Дальше. Разница того мира, в котором живете вы, от мира, в котором живу я, заключена в том, что один из них состоит из людей с критическим мышлением, а другой — из людей-пластилинов, из которых любой болтун может слепить что угодно. Эти пластилины, муколиды, которые принять любую форму и идею. Главное, чтобы это исходило от Сенсея, я хочу обратить внимание на эти два важнейших момента — противоречия и размазанные ответы на ясные и конкретные вопросы. Это очень важно в любой дискуссии, так как любая позиция основывается на трёх китах. Первый кит — на доказательствах, второй кит — на опровержениях доказательств в противоположной точке зрения, и, наконец, третий кит — на внятных ответах на поставленные вопросы. И вот этот третий кит, он не менее важен, чем первые два, потому что прежде чем доказывать свою позицию, вы должны уметь объяснить её, разложить по полочкам, дать полное и ясное представление о защищаемой позиции. Это вам, уважаемый доктор, сейчас крайне плохо удаётся. Вы даже не можете объяснить, какую позицию вы принимаете, не говоря уже о том, чтобы эффективно защищать её. А теперь разберём значение слова «халиф», понимание которого имеет очень важное значение в данной теме. Доктор сделал очень многое, чтобы запутать нас, но мы с помощью Аллаха вывели его на чистую воду. И теперь мы воспользуемся его же словами, чтобы утвердить правильную позицию. во-первых, мы говорили и обсуждали халифа Аллаха и его посланника. Мы говорим на основе Корана и Сунны. Наша дискуссия, наше обсуждение протекает на основе Корана и Сунны. По крайней мере, должен протекать на основе Корана и Сунны. Мы говорим о том халифе, который имеется в Коране и Сунне, а этот халиф не является синонимом правителя. То есть не каждый правитель является халифом в кораническом значении. Я еще раз говорю, любой правитель, президент, император, король, халифа, имам и так далее, или Амир Мухменин, халифа Толь Мусульмини и так далее, это все являются правители. Из них как-то люди, из них как-то какой-нибудь человек выполняет права Аллаха и права людей, то называют его халиф. То халиф, который в Коране написан, то есть правильно халиф. Уважаемый доктор, когда я спрашивал вас, кто такой халиф, вы сказали, что это любой правитель. Зачем вы это сказали? Разве это значение есть в Коране и Сунне? Разве мы не на основе Корана и Сунны говорим? Вы это сказали не потому ли, что вы убегаете от божественной истины, поэтому придаёте кораническому слову не кораническое значение? Я ещё раз призываю вас вернуться к теме, к обсуждению того халифа, о котором сказано в Коране и Сунне. Конечно, является весьма интересным то, каким образом слово «халиф», наместник, стал синонимом правителя. До ислама халиф не был синонимом правителя. Ни одного правителя до ислама не называли халифом. Знаете почему? Потому что ислам исповедовал учение о халифе и наместника Аллаха, его посланника. Это учение ислама. Поэтому каждый правитель, который приходил к власти после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, называл себя халифом, саллаллаху алейхи ва салям. Зачем? Чтобы придать своей власти легитимность. Потому что после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, правителем мог быть только его наместник, только его халиф. И естественно, со временем это слово стало синонимом слова «правитель». Поэтому, согласно Корану и Сунне, эти правители были лже-халифами, ненастоящими халифами. Люди, которые не по праву назвали себя халифами. Он говорит, что согласно Корану и Сунне, эти люди, то есть Абу Бакар, Умар и Усман, были лже-халифами, согласно Коране и Сунне. Скажите лжец, это вы лжец, являетесь лжецом, вы врете? Покажите мне это, Куран, где написано в Коране и Сунне, что Абу Бакар, Умар и Усман являются лже-халифами. Где это написано? Не врите. И всего лишь врете, и все. Где, согласно Коране и Сунне, это лже-халифи? Покажите мне, я же говорю, лишь бы тебе этого сунне не говорил, нас оскорбляешь, болтовня ради болтовня. Это вы болтаете ради болтат. Я не вижу у вас никакой довод, вы у меня лучший довод. Скажите, и дальше будем идти. Первый этап завершаем. Скажу, что я принял вашу позицию, потому что в Коране написано, что халифа убирает Аллаха, а человек не имеет права выбрать своего халифа. Вот это докажи с Корана, то, что ты убрешь на Абу Бакар и на Умара, что они лже-халифы. Где написано в Коране? Твои слова, ты ложь наговариваешь на Аллаха, у него посланника и на Куране не сунне, говорит, что согласно к Куране и сунне. Вот это согласно к Куране и сунне только не говори, а дальше, что хочешь говори, потому что нам без разницы, но согласно к Куране и сунне лжи-халифы, ты видишь? На Куране и на сунне не говори ложь. Это нам не нравится. А если говоришь, то горишь, не говорим так, что такой ай, такой хадис, такой хадис, номер такой достоверный, недостоверный. И тоже так же говорите? Почему? Чтобы те люди, которые слепо вам следовали, чтобы они не разбегали, или какие-то красные вещи, питайте сколько недель, теряйтесь, слушайте разные литературы, разные вещи, чтобы какие-то вещи сочинять, чтобы люди не разбегали. У нас что по-простому, Сегодня услышал Валлахи, сегодня только услышал Ваши речь и я отвечаю Валлахи, я клюз Аллахом Не слушал вашу эту запись До сегодняшнего дня И отвечаю, почему вы пропадаете Сегодня, чтобы не разбегали Те, которые вокруг ваших Следоват вам и подобного И тем, кому вы следоватите Еще раз говорю, не трогайте Абубакр и Умара Тем более вы здесь Трогайте Коран и Сунна Дальше Ясно свидетельствует Об истинности нашей позиции И ложности позиции доктора Если в исламском учении Не было понятия халиф и наместник Посланника Аллаха То почему узурбаторы так старательно Пытались выдать себя за его наместника Это во-первых То есть Какие грязные слова он говорит Разве я говорю, что нет понятия халиф Я говорю, есть халиф, а есть метид выбор Метид выбор это ов Это разные вещи А как он сподвижников называет Дальше Доктор, о том халифе, о котором сказано в Коране и Сунне То есть мы обсуждаем халиф Аллаха и его посланника Поэтому, уважаемый доктор Если вы еще раз во время обсуждения Будете касаться другого значения этого слова То мы примем меры, которые вам будут малоприятны Вы видите Еще ультиматум Предупреждение Мы примем методы или меры Которые вам будут весьма неприятны Без разницы Абсолютно без разницы Она пугает кого-то Много слова есть такие Моя личность Моя личность Ничего страшного Вы можете говорить Что Абушуэ Размазывает Сопли Или Больтает Или это То, что вы говорите Я на это ничего Нам Просто Невозможно Терпеть Когда вы трогаете Абу Бакра и Гумара Потому что война В которой я воюю Это война Ислама Это не собственное чье-то Я еще раз говорю Вы можете сказать Что Абушуэ Является джагиль Абушуэ Является Такой и такой Ничего страшного Но Сподвижников нет Потому что Недавно Наш брат Мой брат Артур Сказал меня То есть писали Там такое слово Было Ибо за вами Честь асхабов Я просто думал Что люди Думают Что За вами Честь асхабов У меня появился Энтузиазм Я с вами воюю Не ради Своей личности Это великая война Я не хочу туда Умишивать свою личность Истинно Должна стать Истинно А ложь Должна стать Ложь Не хочу Превратить Эта война В какую-то Другую вещь Как вы это Превратили То что вы Сейчас сказали Это все Это является Батин и ложь Мы уже до этого Объяснили Что Халиф Это не только Правитель А у халифа Есть другие Тоже значения Бывает халифа Который правитель А бывает халифа Который не правитель А это обе Смысл в Коране Есть Первый Аллах Аззава Джалла В Коране Сура Аль-Бахра 30 И когда сказал Господь твоим ангелом Я создаю на земле Халиф Здесь Аллах Аззава Джалла Назвал халифа Кого человека Он является правителем Не каждый человек Адам Алейхиссалам Не был правителем Человек общий Каждый человек Не является правителем Почему Человек Почему Является Халиф Потому что Нужно Чтобы он Слывал За откровениями И не за своими страстями Поэтому Его назвал Халиф А второй Смысл Аллах Аззава Джалла В Коране Говорит Сура Аль-Бахра Это номер 251 Дауд Алейхиссалам Убил кого Убил Джалута И Аллах Аззава Джалла Дал Ему Дауду Мульк То есть Власт Здесь Сура Аль-Бахра 251 Аллах Аззава Джалла Какая слово Говорит Аль-Мульк Власт Это же Уласт Про который Речь идет Сура Аззава Джалла 261 Аллах Аззава Джалла Говорит Я Дауду Инна Джална Кхалифа Фи Лард О Дауд Мил Сделал Итбе Аззава Джалла Кхалифа Аззава Джалла Говорит Аззава Джалла Словно Слова Хочу Сказать Аппонент Он что Говорит До Ислама До Ислама Не было Слова Халифа Синеном Синеном Для Правителя До Ислама Не было Слова Халифа Синеном Для Правителя Услушав Это Предложение От Уважаемого Курбана Я понял Что Он не знает Курбана Почему Потому Что Человек Который знает Куран Он никогда Не употребит Слово До Ислама Почему Потому что Ислам Это Истинная Религия С самого Сначала Расулу Не является Основоположником Ислама Это же Христианские Убеждения Это же Кафиры Так говорят Что Мухаммад Придумали Ислам Или Мухаммад Появился С момента Ислама То есть Ислам Появился С момента Мухаммада Нет Конечно Ислам Была Религия С самого Сначала И Адам И Нух И Ибрахим И Муса И Иса Все были Мусульманами Их религия Была Ислам В Куране Это написано Это Никаких Мухаммад Салаллах Всего Лишь Последний Пророк Человек Не может Сказать Что До Ислама Но Если Например Он Ощипся Скажет Что Я Ощипся До Ислама Именно Он Курана То Надо Знать Что Дауд До Курана Дословно Хочу Сказать Слова Уважаем Муапонента Он Говорит Ни одного Правителя До Ислама Не Назвали Халиф Это Явный Бат Ложная Речь Аллах Аззава В Куране Говорит Сура Суда От Нумер 26 Я Дауд Инна Джа Ална Дауд Был До Курана Или После Курана Я Дауд Инна Джа Ална К Халиф Тан Фил Ар Ди Фах Кум Байн Наси Бил Хак И Аллах Аззава В Куране Говорит Договор Обещание Аллаха Аззава Аззава Обещает Аллах Аззава Тем Которые Уверовали Из вас И совершили Праведные Дела Им Аллах Обещает Что Калафат На земле Они Получат Власт Камастах Как получили Алладина Мин Каблихим Те Которые До Них Били Туран 55 Здесь Аллах Аззава Говорит Про Хилав Здесь Хилав Это Власт Именно Про Власт Абубакр Алейхиссалам Аллах Говорит Что Аллах Обещает Им Власт И Также Аллах Обещает Дальше Будет Власть Людей И Это Продолжается До Судного дня Парак Аллах Фикум Мы До Этого Говорили И Часто Говорили Что Какой-то Президент Или Какой-то Другой Правитель Когда Он Права Аллаха И Права Людей Выполняет То Это Значит Хороший Правитель И Это Является Халифа Аллах Аля Акад А Когда Он Не Выполняет Права Аллаха И Права Людей То Он Плохой Правитель Даже Если Он Называет Себя Халиф Все Потому Что Две Вещи Отличают Права Аллаха И Права Людей Соблюдает Правитель Который Соблюдает Права Аллаха И Права Людей Он Является Человек Который Нарушает Это Тысяч Раз Если Он Назвал Себя Халиф Он Не Является Халиф Дальше И Дальше Он Говорит Что Если Я В следующий Раз Так Скажу То Он Примет Мир Который Мне Будет Приятно И Так Дальше Хорошо Без Разницы Так И Ваши Друзья Вы Хавите Туже До Этого Говорили Когда У них Доволь И Доказательств Не Были Ни Валлахи Пока Ви Ни Примети Манхад Абу Бакра Алейхи Салама И Манхад Умара Алейхи Салама Понимание Подвижников Ни 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 Они Будут Проигрывать И Они Исчезнут И Истина Будет Продолжаться Потому Что Джама Джама Мухаммада Салам И Джама Абу Бакра И Умара Алейхи Массалам Будет До Судного дня Потому Что Открыви Не Говорит Про Эт Джама Про Наш Джама То Джама Который Создал Мухаммад Расул Аллах И Там Первый Кто Был Это Абу Бакр Умар Усмана Али Ради Аллах Анхум Про Эт Джама Открыви Что Говорит Только Что Услышали Хадит Расул Аллах Сказал До Судного дня Будет Это Джамаат И Никто Им Уред Не Причинит И Они Будут Так же До Судного дня Когда Судный Наступ Так же Они Будут Признак Судного дня Большие Признаки Появятся И Это Джамаат Будет А В Другом Хадисе Про Этого Джамаата Написано Что Это Именно Тот Джамаат Чем Понимание Является Пониманием Спадвижис Ради Аллах Анхум Имам Ат-Сармиди Муасир Ровесник Мухаддис Аслам Бин Сахал Бин Аслам Аль-Васити Который Умер Двесни 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 Он Хадис Передает Сана Вахап Вахап Бли Который Акхбар Ни Абдуллах Он Говорит Мин Сап Шил Абдуллах Носифян Насиф Аля Сана Яхья Он Говорит Нам Передает Ахрис Яхья Носиф Ал Ансари Ан Аназ Бли Малик Который Расул Аллах Аллах Ослам Аназ Бли Малик что Расулу Аллах, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, «Та вторику хадихи л-уммату разделиться эта умма на 3-м и 7-м и на 73 течения». Расулу Аллах, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, что эта умма разделиться на 73 течения. «Куллуха феннар все течения были вагнины, илля феркатом вахида, илля одной течения». Паулу с подвижниками спросили, «Я Расулу Аллаху, о посланник Аллах, «Ва ма тилкал феркату». А какая же эта группа? Кала, посланник Аллах сказал, «Ма кана аля ма ана алейхи л-явма ва асхаби». «Ма кана аля ма». Это будет та течение, та группа будет в район, на истине, это та группа, которая будет на этой религии, так как я, сегодня и мои с подвижниками. «Ма кана аля ма ана алейхи л-явма ва асхаби». Десять пользы только в одном предложении. «Ма кана аля». Это будет течение, это будет группа, это будет джамаат, который будет на, ма на то, что она алейхи л-явма, и я на нем сегодня. То есть в Коране сунна. «Ва асхаби и мои с подвижники». Почему здесь Расулу Аллах добавил асхаби? Достаточно же Корана и сунна. Асхаби – это понимание. Поэтому мы говорим Коран и сунна в понимании с подвижников. Точно так же мы на каждом религии читаем «Ихдена с сират аль-мустафим». Сират аль-мустафим – это что? Это «Ма ана алейхи л-явма». Это Коран и сунна. А дальше почему? Почему бы Аллах точку не поставил? А дальше говорит «Сират аль-мустафим». Сират аль-мустафим – это кто? Это «Асхаби». Потому что Аллах говорит «Сегодня я завершил вам ваша религия». «Сегодня я полностью благи дал вам». Атмам, то полное благо Аллах даровал только с подвижниками. В Коране ни про кого так не сказано. Это есть благо, поэтому мы в суре Аль-Фатихе что говорим? «Анамта алейхим». Сират аль-мустафим – это «Ма ана алейхи л-явма». «Ихдена с сират аль-мустафим» – это «Ма ана алейхи л-явма». То есть Коран и сунна. Сират аль-мустафим – это «Асхаби». 73 течения будет, одна только в рай попадает. Это одна, которая в рай попадет. Это какая течения? Это течение, которая, это группа, которая, это «джамаат», который создал Мухаммаду Расулу Аллаху салаллаху алейхи вассалям. Это «джамаат» в Коране и сунна берет в понимание с подвижников, и это «джамаат» будет до Судного дня. Тарих Уасит, страница 196. И цепочка этого хадиса является «сахих». Конечно, цепочка этого хадиса в других книгах. Это хадис Мусуль Ахмад тоже передает. «Джамаат» другие тоже передают. Но почему я оттуда цепочку не взял? Потому что там слабый этот хадис передается. В Мусуль Ахмаде слабый, «джамаат» Тармиде слабый и так далее. И кроме этого, в других книгах тоже и достоверная цепочка этого хадиса есть. Имам Джоркани, рахмадуллаху алейхи, который умер в 543 году, в своей книге «Аль-Абатил» и «Аль-Манакир» и «Джоркани», в первой том, странице 466, пишет, «Хаза хадису на Азизу на Хасану Машхурум». Этот хадис является сильный, красивый, известный. Варуатуху и передатчики этого хадиса «Куллухум субкат» все являются достоверны. Асубкат является точный, достоверный, чем можно упираться. То есть, они сияются учеными передатчиками, не слабый хадис ни в коем случае. В Куране сотни аяты есть, где указывают на то, что асхабы, то есть Абу-Бакар, Умар, Усмана Али, их понимание является для вас стандарт, а кроме них, понимание, оставление его понимания, их понимание является заблуждением. Другой выход нет, другой путь нет. Барак Аллаху фикум. Истина, она истина. Она не является чьей-то изобретением. Истина пришла с неба. Если Абу-Шуаид, на этом истине, то слушайте его. А если кто-то другой на этой истине, то выбрасывайте слова Абу-Шуаиба. Я еще раз говорю, для вас доводом не является Абу-Шуаиба. Любая слова, которые противоречит сподвижников, вы должны выбрасывать. Потому что истина будет до сотного дня. Истина будет до сотного дня. Я не говорю, что истина, Абу-Шуаиба только преподает, нет. Я говорю, что истина является Кур'аном в понимании сподвижников. Хотите у меня берите, хотите у другого берите, хотите у кого берите, берите. Но истинно является это. Барак Аллаху фикум. Братья, может быть, завтра продолжим, если вы устали. Человек, который ставит запись, скажите, на какой минуте осталось? Как бы там ни было, можно завтра продолжить. Говорит, один час остался, и на 48 минуты. Несколько минут дальше продолжим. А все на это. Делим на 2 части, завтра остальное часа, Дальше чуть-чуть продолжить. На теме. Во-вторых, халиф Аллаха это намерение сникла Аллаха. То есть, тот, к кому люди обязаны подчиняться, это тот человек, подчинение которому является подчинением Аллаху. Как сказано в священном Коране. Ман гуты ар-расул фа-кадата Аллах. Ман гуты ар-расул фа-кадата Аллах. Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. 4-я стора, 80-й аят. А халиф Братья Японии, поняли, что такое голос? Согласно арабского уруфа. Во-первых, нет для нас стандарта арабского уруфа. У каждого человека есть свое уруф. А мы не должны придерживать какой-то определенной арабского уруфа. А халиф что означает? Это термин из уруфа. Уруфа сам это объясняет. Подчинение правителю уруфа объясняет. То, что вы сказали, это уруфа объясняет. А где уруфа есть, там мы не должны переходить на уруф. Значит, вы не поняли, что такое уруфа. Дальше. Если посланник Аллаха является подчинением самому Аллаху, то на месте посланника Аллаха салаллаху алихи ва алихи ва салам это человек, подчинение которому является подчинением самому Аллаху. Другими словами, после посланника Аллаха салаллаху алихи ва алихи ва салам халиф Аллаха и халиф посланник Аллаха это один и тот же человек. Еще другими словами, халиф-посланник Аллаха является халифом самого Аллаха. Это во-вторых, то есть халиф Аллаха и халиф его посланника — это один и тот же человек, подчинение которому является подчинением Аллаху и подчинением посланнику Аллаха. В-третьих, в священном Коране сказано, «Инни джа идон фил арды халифа» — «Я устанавливаю на земле наместник» — сура «Корова», вторая сура, тридцатый аят. Обратите внимание, то, что до этого сказали, на самом деле это все то, что вы сказали, что «Тауруф» — это так и так далее, это не надо до этого сказать. Потому что это, наверное, хадисы, которые Саиин Аль-Бухари передает, Абихури разу, когда он говорит, что Расулу Аллаху сказал, «А то они, кто подчинился мне, а то Аллаху подчинился Аллаху». «Уман Ассани, кто ослушался меня, а то Аллаху наслышался Аллаху». «Уман Атаа Амири, и кто подчинялся моему Амиру, факад Атааа, и поистине он подчинялся мне». «Уман Аса Амири, и кто ослушался моему Амиру, факад Асаа, и поистине он ослушался мне». Саиин Аль-Бухари, хадис номер 6781. Здесь слова «халифа» нет, здесь слово «Амир». «Амир» является человеком, который управляет делами мусульман. Услови для подчинения Амира и халифа являются, чтобы он не говорил вам против Курана и Сунна, против Вахи. А когда он скажет против Вахи, то хадис вы знаете, «Ла та'ата ли махлюхин фима ассият ил-халик». «Нет послушания махлюху во слушании Аллаха». Все ясно и четко. Философия здесь или урф, или другие вопросы не нужны. Из этого хадиса мы поняли, что подчинение Амиру является подчинением посланнику. А вы говорили, что подчинение халифа является подчинением пророку. Получается так, что халифа и Амир – это одно и то же. Поэтому, когда какой-то Амир, который деловодит, это есть халиф. А какой-то халиф, который вводит делам мусульман, это есть Амир. Халиф является Амир, Амир является халиф. Все. Это хадис является на этом довод. Дальше. Значение слова «халиф», «наместник». Мы говорим, что халиф Аллаха – это человек, подчинение которому является подчинением самому Аллаху. А вот, что говорит наш уважаемый доктор Абушуэй. То есть, получается, что здесь про халифа, что то, что речь идет, это в первую очередь про человека речь идет, про плохие и хорошие людей. Даже про тех, кто проливает кровь. То есть, халифа будет проливать кровь, халифа будет в сад. То есть, халиф является человеком. Почему Аллах здесь в этом аяте назвал человека, получается, халифа? Потому что халиф – это также означает тот, кто будет действовать не по своему желанию, а именно будет следовать. Потому что халиф – это «наместник». А «наместник» всегда следует тому, что его оставили, что ему сказали. Аллах, азо алиллах, создал человека, и отправил на землю этого человека. И сказал, ты будешь действовать по откровению. Поэтому человек должен действовать по откровению и не по своей страсти. То есть доктор говорит, что халиф Аллаха — это тот, кто должен подчиняться Аллаху. Мы спрашиваем, на каком основании вы делаете такой вывод? Он отвечает, потому что халиф — это наместник, а наместник — это тот, кто обязан подчиняться тому, чьим наместником он является. И через такое понимание доктор Абушей делает вывод, что все люди являются халифами Аллаха. Даже плохие, потому что все люди без исключения должны подчиняться Аллаху. Что ж, нам остаётся только аплодировать доктору. Это нужно внести в книги по софистике. Это обязательно нужно внести в книги по софистике. А софистика заключается в следующем. Он доказывает сопутствующее значение, ссылаясь на совпадающее значение. Но само совпадающее значение, через которое он доказывает сопутствующее, он отрицает. Это просто гениально. Для тех, кто не знаком с этими терминами, объясняю. Совпадающее значение — это значение самого слова. То есть это то значение, которое вкладывается в само слово. Например, слово «два» означает две единицы. Две единицы — это значение слова «два». А слово «четыре» означает четыре единицы. Это совпадающее значение. А сопутствующее значение — это значение, которое не вложено в само слово. Но всегда сопровождает то значение, которое вложено в слово. Например, у слова «два» и «четыре» имеются сопутствующие значения. Это чётность. То есть «четыре» не означает чётность. Но вся такая четвёрка неизбежно является чётной, потому что чётность является следствием четвёрки. А что делать доктору? Он с помощью слова «четыре» доказывает чётность. А сам смысл он отрицает. То есть он отрицает, что слово «четыре» означает четыре единицы. Он как будто говорит, что «четыре» — это чётность, потому что слово «четыре» означает четыре единицы. А четыре единицы — это чётность. И при этом он отказывается принимать, что «четыре» — это четыре единицы. Вы скажете абсурд, вы скажете глупо, но вы заметили этот приём, когда он это говорил? Смогли ли вы уловить эту софистику? Другими словами, я ещё раз попытаюсь объяснить, он отрицает само значение слова в то же самое время. Через это самое значение он доказывает совсем другое значение, которое является сопутствующим значением. Это, конечно же, недействительная аргументация, ложная аргументация, софистика. Почему? Потому что сопутствующее значение является следствием совпадающего значения. И нельзя доказывать следствие, отрицая его причину. То есть чётность является следствием того, что цифра является четвёркой. И вы не можете доказывать, что цифра является чётной, если отрицаете, что она является четвёркой. Но ведь доктор делает намного более сложное. Он доказывает чётность через четвёрку, а потом саму четвёрку отрицает и оставляет только чётность. Разве не гениально? Я объясню то же самое только на нашем примере. Доктор говорит, что хариф Аллаха — это тот, кто должен подчиняться Аллаху, потому что хариф означает «наместник». А наместник — это тот, кто должен подчиняться тому, чьим наместником он является. Но при этом доктор не согласен с тем значением, что хариф Аллаха — это тот, подчинение которому является подчинением Аллаху. А ведь это и есть непосредственный смысл слова «наместник» и хариф. Другими словами, хариф — это наместник, а обязанность подчиняться является следствием того, что он наместник. А если он не наместник, то и подчиняться не обязан. А чтобы донести только тот смысл, который хочет доказать доктор, необходимо использовать слова «раб» или же «подчинённый», но никак не наместник, потому что наместник обязан подчиняться только после того, как он сам обретёт власть над другими от имени того, чьим наместником он является, в отличие от раба или подчинённого. Если вы с первого раза не поняли, то рекомендую прослушать ещё раз и на медленной скорости. Поэтому халиф Аллаха — это тот подчинение, которым является подчинением Аллаху. Да, следствием этого является то, что этот наместник обязан подчиняться Аллаху. Но это следствие того, что он наместник, а не само значение слова «халиф». Поэтому мы не можем согласиться с доктором, что все люди являются халифами, потому что не всем людям нужно подчиняться. Это вообще абсурд полнейший. А то, что доктор сказал... И когда сказал Твой Господь ангелам, я создаю в земле халиф. Сура Аль-Бақара 30. Халиф здесь не Адам, алейхиссалам, и не только Адам, алейхиссалам. Адам, алейхиссалам, же пришёл, один был супруги. Никакой власть, никакое правительство не нужно было. Почему Аллах, азо ау-джалла, его назвал халиф? И не только Адам, алейхиссалам. Запомните, что здесь речь идёт не только про Адама, алейхиссалам, здесь речь идёт про общего человека. Что каждый человек на земле является халиф. Почему? Потому что в этом же айте дальше что говорит? Ангели сказали... Неужели ты создаёшь на земле человека, который... На земле создаёшь того, кто будет делать фасад, и будет проливать кровь? Сура Аль-Бақара 30. То есть здесь... Доктор сылывается на слова ангелов, чтобы доказать, что халифами являются не только хорошие люди, но и плохие. То есть все люди. Я хочу спросить уважаемого доктора, а вы в Коране случайно не заметили возражения самого Бога? Вы не заметили, как Аллах возразил ангелам? Вы нас неприятно удивляете, уважаемый доктор. Вам не кажется, что вы зашли слишком далеко, защищая эту ложь? Аллах возразил ангелам и сказал, «Инни агламу ма ла та аламун» «Воистину я знаю то, чему вы не знаете». Аллах возразил им, и это означает, что ангелы не знали всей истины. Также я хотел обратить... Аллах возразил ангелов... Не только ангелы. Нет в Коране такое, что Аллах возразил ангелам. Возразил слога нет в Коране, это ложь, это тахриф. Обратите внимание, «Воид قال раббука лилмалайкати, инни جаилун фил ауды халифа», когда сказал Господь, «Я создаю на земли халифа». Господь сказал ангелам, «Я создаю на земли халифа». Обратите внимание, до этого, который был сказан долго, обратите внимание на слова имам Ибн Джарира, рахматуллахи алейх, он объясняет айд. Имам Ибн Джарир, рахматуллахи алейх, пишет, в своей тапсире, «Вои халифату» и слово «халифа» «альфаила» являются фаила. «Мин кавлика», как люди говорят, то есть, как ты говоришь, люди говорят, «Халифа фулану фулана» «Пришел после…» «То есть, халифа стал такой-то, после такой-то, пришел такой-то, после такого-то». И хадал Амр в эти дела оставил, то есть, уручил, продолжил такое-то, такая дела, после такого-то. «ИЗА КАМА МАКАМАМАМАМАМАМАМАХУ, когда станет на месте, когда станет на месте, фи-хи-ба-адаху, после него, ба-адаху, после него». И нам agent, мастерин, имам ибн-джерир этот же аят, пишет слово халифа и говорит, «Халифа – это когда человек продолжит после него. ИЗА КАМА МАКАМАХУ, фи-хи-ба-адаху, ба-адаху, после него». Если ты скажешь что халифат-уллах работает намесник Аллаха то разве, а благом умирать чтоб на него был намесник или наеб? Надо знать что в арабском языке слово НАЕБ Который на русском языке намесник может-ѐп на русском языке лучше люди хорошо health язык знают может и стажет или не стажет Чо слово наристник на арабском языке НАЕБ означает на других языках Имнейк наир Тоѐп какой ну ад сертифик это один из Смысл, что придет после человека на его месте, после его смерти. Поэтому наместник для Аллаха нельзя говорить, потому что Аллах не умирает, и после него никакой найб, никакой наместник, никакой сын, никакой наследника не нужен. У Аллаха наследника нет, найб нет, наместник нет, сына нет. Дело в том, что это все, что сказано было, это не надо было сказать, нам просто доводы скажите, где в Коране написано, что люди сами и свои правительства не могут выбрать, а Аллах выбирает этого. Если вы, в общем, то, что написано в Коране, что Аллах дает власть, вы берете этот довод и говорите, что Аллах выбирает, то, что Аллах говорит, о Дауд, я дарован тебе, я отдал тебе власть, вы это имейте в виду, что Аллах выбирает, это не выбор, это отдать. Какая же дела? Это такой на самом деле. Каждая дела Аллах делает. Когда Абу Бакру, алейхиссаламу, кто дал власть? То есть получается, что все, например, всем Аллах дают власть, Абу Бакру нет. То, что Абу Бакру, алейхиссалам, получил власть, это не оказывается не от Аллаха. Аллах, оказывается, не хотел, чтобы Абу Бакру власть получил. Получается, что власть Абу Бакра не от Аллаха, то, что в Коране написано, я даю власть. Кому пожелаю, к этому Абу-Бакар не относится. А где довод, что к этому Абу-Бакар не относится? Покажите мне этот довод. Хорошо? Сами согласны, что написано, Аллах, аз да аужелла, в Коране говорит, что я даю власть. Я еще раз говорю, давать власть и выбрать правителя — это разные вещи. Такминь и ташрия — это разные вещи. Вы говорите, что написано, что Аллах дает довод, вы берете, Аллах говорит, о, Давуд, я дал тебя, я дал тебя, но Абу-Бакар тоже дал. Покажите мне, что это ташрия, и тогда докажи, что это именно относится к ташриям. Так что, в Коране написано, что в многое что есть такое, поэтому четко ты должен довод, потому что раз ты говоришь о шариате, то должен быть довод из шариата. Шиити говорят, что халиф выбирает Аллах, и народ не имеет права, чтобы выбрать. Где написано это в Коране? Хорошо. Такой смысл, как имам Ибн-Джирир говорит, что в Аллахе есть наместник. То есть, имам Ибн-Джирир так не говорит. Шиити говорят, что у Аллахе есть наместник. Имам Ибн-Джирир говорит, что наместник, это когда после кого-то кто-то придет. Халифатуллах, или наместник Аллаха придет после Аллаха, значит. Куда деваешь тогда слова Ибн-Джирир и других? Почему я Ибн-Джирир говорю? Потому что это имам Ибн-Джирир. Это первое официальное, это все, которые были написаны. Я могу и сотни ученых перевести, которые так скажут. Но достаточно ими в Ибн-Джирир. Потому что это самое основное это все. Мы до этого говорили, что когда какой-то правитель действует под Кирвине, то он хороший, а он является халифом. Он будет халафом, он будет на метод пророка. Что касается Абу-Бакар и Умар-Усмана Али, то они были, то есть их халифат, их халифат были на метод пророка. Они были хулафау рашидин. То есть они были хулафау рашидун. Здесь написано хулафа ар-рашидин. Значит, они были хулафау рашидун. Получается, что это особенность их. Это особенность их. Они были почетными. А на сегодняшний день, если кто-то будет то же детство под Кирвине, а у него будет власть и будет выполнять право Аллаха, право людей, то он будет халиф. Хотите внимание, почему Аллах Аззава Джалла в этом аяте сказал, что человек является халифом? Он говорит, что человеку уже не надо подчиняться, поэтому он не халифа. Нет, халифа ни одно значение имеет правитель. Правительу надо подчиняться, хоть он халифа или не халифа. Это мы уже сказали. Но халифа имеет другое значение. Например, дальше написано в суре Аль-Бакара 38. Здесь объясняют суть, почему Аллах назвал человека халифом. «Кол нахбитуминха жами'а уходите и спустите все. Когда придет к вам от меня руководство, Худан здесь имеется в виду ваше Откровение. Небесники, Кур'ан и Сунна. Это задача. Это было задание. Человек придет на земле и сказал, что Откровение придет, ты будешь следовать за этим. Поэтому Аллах, аззава-челла, его назвал халифа. Аллах, аззава-челла, в суре Алян-Ама, в этом суре 65-е говорит, «Ва хуа лази и Аллах тот, кто». «Джа'алакум он создал у вас халайфа ал-арди». Халайфа земли. Халайф – это множественное число от слова халифа. Халифа – единственное число, а мношное число – это халайф и хулафа. Халайф и хулафа – это является множественное число слово «халиф». Аллах, аззава-челла, здесь что говорит? «Ва хуа лази и Аллаху «джа'алакум халайфа ал-арди». Аллах вас, то есть обращается к человеку. Аллах вас создал на земле кому? Кого? Аллах вас создал халифами. Каждый из них халифа, а халайф или хулафа – это множественное число. Обращается к общему человеку. Что Аллах создал общего человека на земле халиф. Почему халиф? Потому что он должен следовать не своей страстью, а откровением. В этом смысле каждый человек является халифом. Поэтому слово «халифа» не является доводом на то, что он, именно его Аллах выбрал, а халифа нет. Это аят является, это является опровержением оппоненту, а является объяснением Сура-Аль-Бакара 30. Почему в Сура-Аль-Бакара 30 мы говорим? В смысле есть два. Например, в Сура-Аль-Бакара две смысла. Первый – это и в этом аяте, например, в этом аяте два смысла. То, что Аллах, азову, делал общего человека назвал халифа – первый. Халифа – это является человеком. Является для друг друга наместник. Приходит после одного-другой. Это один смысл этого аят. Имам Ибн-Никасир, рахматуллахи, этот смысл передает и говорит, «Ай-джа'алакум». То есть, Аллах, азову, делал вас, делал халиф, «Ай-джа'алакум». Аллах сделал вас «Туан-ниунан арда джилан ба'да джил». Вы приходите, вы побиваете, проживаете, побиваете на земле «Джил» – это группа людей, «Джил» – это умма, «Джил» – это общение. Общение после другой общения. То есть, группа людей, одни живут, поколение живет другое. Но следующее слово уже объясняет, «Ва карман ба'да карм». И поколение, одна поколение является наместниками другой. И после этого поколения приходят наместники этого поколения, то есть, следующие люди. «Ва халафан» является халаф, ба'да салаф, после салаф. То есть, салафы умирают, а халафы являются. Тих халафы потом становятся салафы для следующих, кто приходит. И дальше говорит, «Калаву» – это объяснение, кто сказал, «Ибн Зайд у Агайр». «Ибн Зайд у Агайруху» и кроме него другие. Это первый. Почему Аллах на общего человека в Кур'ане назвал хариф? Это является, запомните, это айф. Что в общем в Кур'ане на каждого человека Аллах назвал хариф. Потому что первый смысл какой? То, что люди поколения, следующее поколение, поколение, после поколения приходит. А второй, потому что мы уже объяснили, что человек должен жить по Откровению, поэтому Аллах назвал каждого человека хариф. Это бисмина не дает Абу-Шуаев, это дает Кур'ан. Поэтому шиитам не надо зацепляться за слово халифа. Раз Аллах говорит, «Ин ниджаилун фил арды халифа», значит, Аллах дает у вас. В Кур'ане написано, «Ин ниджаилун фил арды халифа». Вы видите, все, человек не имеет право выбрать. Нет, нет. С халифа первый человек общий. Адам, алейх, алейх, это Аллах создал, это является таким, потому что Аллах создал, и причем хорошие и плохие все туда относятся. Кроме этого, обратите внимание. Аллах, Азадху Аджалу, говорит, Сура Юнас, аят номер 14, ключевой, очень важный аят. «Сума джаална кум халифа фил арды», Аллах, Азадху Аджалу, говорит, «Ми у вас создали халифа фил арды, халифа миня земли, халифа – это множество халифов. Мин ба'ади хим, после них, линан зора кайфа та амалун, Сура Юнас 14. Довод на то, что каждое поколение является халифа, каждый человек является халифа предыдущих своих предков. халифа фил арды мин ба'ади хим, то есть вам тоже говорят, что те люди, которые жили при коммунизме, Аллах воссоздал халифами для них, фил арды на земле, мин ба'ади хим, после них, после коммунистов, линан зора кайфа та амалун, чтобы посмотрел Аллах, как вы будете поступать, как вы будете действовать». И Сура Мариам, аят номер 59, обратите внимание, очень важный аят. Аллах воссоздал халифа говорит, «фа халфа мин ба'ади хим халф». Халф тоже имеет очень сильный смысл и значение и тесный связь со словом халифа. Потому что «фа халфа мин ба'ади хим халф» тоже имеет в виду «наибиин» и «потомки». Аллах, Аллах воссоздал халифа говорит, что пришли после них другие наместники и дети, потомки. Потомки и наместники появились у людей, которые оставили намаз. Адау ссалат, оставили намаз. «Ваттабау аш-шахават» и следовать начали за страстяне. То есть Аллах, аз. 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 говорили, что халифа является человеком, которому подчиняться вачи – это ложь. Никакой довод нет на это. Подчиняться надо каждому правителю, даже если он халифа или не халифа. Я еще раз говорю, правитель может быть халифой, может быть не халифой. Когда? Первый – когда он называл себя халифой, а второй – это зависит от права Аллаха и права людей, когда нарушает он или выполняет его. В этом тоже есть разница внутри деления – кого можно назвать халифой и кого нельзя. Просто в этом тоже. Это один тема. Обратите внимание, Аллах, аз. 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 Починяйтесь Аллаху. плату и подчиняйтесь посланнику и своим углевым амром. У-Лил Амр – это правитель, У-Лил Амр – это ученый. Хадис есть достоверное, которое дают один перевод правителя, а другой перевод – ученый. «У нас разногласие там зая cons» разногласия в чём-то. Парут духу, доверните это и в Аллаху. Аллаху, варрасуле посланнику. Ин кунтум туаминуна биллахи, если действительно верите в Аллаху, вальвамил ахир, последний день. Сура нисая, номер 59. Фаин таназаатум фишей ин. Когда у вас будет разногласия. Таназаатум, здесь имеется в виду разногласия. А разногласия бывают разные, именно тоже с правителем. Дальше мы объясняем. Разногласия и таназаатум, это три видов может быть. Достоверно, три там все из этого слова. Когда у вас есть разногласия с правителем, у вас появятся разногласия с правителем, то вы решите это разногласия согласно Хуране и Сунда. Это явный довод на то, что с правителем халифа может быть разногласия. Это довод на то, что халифа иногда действует по Поране и Сунда, иногда нарушает, поэтому есть разногласия. Тафсир этому. Хадис дает, где Расул Аллах, салаллаху алейхи вассалам, говорит. Посланка Аллах сказал, «И если ваш правитель стал раб, якудукум бикитаби Аллахи, но он правляет вас, ведет вас по книге Аллаха, послушайте его, послушайте его и подчиняйтесь ему». Сахих мусульм, хадис номер 1838. В этом хадисе сказано, что если раб, но он будет правлять по книге Аллаха, то вы должны слушаться. В хадисе является явно ясное опровержение тем людям, которые говорят, что халифа или правитель должен быть среди курешитов. Раб здесь сказан. А в другом месте достоверно объясняет этот же хадис, что имена хабаш, имена эфиовский раб, который из Эфиопии, то есть из хабаш, Расулу Аллаху, говорит, что Расулу Аллаху салаллаху сказал, «Смогу послушайте у афиру и подчиняйтесь ва ин даже исли сто мела алейкум поставили правитель аабдун хабашийюн кевскерар каэнна раасаху забибатун, как будто его голова является забиба». Забиба – это изъем. Два тафсира есть. Первый, что в них бывает, в неграх, то есть негр – это просто так называют, на самом деле, это как урф, это не оскорбили, я говорю, это не ради оскорблений. На них, когда они не ухаживают за своим, несколько дней не ухаживают за своими волосами, то как будто на голове изъем. А второй смысл, когда маленькая голова, как будто изъем. Но правильно, на самом деле, правильно, более правильно, первый смысл, то у них в волосе как изъем давали хабаш имена экипиотских людей. Саи Аль-Бухари этот хадис приведет под номером 6 723. Этот хадис является ясным привержением тем, которые говорят, что имени из потомки пророков будет правитель, а имени правитель и халифа будет из хурешитов. Нет. Хабаш не является хурешитом, хабаш не является потомки пророка, хабаш даже не арабий. Обратите внимание. Дальше Расулу Аллах салу Аллах салам говорит Саи Аль-Бухари хадис муна 6 725. Ас-саму увата'ату слушайтесь и повинюйтесь али мар и мусульм то есть нужно, чтобы слушался и повиновался слушать и повинование али мар и мусульми обязательно являться вважем на каждого мусульманина на каждого мусульманина является повинованием и слушаться вважем в том, что он то, что ему нравится или не нравится пока его не прикажет и когда обратите внимание здесь очень четкий и ясный смысл когда поэзда умирает когда прикажет послушание грех не будет подчиняться и не будет слушаться этого правителя Саи Аль-Бухари 6 725 это довод на то, что правитель или халифа иногда может приказать имена слушания и греха довод на то, что правитель не является мусульмом халифа не является мусульмом довод на то, что наш оппонент говорит что халифа это автоматически человек который не будет никаких недостатков то есть мы с вами такой же когда его подчинение не надо смотреть или автоматически является такая как пророку подчинение или как Аллаху подчинение и так далее все ложи не так потому что правитель он является правителем ему надо обязательно подчиняться но бывает в моменте когда он ослушается Аллаха он может вину выпить он может может приказать Арам одежде написано все равно он твой правитель все равно он твой халифа и все равно он является наместник все поэтому когда они добавляют от себя что правитель или халифа или халифа это человек наместник Аллаха который будет маасум который будет человек который грех не совершает и значит ему подчиняться такая же как подчиняться пророк это все неправильно и все ложь Еще раз говорю, то, что наш оппонент сказал, что Аллах ангелам сказал, что это ложь. Покажите нам, где это написано. Добавлять что-то без довода является большим преступлением, большой грехом. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваше разрешение, если можно, я все-таки хотела бы ответить Вот человек, который шиит, обращался в частности к вашим служителям По-разному называя нас, да? Я бы хотела ответить на пару его вопросов и сказать комментарии Во-первых, во-первых, быдло, да, и так далее Он там называет нас как бы неразумные, такие мы Вот я, например, женщина, одна из ваших служителей Женщина, у которой два образования, и которая продолжает обучаться И в исламское получает образование, и так далее, и так далее В частности, я жена шейха, да, и вроде бы стараюсь слушать и вас, и других шейхов И, аль-хамду-ля, ну, размышляю, свои мозги не отключаю Поэтому то, что там нас называют, ваших слушателей, какими-то глупыми там Ну, типа, чуть ли не прям баранами, ну, это как бы не совсем корректно со стороны вашего оппонента Во-вторых, то, что там он не понял, то это ему, наверное, мозги надо немножко включить Где вы очень хорошо объясняете подробно по поводу того, что желает, да, то, что она желает, но не позволяет То есть есть, да, желание Аллаха, а есть позволение Аллаха То есть это... Извините, волнусь немножко Это второй момент, да, то есть, который вроде бы понятный, но почему-то он не понял, он спрашивает потом после своего объяснения, что вообще есть кто понимает вообще, о чем говорит шейх? Да, есть, аль-хамдул-ля Дальше хотела по поводу, вот он говорит, что вообще у шейха очень много многословия и вот размазывает там что-то и так далее Хочу сказать, что, во-первых, за то, как он разговаривает и как он некоторые слова и шейху говорит, и вообще, да, в общем говорит Мне кажется, его бы уже не только сопленные мозги давно бы размазали, извините, если бы мы сидели в группе, вот, ну, где-то вот так на земле, да, то братья, наверное, которые сидели, уже бы размазали, честно говоря А что бы с ними сделали сподвижники, я вообще не представляю даже Но хотела просто еще сказать такое О-ла-и-вол-ла